Говорит и показывает Москва. Крылатые качели. Солистка Оля Новикова. Надя, в универсал бананы завезли. Да, да я два часа уже отстоял, сейчас там Танька стоит. Да, ну ты её подмени, слышишь меня? Давай. Папка! Папка! Ванька, ну ты дверь сюда шипёшь, а? Привет! Привет! Мафон! Ну-ка, руки, руки! Мафон! Мадын Джапан! Здорово, Санцон! Здорово! Ну чё, как там, Венгрия? Здрасте! Жируют, гады! Здрасте! Пап, а ты жвачки-то привёз? Жвачки, валюты не хватило, тут жвачки. Ну, пап! Чё? Ладно, давай хватай, щепотан, всё будет. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, Ларик, это тебя, держи. А что это? Ну, верни, посмотри, чё. Пап, а мне? Рука в теплее, подожди. О, Петрович, держи. Смотри, класс какой. А чё? Ликерник такой, уникум. Лас. Он такой, что это даже как-то неприлично. Да ладно, ты чё? Лара, там все в таких ходят, нормально всё. Пап, а жвачка-то где? Так, ну-ка, грабли убрал свои. На, держи, вот, смотри. Перрари, понял? Нихрена себе. Ваня. Так, ты приматери-то не выражайся, говнюк. Вот, на, держи, жёбы тебе сколько. Красиво, посмотрю на ваше поведение. Так, поговори мне, чтобы со всеми поделился поровну, понял ли? Да, спокойно, тут всем хватит. Судёрка, ладно. На, держи, специально тебя привёз. На диалог, на утверждение мирного сосуществования, как универсальной нормы в отношениях между государствами. А можно я пойду, посмотрю? Уроки учи засунуть. В отличие этого и конкретная программа работы во имя сохранения и утверждения мира. Я сам посмотрю. ...союз действует и будет действовать на мировой арене серьёзно и открыто, активно и честно. Мы намерены настойчиво, инициативно добиваться ликвидации ядерного оружия, радикального ограничения гонки вооружений, построения надёжной, равной для всех государственной и бездорожной безопасности. На кассах охранения мира обуздание гонки вооружений сильно и страстно прозвучало обуздание гонки вооружений. Принеси мне вейник, собак не забудь! Аркашка! Аркашка! Бороть тебя некому! Ну чё, Ачка, на! Проспался веселье и видишь, ничего не осталось! У тебя же есть ещё! Дай хоть одну! Это НЗ! Анжела, видишь, фломики? Тридцать шесть цветов, порисуем вечером? Подумаешь, у Вити из соседнего подъезда сорок восемь цветов! У него польский, а это Япония! А машинка-то где? Ачканав! Держи его! Ну, лови его! Ну что, попался? Пусти! Видали? Ах, ты крыса! Ах, щас! Пусти! Девчонки, смотрите, у нас какой унитаз грязный! Надо бы протереть! Пусти! Давай! Пусти, Турак! Громко булькает вода в дырке унитаза! Не забуду никогда Аркашева долаза! Дебил! Ты ещё пожалеешь? Да ну, когда? Когда вырасту! Ты ещё в жопу меня будешь словарь, чтобы я тебя просил! Чё ты сказал? Спасибо! 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 Как вы все знаете, я родился и вырос в нашем Синеозерске. Детство у меня было трудное. Я вырос в коммуналке и видел проблемы простых людей изнутри. За четыре года моей работы мэром было сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Леша, я очень хочу, чтобы наш город, наш с вами любимый Синеозерск процветал. Поэтому я выдвигаю свою кандидатуру на второй срок. Спасибо. Спасибо вам, дорогие. Спасибо за новое. Спасибо. Аркадий Борисович, кто ваши основные конкуренты? Мне некогда об этом думать. Слишком много дел. Скажите, а когда вы озвучите вашу программу? На днях, на сайте администрации. А вашу кандидатуру поддерживает губернатор? Самое главное, чтобы меня поддерживал народ. Мэр-вандал! 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 Стойте! Виталики, стойте! Подождите, не трогайте. Отойдите. Вы, собственно, кто? Я Валинкина Марина Сергеевна, доцент Синеозерского университета, а я твои студенты. Очень приятно. И в чем, собственно, дело? А вы не знаете. Нет, я не знаю. Не надо врать. По вашему указу сносят культурный памятник, и на его месте хотят построить торговый центр. Вандал! 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 Послушайте, какой памятник? Стена Синеозерского монастыря. Мы вот вчера со студентами ходили посмотреть на наши достопримечательности. Знаете, что мы увидели? Строительные работы. Подтвердите, ребята. Да. Послушайте, это какая-то чушь. Этого не может быть. Синеозерский монастырь для нашего города – это ценность. Это наша история. Ему восемьсот лет. Знаете, это не чушь. Вот копия решения земельного комитета о том, что земля передана на подстроительство какому-то некому бизнесмену-ракеляну. Как странно, я ничего об этом не слышал. Но, быть может, мой заместитель что-нибудь об этом знает. Павел Юрьевич, это что такое? Аркадий Борисович, мы ведем переговоры по этому проекту. Просто не хотели вас беспокоить. Вот скажите, Марина... Сергеевна. Сергеевна, почему мне приходится иметь дело с такими идиотами? Вы что? Совсем нюх потеряли? Вы хотите лишить нас наших корней, нашей истории? Ни в коем случае, Аркадий Борисович. Отменить. Все отменим, просто там бумаги. Ты у меня эти бумаги жрать будешь, ты понял? Простите. Я всем вам, и конкретно вам, Марина, обещаю, что с нашей исторической ценностью ничего не случится. А мы, знаете, со студентами за этим проследим. Да, мы проследим. А вот это правильно. Доверяй, как говорится, но проверяй. И поэтому я приглашаю вас войти в общественный совет при мэрии. Ведь только благодаря таким честным и ответственным людям, как вы, мы можем спасти наш город. Спасибо. Спасибо вам, Марина. Спасибо. Извините, тороплюсь. Пойдемте. Это что за сучка такая резвая завелась? Сделай так, чтобы я о ней больше не слышал никогда, понял? Сделаю. И не затягивайтесь с торговым центром. Я вам вечно жопу прикрывать не буду. Так это ж не я деньги задерживаю, а Ракелян. Пойдем, милая. Расходимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Виктор Степанович, приветствую вас. Привет, Аркадий Борисович. Что делаешь? Ну, что я могу делать? Тружусь на благо города. Делаю жизнь людей лучше. А мою жизнь лучше сделать не хочешь? Виктор Степанович, к сожалению, сегодня никак не могу. Работы очень много накопилось. Ну, приезжай вечером. Я трохаться хочу, кот. Виктор Степанович, я тоже хочу решить этот вопрос. И как можно скорее. Но войдите в мое положение. Я вечером супруге обещал время уделить. Ну, не хочешь, как хочешь. Я и сама с собой хорошо время проведу. И начну прямо сейчас. Виктор Степанович, не надо кричать. Хорошо, я буду. Я буду сегодня. Все, жму руку. И что? Совещание экстренное назначил. Опять полночи этого козла старого слушать. Так тебя не ждать, Виктор? Нет, милая, не жди. Поработать немного надо. Аркадий Борисович, извините. Но вот человек, который русского языка не понимает. Я ему сказала, что у вас сегодня неприемный день. Так он, никакой реакции. Все нормально, Лидия Алексеевна. Лидия Алексеевна. Ну, здравствуй, Самсон. Знал. 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 Пошел. Спасибо, что принял меня. Я думал, может, пошлешь. Ну, что ты. Послушай, да кто помнит все эти старые обиды? Я очень рад тебя видеть. Ну, рассказывай, как дела? Да, ну, что, все нормально. Все пучком. Живу там же. В нашей коммуналке? Ну, да. Обалдеть, с ума с... Хочешь прикол? Я до сих пор там прописан. Не стал выписываться. Пусть, думаю, в декларации написано будет, какой я скромный. Ладно себе. И как? Так, вроде, все нормально, все. Все пучком. Работаю на стройке. В экскаваторщикам. Хорошо. Ну, вот. Платить, правда, не очень, конечно. Так это у всех сейчас так? Ну, да, да. Вот. Вот. Ну, ну, бывает там по мелочи, знаешь, там, недомовки с начальством. Что такое? Да, ну, так, придирается, что-нибудь. Аркаш, я, честно говоря, че пришел-то и обопросить тебя хотел. Угу. Может, у тебя есть возможность предложить мне, ну, что-то посерьезней? Ну, ты же сам понимаешь, в общем, что... Экскаваторщик не мой уровень. Может, поможешь? Вообще не вопрос, Самсон. Конечно, помогу. Ты где сейчас работаешь? Ну, на стройке это... Третье управление, смотри. Так это вообще моя контора. Да ладно. Кто там у вас сейчас начальник? Ну, это ты, Головамзюк. А, Головамзюк. Этот пердун старый. Слушай. А давай-ка мы его уволим к чертям, а тебя на его место назначим, а? Как тебе такая перспективка? Да ладно, что, серьезно? Ну, конечно. А у тебя есть телефон его? Да, есть. Давай. Сейчас. А, вот. Звони ему. Да ладно, что я... Позвони и скажи, Головамзюк, иди ты нахрен. Ну, что, прям так и скажешь? Прям так и скажи. Давай, набирай. Да ладно, ну... Набирай, набирай. Сейчас. Давай, давай. Давай. Алло, Николай Филиппович, приветствую. Да Самсонов беспокоит. Спасибо. Тут такое дело. Я сейчас нахожусь в кабинете у мэра. У нашего, да? В общем... Ты начальник. Теперь я начальник нашей стройки. А ты... Ты уволен. Кури бамбук, говна кусок. Кури бамбук, говна кусок. А ты кури бамбук, говна кусок. Самсонов. Хорошо. Вот. Аркаш, ну... Что скажи? Когда приступать? В любой момент. Все, готов. Одну формальность только владеть надо. Команда какую? Поцелуй меня в жопу. Чего? В жопу меня поцелуй. Помнишь ты, когда в коммунальной квартире меня головой в унитаз окунал? Помнишь, я тебе сказал, ты меня еще в жопу целовать будешь? Скотина ты, а? Помнишь, да? Ну, а что из-за мэр такой, который не исполняет своих обещаний? А? А ты все помнишь. Очканав. 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 А, да. Я серьезно. Ну, а ты что-то хорош прикалываться-то. Да ты не волнуйся. Прямого контакта не надо. Через трусы можно. А то мало ли что ты этими губами трогал. Охрану сюда не надо. Самсон, не надо. Сейчас прибегут эти головорезы. Сначала покалечат, а потом им разбираться будут. Я их сам боюсь. Не надо. Проводите, товарищ. Ну ты, урод. Передумаешь, приходи. Должность ждет. Какое хорошее утро. Лидия Алексеевна, чашечку американо, пожалуйста. Хорошо, Аркадий Борисович. Аркаш, можно? Заходи. Реакция на уступление положительная. Электорат настроен позитивно. Так, с торговым центром что у нас? С Аракеляном поговорил. Просит отсрочек, потому что сумма очень большая. Так, три дня ему даем. Все. Либо он делает этот взнос, либо отдаем это землю дагестанцам. Я понял, сделаем. Давай, здесь все злодействие. Аркаш, слушай. У меня москвичи звонят каждый день. Насчет строительства этого промышленного кластера. Может, мы все-таки передумаем, а? Ну, а что передумывать, Паш? Я же четко сказал нет. Просто ты подумай, там такие суммы, огромный промышленный комплекс, госзаказ, там бабки рекой потекут. А потом отходы потекут, так? Ну, помнится, кто-то мне говорил, что мы вроде как бизнесом здесь занимаемся, или нет? Слушай, родной мой, ты че такой трудный, а? Ну, посмотри, какой у нас городок прекрасный. Озера, луга. С этим кластером здесь же через год дышать нечем будет. Ну, мы все-таки здесь выросли. Спасибо, Лидия Лисина. Светство. И о людях тоже, Паш, думать надо. Не часто, но надо. Потом там, деньги этим москвичам какие-то сумасшедшие нужно отвалить. Мутная какая-то схема. Я все проверил, чисто там все. Жадность Паши должна быть умеренная. Комнатной температуры. Не знаю, я бы на твоем месте подумал бы. Вот поэтому, Паш, ты и не на моем месте. Слушай, Паш. Какой-то ты в последнее время напряженный. У тебя как вообще личная жизнь? В смысле? Ну, трахаешься часто? У тебя лицо человека, который очень мало трахается. Ты потрахайся, Паш. Хорошо. Нет, я серьезно. Восприми ты как приказ начальства. Обещай, что прямо сегодня поедешь и потрахаешься. Обещаю. Все свободен. Очень плохое лицо. Николай Филиппович, ну поэтому я вам сразу и звоню. Ну, простите меня ради бога. Ну, я... Правда, я сам не знаю, как это произошло. Я все грибов маринованных хватанул. Может, какой-то галлюциногенный попался. Тише. Вот, меня отпустило, я вам сразу и набрал. А что вы сразу так грубо разговариваете-то? Ну, самсонс, ну я же просила. Слышишь, только родителей не надо трогать, хорошо? Да пожалуйста. Индюк, блин. Ну что, довольна? Друг детства, друг детства, блин. Сходи наладить отношения. Сходил, блин. Наладил. Теперь новую работу искать. Ну, мог бы и не искать. В смысле? Ну, тебе же предложили работу. Начальник, СМУ. Что, плохая работа, что ли? Боже, Ленина, ты не врубилась. Он мне реально предложил жопу поцеловать. Ну, и что такого? Ну, чмокнул бы разок. Тем более, он сказал, что можно через трусы. А это же как, ну, ткань поцеловать. Все. Ткань? Нин, ты что, прикалываешься, что ли? Юльке бы дубленку купили. Славику бы ноутбук. Наконец-то бы уже съехали вот с этой коммуналки. Нин, ты что гонишься, а? Дети, посмотрите, ваша мама поехала к рюшу. Слышите, что она говорит? Ну, а что, может быть, через трусы не так уж и страшно? Угу. Да вы что, семья? Вы что, хотите, чтобы ваш папа дядю в пупу поцеловал, что ли? Вы что, совсем охренели? Нин! Чего? Ну, чего, Вань? Ты понимаешь, что меня уже вот тошнит от этой коммуналки. У нас вон стояк уже неделю течет. Да блин, я купил герметик, я замажу, все будет пучком, блин. Пучком? Да он через неделю снова потечет. Ты понимаешь, что я уже, я не могу уже вот это вот готовить. Вот это вот все стирать, вот убирать, вот здесь все. А я хочу на море. Я хочу нормально жить, да. Беде хочу, понимаешь? Идите, вы знаете куда? Семейка предателей. Мам. А? А что такое беда? Про гугли узнаешь. Ладно. Нет, нет, Сереженька, ты меня не понял. Я хочу, чтобы этот день города был для людей как многократный оргазм. Сделаем пиво бесплатное, пусть у нас живут все. Дернем из Москвы какого-нибудь Стаса Михайлова, молодых там каких-нибудь препидориных. Ну, кто там у них сейчас, я не знаю. Корш, Дорн, Фараон, кто? Короче, бабок не жалей, понял? Я хочу, чтобы народ от счастья дружно кипятком ссал. Да. Сначала дружно ссал, а потом дружно голосовал. Нет. Нет, нет, салют, дорогой, не надо. Они потом говорят, будто мы бабками в воздух стреляем. Негативно реагируют. Да. Да, ну все. Все, Сереженька. Все, давай, дорогой. Действуй, злодействуй. Пока. О, Самсон. Спасибо. Свободны. Че пришел? Один раз. Что один раз? Ну, это то, что ты говорила. Что? Поцелуй. А. Ну, как хочешь. Один, так один. Так через трусы. Хозяин, барин. Ну, что, приступим? И это правильно, Самсон. За должность нужно бороться. Лидия Алексеевна, зайдите, пожалуйста, и охрану пригласите. А что, зачем это? Чтоб свидетели были Самсон. А то, откуда я узнаю, что ты меня губами, а не пальцем трогал, да? Лидия Алексеевна, сейчас вот этот мужчина будет целовать меня в попу. Проследите, пожалуйста. Приступим. Ну, смелее, Самсон. Должность ждет. Лидия Алексеевна, был контакт? Был. Чего так вял это, Самсон? Вообще никаких ощущений нет. Ну, ладно. Вот теперь мир. Мир, мир. Чего, когда заступает? Куда? На должность. А, слушай, Самсон, я тут подумал. Головамзюк, он же такой опытный специалист. Не можем мы с тобой его взять и уволить. Неделикатно это по отношению к человеку. Неправильно. Нехорошо. Ну, а кем тогда я? Ты кем? Так, а ты на пирожу труда ступай. Наверняка там какие-нибудь вакансии найдутся. Ты чего? Ты чего? Ты что? Слово дал. Ты слово дал. Ты! Ну, а что из-за мэр такой, который держит свое слово? Ты урок! А ты, Самсон, как был тупой, так и мэр остался. Пусти ты! Потянь это поцелуй и приходи. Какой хан? И не говорите. Черли. Виталик, ну че тащимся? Притопи. Аркадий Борисович, здравствуйте, Мария Кирян говорит. Я по поводу торгового центра, у меня все готово. Это хорошо, что готово. А то мы уж беспокоиться начали. Так, ладно. Вечерком меня набери. Насчет завтра договоримся. Я извиняюсь, вечером не могу. Ереван улетаю. Мама болеет. Не могли бы сейчас пересекнуться? Ну как же ты не вовремя со своей мамой? Где ты сейчас? Санта-Фе. Ладно, будь там. Через 10 минут буду. Виталик, в Санта-Фе едем. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте. О, на умочке. У тебя пересдача помнит? Да, помню, помню. Здравствуйте, Елена Викторовна. У себя? Он бросил не беспокоить. Я на минуточку. Даже не представляю, что сегодня случилось. Подожди, Марилочка, что ты делаешь? Я спасла Синеозерский монастырь. Послушай, здесь такая история произошла. Я сегодня со своими студентами ходила к... Марилочка, я уже в курсе этого всего. Ты послушай, мне звонили из мэрии. И поверь, там все не так просто. Ты же знаешь, какие это мерзавцы. Если они за что-то схватились, они же уже не отпустят. А ты своим идеализмом, видимо, перешла дорогу очень важным и серьезным людям. Ну, а что ты предлагаешь? Я предлагаю всем заняться своими прямыми обязанностями. Ты преподавай, воспитывай новое поколение. А эти мерзавцы пусть строят свои торговые комплексы. Их накажет история. То есть, ты предлагаешь просто стоять и смотреть, как они сносят памятники культуры? Марина, у нас нет выбора. Эдуард Владимирович, не этому вы нас учили. Мариночка. Знаете, а я вот глаза на это закрывать не буду. Есть фейсбук, сообщество, есть коллеги, студенты. Я подниму общественность. Хорошо. Тогда ты вынуждаешь меня сделать то, что я делать категорически не хотел. Ты уводишь меня? Ну, я надеюсь, до этого же не дойдет. Пожалуйста, прислушайся к голосу разума. Вспомни, у тебя сын, больной. Я, у тебя институт, у тебя преподавание. Это же Марина. Куда ты столько пьешь, Марина? Ну, о боже, Марина! Идите к черту. Мариночка, подожди, подожди. Я не хочу ругаться. Хочешь увольнять, увольняй. Подожди, Марина, я же люблю тебя. Присядь. Я прошу тебя, я прошу тебя, отрекись, Марина. Галилей, он тоже отрекся, но остался великим ученым. Вот и возьми на работу галилея. Мариночка, подожди, Марина, Марина, подожди. Ну, я здесь уже. Где ты? Где здесь будь? Ты что, смеешься, что ли? Ну, ты даешь. Привет. Здрасте. Ну, ты где есть-то? Я здесь. Ты чего сюда засел, ара? Конспирация, Аркадий Борисович. Слышишь, конспиратор, а че грустный такой? Многовато. Кризис же. Не прибедняйся, ара. Ты эти бабки через полгода отобьешь. Ты что, фильмы в шпионских насмотрелся? Это наш город, ара. Нам здесь бояться некого. Стоять! Капитан Гнездо, Следственный комитет. Гражданин Аникеев, вы арестованы по подозрению о получении взятки в особо крупных размерах. Понятые, подойдите ближе. Убей вас, суку. Лучше надо было додуматься. Пойти мэра в зад поцеловать. Все сказал? А че ты орешь, ты? Че я ору? Че я ору? Я жить нормально хочу! Мне беде подавает! Да? Слушай, ну если ты на это решился, надо было как-то подстраховаться. Как тебе подстраховаться, а? Как подстраховаться? Надо было у него расписку взять. Да вот даже ребенок знает, как надо было! Иди в уроки учи. Я выучил. Че ты бубниешь? Расписку нужно. Ну-ка, пуль дай. При получении взятки с поличным задержан мэр города Синеозерска Аркадий Аникеев. Интересно, что только сегодня Аркадий Аникеев заявил о своем намерении баллотироваться. На второй срок после задержания мэр был доставлен в городской суд, который избрал меру пресечения, домашний арест по месту прописки. Все, без комментариев. Мне обойдет, Кирилл? Время на исполнении модерности мэра назначил действующий заместитель Аникеева Павел Осипенко. Кто? Федеральная служба исполнения наказания. Откройте дверь. Пап! Пап! Кто там? Квартира 9. Да. Здрасте. Заводи. Господи, Аркашка, а что стряслось-то? Прописанный по этому адресу гражданин Аникеев будет находиться здесь до окончания следствия. Где ваша комната? Пожалуйста, покажите, где ваша комната. Там. Пройдемте. Покажите конкретно, где. Где-то здесь была, а теперь нету. Пойдемте. За шкафом на дверь. Разберемся. Стойте здесь. Я стою. Аккуратно. На тебя. Заходите. Вперед. Значит так, Аркадий Борисович, сейчас мы установим вам стационарный аппарат. С ним связан браслет, который мы закрепим у вас на ноге. Если вы отойдете от этого аппарата больше, чем на 50 метров, на наш пульт поступит сигнал. Будь здоров. За нарушение поедете в СИЗО. Вам все понятно? А где мой браслет? Аркадий Борисович, поставьте, пожалуйста, правую ногу на кровать. Пожалуйста. Штанину поднимите, пожалуйста. Пожалуйста. Будь здоров. Спасибо. Видит его? Да. Аркадий Борисович, смотрите, кнопки вызова. Скорая, полиция, ну и мы. И все, что ли? Нет, там еще внизу пиццу вызвать можно, и проституток. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо. А, господи. Самсон, послушай, это месть была. Это была месть. Ты меня, я тебя. Все у нас теперь один-один. Все по правилам, как этот рыцарский турнир. Я тебе хотел позвонить позже. Правда. Вот. Ну, просто разыграть тебя немного хотелось. Самсон, ну улыбнись. У нас же мир. Ты помнишь, у нас мир? Ну, Самсон. У нас мир. Мир. У нас мир. Мир. Дорогой. Ин, знакомишь-то. Это Аркаша. А это Самсон. Вот парень, он мне парень сломал. Самсон. Самсон, больше ему ничего не ломай. Я не того бинты на работе ворую, чтобы на всяких взяточников наматывать. Волнуйся, не буду. Твоя жена очень мудрая женщина. Ты ее слушай. Вань, пожалуйста, слушай. У меня на него другие планы. В смысле? Все, Нинок. Закончи свое мучение. Стирки, уборки. Все. Теперь у нас есть личный раб. Что, простите вы? Много их хотел, Аркаш. Ты же слуга народа. А мы есть народ. Так что, будешь нам служить. Послушай, Вань. Послушай меня. Самсон? Пошли. Послушай меня. Самсон? Погоди. Нина, не самсон. Я правду говорю. Что-то себе позволять. Слышать. Пусти меня, сказал. Узнаешь? Пусти меня. А у нас здесь ничего не изменилось. Сейчас будет стояк чинильное. Помнишь, что тряпочки примотаны? Вот это все снимешь, просушишь, герметиком зальешь. И пододри здесь все потом. Понял? Ванитар сейчас будет помыть. Что ты сидишь? Ставай, ставай. Звука народа. Послушай, Самсон, я в дерьме ковыряться не буду. Ты меня понял. Да ладно. Послушай, послушай. Я выйду отсюда через две недели, максимум. Я решу все ваши проблемы. У вас будет все, что захотите. Вы ни в чем нуждаться не будете. Самсон, послушай меня. Самсонов, подожди. Пусти. Все, что захотим, говоришь? Все, что захотите. Все, что захотите. Мамой, клянусь, вот. Я что слушаю? Это же разводняк очередной будет. Нет, это не разводняк. В этот раз все будет официально. Мы бумаги оформим. Мы все сделаем, вот, ну, как надо. Пока все не подпишешь, отсюда не выйдешь. Понял. Вот, вот, сразу видно, деловая женщина. С вами можно сотрудничать. Заткнись. Юля, неси ручку и листик. Послушайте, а можно мы отсюда как-то немного переместиться в другое место? Потому что здесь запах немного, ну, креативу мешает. Квартира трехкомнатная. Квартирка будет отличная. У нас как раз на Симашко новостроечка есть. Там квартирки есть для бюджетников. У Симашко хорошая. Блин, красный район. Я себе, значит, три штучки там оставил. Ну, для особого случая. А вот как раз он. Особый случай. Значит, там три комнаты, балкончик со стеклением. Вок квартирка. Вок. С мебелью и ремонтом. Разумеется. Разумеется. Машина. Немец. Машина. Немец. Бэха. Бэха. Мне еще работа нужна. Работа. Работа. Я думаю, для вас мы можем салон красоты открыть. А? Или еще лучше спа. 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 Давайте. Спа. Юльке в институт поступить надо. Ма. Чего? Тихо. Это вообще без проблем. На любой курс, на любой факультет решим напрямую с ректором. Слышечка, нам-то. Обманешь же тебе башку в торгу, понял? Самсонов. Ваня, послушай, Ваня, ну расслабься ты в конце концов. В этот раз вообще без обмана. И потом, что это за манеры? Почему он мне все время за горло хватает? Я вам все в конце концов... Мама. Помогаю. А мне что? Что тебе? Во. А это как раз, это как раз мой заместитель пришел вовремя. Пойдемте, я вас с ним познакомлю. Прекрасный человек. Пойдем, Ваня, пойдем. Вика, Паша, как я рад. Проходите, пожалуйста. Проходите. Я тебе тут вещи привязываю. Да, очень хорошо. Проходите. Проходите. Ну что, давайте ознакомиться. Это Паша, мой заместитель. Это Ваня, друг моего детства. Вот Ниночка, жена его, их детишки. А это моя супруга Виктория. Алькаша, что спать? Ничего страшного, сломал просто. Вот ведь Викуль, бывает как. Разбросает жизнь по разным сторонам. Но ничего. Теперь мы все вместе. Теперь мы одна команда. Вика, ты на какой машине сегодня приехала? На колене. На бену? Ну-ка, давай сюда ключи. Давай сюда ключи. Ну, быстрее. Вика, мы дарим Ване каен. Ваня, это теперь твое. И это только начало. Вика, надо оформить дарственное, поняла? В смысле? Я потом все объясню. Потом. Все вопросы, все потом. Пап, у нас что, теперь каен есть? Да, малыш, теперь у вас есть свой собственный каен. И если вы хотите его увидеть, спускайтесь вниз на улицу, он там стоит. Ничего не надо. Пойдем заценим аппарат. Да, сходите, зацените аппарат. Там во дворе такой белый, турбо-эс стоит. А то у нас во дворе много каенов. Боюсь, перепутал. Не перепутайте. Что это было? Ничего не было. Ни хрена я им не подарю, так химчистку потом в салоне сделаешь. Так, давайте вперед, надо погладить. Вперед, вперед. Давай сюда. Давай. Так, в общем, Паш, я тут, короче, прикинул, менты сработали не местные, московские. Короче, на Домина Аракеляна, чтоб он забрал свое заявление и написал, что эти бабки в кафе он мне просто одолжил. Все. Не заберет он заявление, Аркаш. Ничего тебе учить. Знаешь, сделать так, чтоб забрал. А зачем, если я сделал так, чтобы он его написал? Так, это ты меня сдал? Я утром что тебе сказал, помнишь? Аркаш, не торопись, не торопись с решением. Подумай, это очень важный вопрос. Но ты же у нас патриота начал корчить из себя. Как так, Паша? Как? Я же тебя из говна достал. Ой. И всего в какашечках на груди пригрел. Ты слишком сентиментальным стал, Аркашенька. А лидер должен быть жестким. А ты нас совести отрастил. Все в городе хотят этот кластер. Все, все готовы в него вложиться. Только ты в позу встал. Ты! Ты поняла, Вика? Он нас кинул. Ах ты, тварь. Тихо, тихо, бери руку. Не трогай ты меня. Ну ничего, Паша. Ты знаешь, сколько у меня бабок? Мне хватит десять таких вопросов, как ты закрыть. Я тебя закопаю. Я вас всех закопаю. Посун на вас сверху. Да нет у тебя никаких денег. Все бабки вон у жены твоей. Ну и что? Какая разница? Так, все. Когда ты ей должна была это сказать? Аркаш, я понимаю, тебе сейчас без этого тяжело. Но мы с Пашей месяц как любовники. Вика, ты че, меня изменяешь с этой тварью? Как ты можешь, Вика? Кто бы говорил? Ты думаешь, я про твоих телок не знаю? Губернатор ему звонит. Да при чем здесь это, Вика? Ты жена моя, законная Вика. Вспомнил? Я давно тебя не интересую. А с Пашей я почувствовала себя женщиной. Снова. Вика! Да ты посмотри на него, Вика. Хорошенько посмотри, он же разводит тебя, как дурочку. Вика, ему же бабки только твои нужны. Ты че, ты головой подумай. То есть ты хочешь сказать, что меня можно полюбить только за деньги? Нет, Виктория, я совсем не это тебе хочу сказать. Какой ты козел, Ганекеев. Вика, послушай. Какой ты козел? Вика! Викуря, постой! Вика! Ладно, Аркашенька, поедем мы, пора. Тебе надо как-то обустраиваться, да и у меня тоже гел по горлу. Выборы мэра, потом надо москвичам передать эти деньги твои из подвальщика. Ну и кластер строить, конечно же. Ладно, давай. Пока. Самое главное, ты забыл. Я выполнил твой приказ. Потрахался сегодня. Паша. Нет, ну а что, ну было же, я выложился сегодня с утра. Нормально такое, пора, да? Руками-то не лапай-то мне. Не пачкай. Че, правда, что ли наш? Ну, а что я не привыкаю? Даже не верится. Хочешь, к Криному поедем? Че, Крым же наш? А может, Европа? К этим пиндосам? Ну, зато к России. А хочешь, к пиндосам ты, к пиндосам? Важно. Извините, можно ключи? Ну, вещи заварить, а? Ну, давай. Эй, 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 эй! Эй, 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 эй! Эй, эй! Эй, эй! Субтитры делал DimaTorzok Ты че любишь? Ты на списку писал? Квартира, машина, спа, давай, вставай! Ванечка, ты что, тупой? Я тебе говорю, у меня ничего больше нет. Где я тебе возьму квартиру? Высру! Она там. На, держи, герметик. Зачем? Давай, шагай! Стояк будешь чинить! А знаешь, что сделай с этим герметиком, Воня? Жопу замазь жене и детям своим, понял? Че? Че ты вылупилась? Королева, блин! Спа она захотела! Вот оно, твое королевство! Вот оно, вот оно! Вот, вот! Вот оно, твое королевство! Ваня, прости, Ванечка, прости, не специально. Ваня, Ваня, я тебя прошу. Ваня, не надо, я прошу тебя! Я прошу тебя! Ваня, не надо! Прошу-ка! Слушай, Ваня! Ваня! Ваня, я прошу тебя! Это же общательный туалет, Ваня! 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 Ваня, не надо! Господи, прости! Казни, казни египетские! Не, только не сердись, ладно? Он еще что, замоет? Правда, здесь еще все блестей будет, нет? Да правильно он все сказал. Вот мое королевство. Чего ты, Нин? Лучше бы я тебе тогда в ЗАГСе нет сказала. Нин! Ну, ты чего ты стоишь так? Давай убирай! Все! Ну, ты чего размазываешь? Ну, ты чего размазываешь? А, что едет! А где, замок я тут промокни? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, как раз. Вот, садитесь на унитаз, держите в натяжку, никто не войдет. Завтра мы поставим защёлку. Держите. Спасибо вам, дорогой мэр, за заботу о пенсионерах. Пожалуйста, только дождитесь, пока я выйду. Что ты сдох, Аркашка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не ноль. Ну, я все замыл. Все чисто, как в аптеке. Ну, правда, Нин, все пучком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а мы с этим сварюга, если не задором, мы решили немножко в очушке накатить. Может, присоединяешься к нам? Нин, ну подай хоть признак жизни-то. Без комментариев, без комментариев. Обиделась. Ну, у нее всегда так. Обиделась, потом пройдет. А, в ЗАГСе бы она мне ничего не сказала. В ЗАГСе уже в пузе у нее Юлька была. Давай. Я самый Синеозерский, и знаю его, как никто. И теперь, когда наш прекрасный город испарился от главного кровососа, у нас с вами появилась возможность решить все накопившиеся проблемы. Поэтому я решил выгонуть свою кандидатуру на пост главы города. Ты смотри, как гладко чешет. У меня научился. И, поэтому, первым с вами будет строительство нового промышленного комплекса, или, как сейчас модно говорить, кластера. Это будет градообразующее предприятие, которое даст тысячи рабочих мест жителям нашего Синеозерца. Ничего. Я до тебя еще доберусь. Френ, ты у меня эти выборы выиграешь. Пашенька. Очень благая водка. Ничего, ничего. Как говорит наш губернатор, выход всегда есть. Он один раз в три миллиона долларов вжег, когда узнал, что к ним с обыском едут. Да ладно. Три ляма. Это он на свободе. Никто, правда, так и не приехал. Думай, головой не кейф. Думай, головой. Знаешь, хочешь, ты по чесноку скажу. Тут по мне один хрен. Что ты, что он. Ну, вы же все воры и уроды. Ничего, не так что? Вы же всю Россию растащили себе по нормам. А ты же похрен, как же этот народ. Насрать. Правильно? А знаешь бы, как сделал? Я бы вырыл яму. Собрал вас со всей России. И туда посадил. Без еды. И вот вы начали дурношечку пожрать. А все стояли со стороны. И смотрели. Знаешь, что самое главное? Никому бы вас жалко не было. Блин, как же я сразу не догадался. Про яму? Могу устроить. Самсон, ты русский? Эфиоп. Не сидел? Типунти на язык. Бог миловал. Бог. Православный? Ну, а какой? Так. Русский. Православный. Не сидел. Жена, двое детей. Работал на стройке. Служил? ВДВ. Вот оно. Вот оно. Самсон, ты будешь новым мэром. Согласен. Ты не поднял меня. Я тебя сделаю новым мэром. Через два месяца выбора. Ну, ты же хотел новый уровень. Так вот, я тебе его обеспечу. Заодно и город от этой твари спасем. Смотри. Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Ты будешь новым мэром, Самсон. Ты будешь новым мэром. Папа, к нам подступает говно. Ну, мне-то это за что? За мной в школе все пацаны бегали. Ну, Санька Петрова сейчас завод. Антон Михайлов сейчас фсбшник. Егор Баренов вот такого росточка был. Он облысел в седьмом классе. А сейчас режиссер в Москве. Говорит, так и я вот этот вот счастливый билетик вытащила. Короче, Леха, все плохо. Ты что, закройлась-то? Закрой. Спит? Да. Пиваешь? Спасибо тебе. Марин, ну вот скажи, за что мне это все, а? За мной в школе все пацаны бегали. У Санька Петрова сейчас завод. Антон Михайлов сейчас фсбшник. Егор Котобаренов вот такого росточка был. Облысел в седьмом классе. А сейчас режиссер в Москве. Только я этот счастливый билетик вытащила. Пивайся. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе. Жена топ-модель и любовница тоже. Но только она чуть-чуть помоложе. Белая яхта по морю плывет. Счастье все ближе, счастье вот-вот. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе. На кухне картины, вдали Иван-Гога. Построена церковь, мечеть, синагога. И для страховки буддистский храм. Не выгорит здесь, выгорит там. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе. Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым. Сколько денег нужно, нужно тебе. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Моя пирамидка Коф, что вам米? Да, подожди Ну-ка, скажи Сколько здесь? Ну, не знаю, думаю. Сорок. Кого я в заместителях держу, Паша? Нихрена ты считать не умеешь. Давай, портфейли. Меньше. Вот так мы поступаем с этими денежками. Вот теперь сорок. Вот теперь с Новым годом. Да. И тебя. Держи. Спасибо. Спасибо большое. Слушай, Аркаш, извини, а ты не пробовал это вложить как-то? Ну, деньги же должны работать. Вот я так просто спросил. Извини, конечно. На тебе бонус, Паша. Вложи. Спасибо. Спасибо большое, Аркаш, я не ожидал. Спасибо. Слушай, я, короче, отъеду сейчас на часик полтора. Ага. Ты с Викой посиди, понял? Что ж я ей скажу-то? Че, ну, придумай что-нибудь. Авария скажи в городе. Ага. Салют по станцию попал. Три района без света. Только дай Цыганкову позвони, пусть отключит, чтоб я не спалился. Понял? Понял. Все. Давай, действуй, злодействуй. Давай, давай, давай. Виталий Алексеевич, приветствую. С Новым годом. Слушай, скажи, пожалуйста, ты можешь вырубить Ленинский, Октябрьский и Симашко? Ну, давай часа на два с половиной. Ну, потянула кота на сметану. Давай, с Новым годом. Очень плохая водка. Солодку не ругай. Водка – жидкий хлеб. Классно из тебя мэр получится, Самсон. О. Булька у тебя. Как будто всю жизнь в Государственной думе просидел. Угу. Будочка моя. Да. Хлеборезочка. Мэр. 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 А кто дороги тебе будет строить? Моя фирма? Моя фирма. Или дяди из Москвы? Моя фирма. Собеседник потерян. Мэр. Мёни. Какая же я здесь ненавижу, Я ненавижу тебя, кресло. Стол! Я тебя ненавижу! Я ненавижу тебя, Юстра! Шкаф. Тебя я вообще презираю. Это ты, старая плесень. Да почему я не сменил прописку? Потому что ты недоделок. Ух ты! Ах ты, старая вобла, ну-ка ступай обратно в ад! Это ты сейчас в аду, миленький. И знаешь почему? Потому что ты ублюдок. Ты даже воровать нормально не умеешь. Изведи. Изведи. Как там? Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Бродь! Я-то уйду. Ты-то здесь навсегда. Ну-ка, пошла отсюда. Пошла отсюда, старая списть. Больно. Больно. Ой, как же я здесь что ненавижу. ШУМ МАТОГА ОТОРА КЛИЧИНО БОДИЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вика, 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 просыпайся. Вика, проснись. Что? Что случилось, Паша? Курочка, деньги где? Какие деньги? Ваши. Это наши деньги. Где? Вот. Так. Так, здесь миллиона три, а? Деньги. Где? А? А я не знаю. Я обычно отсюда брала. Паш, что случилось? Нет, ничего. Ничего не случилось. Спи. Спи, спи, спи. Спи, спи. СПи. Ааа! Аааа! Очень плохая водка. Там баба плавал. Кошка, скотина! Пардон, пардон. Будь со мной. Это ты за мной. Маленький умеет тюрпеть, взрослый нет, понял? Так нечестно. Как тебя зовут, мальчик? Леха. Все честно, Леха. У кого пиписька больше, тот первый идет, понял? Что ж такое? Охватит. Кому нужны эти ваши райские кущи? Мам! Молодец, Сапсон. Менингит в уши заливаешь. Да пучком не вздал. Послушайте, в чем дело, женщина? Не видите, занята здесь. Ладно, вы взяточник. Сюда еще не было. Вперед больного ребенка, в туалет лезть. Это совсем гнусность. Я вас где-то видел, кажется. А я ваш советник по историческому наследию Синьозерска. Забыли? А, да, да. Ну, только вот все вот это к историческому наследию пока не относится, слава богу. Извините. Запомните, зло всегда возвращается отправителю. Да. Пойдем. Сталину расскажите вот это. Ха! Дура. Слушайте, ну вы неугомонная какая. Ну, видите, я... Послушайте, Виталик, я еще не закончил. Послушайте, ну я еще писаю. Ребята, ну что вы делаете? Ну что же вы творите? Извините, Аркадий Борисович. Было приказано доставить вас с пугающей грубостью. У вас получилось. Пока нет. Еще раз извините. Где деньги, Аркаша? Аркаша, подъем! Ты что, спиногрызый? А? Приуныли? Папка, вон, уже закалку совершил. Слушай, ты дурак, что ли? Больной. Ну ладно, ну чего ты, ну? Иди у тебя. А, давай лучше мужу палтишку плескани. Что за праздник-то? Ну, есть праздник. Выкарабкиваться мы с тобой начинаем, походу. Да? Да, все будет пучком. Чего-то я не вижу. Да просто еще не в курсе. Нин, ну, короче, такое дело. В общем, я в мэра буду выбираться. Куда? В мэры. В мэра нашего города. Аркаша предложил. Я буду на его место баллотироваться. Ну, чтобы его потом вытащить. А у меня все шансы есть. Жена, двое детей. Православный. Это не сидел. ВДВ. Чего ты молчишь? Ничего. Радуемся детям. Начинаем радоваться. А ваш папа идет в мэры. А может, потом в президенты. Володю подвинет. Нет, ну вот чего ты начинаешь, а? Блин, ну, тебе не угодить. Ну, чего ты вообще тогда меня хочешь? Да ничего. Ты мозги-то включи. Сходи ты к голумзику. Попроси ты у него прощения. Ты знаешь, как он моих родителей называл? Ну, понятно теперь, как он к нам относится. Нет, поймей совесть, а. Да я ради вас вчера чужого человека в задницу. Сама знаешь, что. И что? И что? Все, теперь герой, ничего делать не надо. Да, только бухать. Я стану мэром, понятно? Понимаешь, Аркашенька, мы все скидываемся на этот кластер. Кто сколько может. Мне москвичам сегодня 150 отдавать надо. А без твоих 40, у меня 110, понимаешь? На твои деньги рассчитываю, теперь у меня проблемы. А ты в следующий раз на мои деньги не рассчитывай. И все будет хорошо. Что ты из себя мафиози строишь? Ты же завхоз в третьем поколении. Пошел ты. Бери ногу свою понючую. Значит, предложение такое. Ты мне говоришь, где твои 40 лямов, я тебе делаю условку. Плюс ты забираешь все бабки, которые в комоде лежат у Вики. Ну, если хочешь, вместе с Викой. И все, катись на все четыре стороны. Предложение, конечно, хорошее. Знаешь, что я тебе скажу? Что? Я тебе сказал, я тебя закопаю. Я выйду отсюда, меня оправдают. Аркелян заявление заберет. Ай, ай, ай! Бери, убери, больно, больно. Значит так, срок у тебя до вечера, понял, Аркадий Борисович? Я надеюсь, что вы примете взвешенное и верное решение. А если не приму? Ну, тогда приступим к угрозам физическим. Ребят, ты знаешь, они с тобой поработают. Только не так, как раньше. Подумайте, потому что пальчик-то вы повредили уже. До свидания, Аркадий Борисович. До свидания. До свидания. Тварь. Тварь. Аркадий Борисович, поправишься? Что? Фух. Очень плохая водка, Самсон. Вот скажи! Два. Надо не верить. Скажи, что я мэра могу ставить. Он может, да. Ну, и так. Что, когда начнем? Что начнем? Ну, что, выборы, выборы, это же надо как, ну, выдвигаться же. Слушай, Самсон, я здесь подумал, да. Схема действительно рабочая, но только времени на нее совсем нет. Мы сейчас с тобой обо всем договорились, ты же сам это все... Все, выборы закончились, а глава Мзюк ждет. Слушай, Самсон, дай телефон, позвонить нужно губернатору. Дай, полай, дай. Самовой айфон нормально у меня просит позвонить. Да он заблокировал, ну, не дают мне позвонить. Иночка, дайте, пожалуйста, телефон позвонить. Я когда отсюда выйду... Ну, вот когда выйдешь, тогда и дам. Шагай. Добрый день. Добрый. С прилетом. Спасибо. Добрый. Я, господа, прошу прощения, произошла техническая накладка. Деньги... Будут. Будут когда? Мне нужно немножко поработать с бывшим мэром. Вы мне сказали, деньги будут сегодня. Да. Мы сюда зачем прилетели вообще? Ну, как зачем? Я сразу сказал, с ним ловить нечего. Павел Юрьевич, я вас, конечно, очень уважаю, как человека, как партнера, но... Благодарю. Вы себя поставьте на наше место. Я ставлю. Ну, как так? Мы все согласовались с министерством. Документацию все подготовили. Прилетели на сделку. Я же прекрасно понимаю. Что вы понимаете? Нет, конечно, у вас здесь удобная развязка, хорошая логистика, но... Проект стоит. Степан Геннадьевич, вон, посмотрите, как нервничает. Ну, что ты ему объясняешь? Он же чудила. Степан Геннадьевич, почему чудила? Я же внес аванс. Что ты сюда приперся? Пустой. Степан Геннадьевич, ну, вы не преувеличивайте. Ну, человек работает, старается, хочет. Да. Ну, а накладки всегда бывают? Всегда, Степан Геннадьевич, накладки. Всегда. Павел Юрьевич. Да. Давайте так. Если через два дня вы не выходите на сделку, мы переводим проект к Калугу. Ну, а ваш аванс, конечно же, остается у нас. Подождите, как два дня? Это же очень мало. Для тех, кто сопли жует. Степан Геннадьевич, хорошо, давайте три. Под мою личную ответственность. Валенок. Павел Юрьевич, все. Три дня. Больше не могу. Три. Степан Геннадьевич. Орел, Орел, наше действие. Внимание, отбой операции. Отбой операции. Это приказ. Пропустите их. Еще раз повторяю, отбой операции. Через полчаса встречаемся в управлении. Чего ты кутишь? Что я буду? Убирай свою кутию. Сейчас, людей найду и уберу. Сынет уже. Ну, что ж так рада приеду? Как рада? Господь, стоя, что проскать, не уберяйся. Подождите, ну, давай ищем людей. Людей, вот, здорово. Да. Давай, давай, что ж. Давай, давай. Людей сейчас найду и уберу. Все. Сидит, грей. А я, что за шок, не уберу. Три дня. Занят. Николай Филипич, приветствую. Не помешал? Помешал. Вали отсюда. Ну, ладно, Филиппич, ну, что ты? Я ж извинился. А я тебе уже извинил. Ты уволен, Сапсунов. Филиппич. Филиппич. Да где это видано? Чтобы эскаваторщик своего начальника называл куском говна. Ну, Филиппич, ну, что, забыли? Самсонов, ты идиот. Как я могу это забыть? Ну, хотя давай попробуем. Давай. Я начал забывать. Поехали. Забываем. Ну, ну, что ты издеваешься? Нет, не получается у меня это забыть. Прямо во мне все это сидит, внутри. Так что, удачи тебе. На новом месте работы. До свидания. Филиппич, миксер проехать не может. Радиаторы мешают. Ну, и в чем проблема-то? Возьмите их сами и перетащите. Нет никого. Всех лучших людей забрали. Полиция. Для проверки документов. А мужики говорят, мы не разнорабочие. Батареи тебе дать. Глухин. А? Ну, где я тебе сейчас найду грузчиков? Ну, я. В смысле ты? Ну, что я могу? Самсонов, ты видел эти радиаторы? Абрат возьмешь? Самсонов, ты сдохнешь. Да я три года грузчиком работал. Тут делов-то на 15 минут. Засекай. КОНЕЦ Лёва. Ну, вот что ты мне опять глаза мозолишь, а? Ты не видишь, я работаю. У нас и так без тебя здесь цирк. Извини. Дядь Миш, переведи в опергруппу, а? Достал он меня уже в этом архиве сидеть. Он мне уже вот где. Какая тебе опергруппа? Мне твоя мать голову оторвет, если с тобой что-нибудь случится. Ты же глава управления, а женщину боишься. Разговорщики, лейтенант Соколов. А ну-ка, давай быстро на рабочее место. Разрешите? Поздравить желаю. Поздравить желаю. Жеймсе Бонда явились. Что? А посратушки? В столице на дорогие шмотки деньги выделяют, а мозг не вставляют. Генерал Круглов ждет выхода на связь. Будьте любезны, обеспечьте спецлинию. Ты посмотри на этих столичных, лейтенант Соколов. Пальцы веером, сопли пузырями. А сами операции проваливают. Это я не тебе. Дима, соедини меня с Москвой, с четвертым отделом. Да, с генералом Кругловым. Все. Дай поиграть. Уровень пройду и дам. Тоже третий проходит. Соседи? Привет. Слушай, дружок, дай свой телефон на минутку. Зачем? Позвонить нужно. У вас свой есть. Он залочен. Его в суде заблокировали. Тебя судили когда-нибудь? А? Не дам. Ах ты жлоб какой. Девочка. У меня нет денег на телефоне. Слышь, мелкий, у тебя есть телефон? Ну, мама запретила с вами разговаривать. Розаточник. Послушай, сюда еще не было. Так есть у тебя телефон? Нет. Тогда не разговаривай. Так. Жлоб, смотри сюда. Меняю свой новый айфон на твое фуфло. Как с Каеном, да? На этот раз по-честному. На крокодиловом чехле. Пацан. Нет? Ну, смотри, как знаешь. Я к лапзи Викторову не его загоню. Постойте. Ну, что там у вас, повязали их? Никак нет. Почему? Георгий Борисович, у нас возникли непредвиденные обстоятельства. Какие? Мэр перепрятал куда-то деньги, и теперь местные коррупционеры не могут собрать необходимую сумму и выйти на сделку. Понятно. Так, и что? Ну, мы дали объекту три дня на сбор денег. Ну, сейчас он этого мэра прессанет, и все. Закончим операцию. Довязать их надо, а деньги потом найдем. Да? Вон, сколько их уже посадили, а деньги в офшорах. Да закрывать их надо! Товарищ генерал, операция называется «Золотой ярд». Кренард! Операция называется «Золотой ярд», потому что наша задача – изъять у взяточников миллиард рублей. В этом весь смысл. Ну, все же хорошо. Легенда с кластером отличная. Все работает. Зачем дергаться? Да, все бабки брать надо. Так, а это кто? Лейтенант Соколов, товарищ генерал. Работает у нас в архиве. А почему он присутствует на секретном совещании? Спасибо, Диночка. А на секретном совещании он мой племенник. Здрасте. Лева! Так, операцию продолжаем. Михаил Михайлович, оказывайте Лаврову полное содействие. Есть. Всем чмоки в этом чате. Лева! Ты что, охренел? Подставляешь меня перед этим бандерлогом? Так, я все слышу. Я только видео отключил. Товарищ генерал, извините, был взволнован. А вы че ржете, дятлы? А что за дебильное меню здесь? Ну, как выйти в номера? Вот так вот проводите. И трубочка. Так, дай айфон. Зачем мы поменялись? Он мой. Мне телефон губернатора нужно посмотреть. Дай сюда. Только из моих рук. Что за жилоб у тебя страшный? Губерна... Слово мэра уже ничего не значит. Вышли. А вы мне тоже седьмой айфон подарите. Подарю. Все вам подарю. Так, инвалидов с собой забирайте. Давай. Давай, коллега. Давай, 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 давай. Рука за пояс, за спиной. Плотнее ко мне. Так. Вращаемся вокруг собственной оси. Отдыхай. Виктор Степанович, Аникеев беспокоит вас. Ой, какие люди. Ну, Аркаша, как дела? Плохо. К сожалению, очень плохо, Виктор Степанович. Я знаю. А мне ты чего звонишь? Мне очень помощь ваша нужна. Ой, как интересно. То есть ты меня подсиживаешь, сука, в наглую? Я... В Москве про меня всякие гадости рассказываешь. Кричишь, какой я неэффективный. Я не... Какая у меня толстая жопа. Я знаю, как я у тебя в телефоне записан. Свин. Мне докладывали. Виктор Степанович, послушайте, это поклёб. Это поклёб чистой воды. Вы у меня батя записаны. Клянусь вам, я никогда под вас не копал. Клянусь вам. Мне некогда. Постойте, Виктор Степанович. Клянусь вам. Виктор Степанович. Вращаемся вокруг собственной оси. Руку тянем вот туда. Виктор Степанович. Опять он. Ну, какой назой его, я. Да. Виктор Степанович, не бросайте трубку. Умоляю вас. Я сейчас перед вами стою на коленях. Виктор Степанович, простите меня, дурака молодого. Простите, пожалуйста, я сволочь. Конченая. Я осознал. Я каюсь. Каюсь. Вы самый эффективный. Вы столб этой области. Вы самый... Ну все, слиплась жопа от сиропа. Чего хочешь. Виктор Степанович, мне очень плохо здесь. Я сегодня спал в одежде на панцирной сетке. Мне продуло. Меня жена бросила. У меня на правой руке два пальца сломаны. А вчера меня говном облило. Правильно. По мощам и элей. Это правильно, да. Я согласен. Но, быть может, мы как-то вытащим меня отсюда. А я в долгу не останусь. Виктор Степанович, я в полном смысле слова, я в долгу не останусь. Клянусь. Аркаша, дело сложное, понимаешь? Ты у Третьякова под личным контролем. Вот если Третьяков мне отмашку даст, я твоего заявителя нагну. А сейчас, извини, я ничем помочь не могу. Виктор Степанович, а может быть, вы ему сами наберете? Что я? Позвони Третьякову. Я что, с ума что ли сошел? Он контуженный. Не, милый, я подставляться не буду. Вот ты сделай, чтобы он мне отмашку дал, а я уж отработаю. Все, давай. Не скули. Не соединяй больше. Давайте уже закончим это. Давайте вы руку чуть-чуть потянете, а я все сам сделаю. А вот это правильно. Вот сам все и сделаю. Я готов. Раз, два, три. Полежи, пока не вставай. Что получилось? Супер. Просто супер. Хорошая фотография. Чего напишем? У меня два варианта. Без дзюдо никуда и без дзюдо никуда. Ты что, дебил что ли? Тогда классика. Мы все больны дзюдо. А вот это хорошо. Выкладываю? Выкладывай. Все, поехали ждать, ребята. Это... Алло, Диман. Ты знаешь, что я сейчас с тобой по новенькому айфону разговариваю? В смысле не веришь? Да я сейчас фотку тебе пришлю. Слышишь? А как ты по нему разговариваешь? Он же залочен. Да я в настройки зашел, сотовую связь включил и все. Ваш суд не особо заморачивался. Охренеть. Нам необходимо установить наблюдение за этим мэром взяточника. На Осипенко надежды мало, будем сами разрабатывать. Да что его разрабатывать? Присануть по полной и все дела. Лева, ты еще здесь? Ну-ка, живо в архив. Я же записываю. А тебя кто просил? Я все запоминаю. У нас здесь вообще записывать ничего нельзя. В архив. Да. А у вас тут в провинции, я посмотрю, профессионал на профессионале. Давайте по существу. Оно уже ушло в архив. Извините, капитан Заварзен шутит. В квартире этой коммунальной, в которой бывший мэр под домашним арестом сидит, нам нужны уши. Да, поэтому нам необходима вся информация по всем жильцам. Прошу. Что вы смотрите? Мы тут тоже не пальцем деланные. Так, семья Самсоновых. Он строитель, она медсестра. Пьющие. Поэтому я бы не рекомендовал. Дети. Обычные подростки. Марина Былинкина. Доцент из ТФАКа. Разведена. Состоит в интимной связи с ректором своего вуза. Воспитывает больного ребенка. Ну, пацана что-то с суставами ходит на костылях. Белоленточница. Активно выступает против власти. Ну, верните, Крым и все такое. Не в Минько. Поэтому остается Клавдия Сопрыкина. Миссионерка, коммунистка, верующая. Все про всех знает. Посоветую остановиться на этой кандидатуре. Скопируйте меня, пожалуйста. А мне больше нравится мамашка с больным пацаном. Ну, возьмите ее, если хотите все окончательно профукать. А у Коша надо брать. Верняк. За Бухова маму продаст. Лёва, я тебе где сказал быть? В архиве. По ноптику. И место, где располагается наш с вами город Синьоозерск, находилось в зоне постоянных набегов кочевых племен. И этот процесс продолжался в течение почти четырех веков. То обостряясь, то затухая, то Косатонова. А ты почему не пишешь? А у меня диктофон включен. Скажи, а экзамен вместо тебя диктофон сдавать будет? Так, остаемся в аудитории. Не шумим, я скоро вернусь. Вот. Ты увольняешь меня? Ты серьезно? Да. Прости. За поведение несовместимое с педагогической этикой? Блестящая формулировка. Ты что, издеваешься надо мной? Мне горько, мне плохо. Я, между прочим, не молодой человек. У меня сердце может не выдержать. Мерзается. У меня больной ребенок. Я преподаватель по истории. Где я устрою в Синеозерске? Я уже позаботился об этом. Вот. Я попросил Леночку прошерстить кое-какие вакансии. Вот. Продавец-консультант в салоне связи? Ну да. А почему нет? Конечно. Продавец, между прочим, получает больше, чем преподаватель. Мариночка, потом я, я сразу хочу предупредить тебя, что я разрываю только рабочие отношения. Что касается личного, это останется. Марина, я люблю тебя. Марина. Какое глупое и смешное моление. Это тебе, тебе смешно. А мне это очень печально и грустно. Прости. Это Алла Евгеньевна. Я должен ответить. Да? Да, Аллочка? Ну, как Томск. Да, как коллоквиум. Что, Шаповалов? Шаповалов провалил доклад? Ну, я же предупреждал вас об этом. Что? Не может быть. Вот это вот что такое, я вас спрашиваю? Вот это что такое, я вас спрашиваю? Чего смотрите в андрологе? Вы совсем страх потеряли? Так я вам сейчас вмиг этот страх верну. Просрали указы президента. Что молчает? Не хочется перед президентом отвечать. Нет. Ты что на часы смотришь? Ты торопишься? Я тебя спрашиваю, ты что на часы смотришь? Да где я их взял, эти часы? Час! Час, покажи мне! Где ты взял эти часы? Снял быстро! Будет, он мне тут еще придет. На! На, синий. Ты что смеешься? Я тебе клоун что ли? Мне понравилось вот это выступление мое? Они не нравятся оно! Так, встали! Встать, когда с вами разговаривает офицер российской армии! Всех закроем! Всасывайте или не всасывайте! Так всасете! Приятели! Ну как я позвоню этому Третьякову? Что я ему скажу? Здравствуйте, Петр Олегович, это Аникеев. Аникеев? Ну что, проворовался, сука? Да я тебя посажу, тварь! Ты у меня всю жизнь на зоне гнить будешь! Ты всасываешь или не всасываешь? Так носить сасев! Очень похоже. Да, реально похоже. Так может вы сами и позвоните этому вашему губернатору? И что? Ну ничего, я так один раз колосуху развела. Позвонила от имени директрисы и отменила контрольную. То есть ты позвонила со своего телефона и все поверили, что ты директриса? Да нет. Ну сейчас программ куча всяких. Там номер фейк, фейкинг. Ани подменяет номер. То есть получается звонила я, высветилась директриса. Пранкеры так часто делают. Да ну, бред. Бред какой-то. Он, конечно, не поверит все равно. А с другой стороны, чем я рискую? Так, слушай. Давай свою программу попробуем. Так у меня ее нет. Вы чего, там такой скандал был? Я ее на эфику удалила. Теперь новую надо покупать. Сколько? В рублей пятьсот. Пятьсот. А, блин, ни копейки нету. Черт. Так, ребятушки, дайте денег, а? Дайте, я выдавшую отдам. Мне нет. Мне тоже нет. А у кого есть? Так, Шнурок. У тебя наверняка есть копилка. Есть же копилка? Я по хитрым глазам твоим вижу, есть. Мы с мамой на ПСП копим. Да? И сколько уже накопили? Семьсот пятьдесят рублей. А сколько стоит твоя Пипися? Пять тысяч рублей. Давно копите? Полгода. Полгода. Послушай, малыш, у меня есть к тебе деловое предложение. Смотри. Ты мне даешь пятьсот рублей, а я выхожу и покупаю тебе лучшие ПСП в мире. А если не выйдете? Вот видите эти часы? Это Швейцария. Золото. Я их продам, понимаешь, да? А тебе куплю. Ну, согласен? Мама сказала, что вы сволочь, у вас как жадина. Ну, допустим, я сволочь. А ты жадина, жлоб. И не помогаешь людям, которые в беде. Ну и чем ты лучше меня? Что, обиделся? Иди, иди. На обиженных воду возят. Так, ребяночка, ну давайте. Накидывайте еще варианты. Вы знаете, где деньги родители ваши хранят? Знаем. Где? Нигде. Я не жаден. Вижу, вижу. Ты герой. Молодец. Так. Ага. Уже открывалка была снизу. Здравствуйте. Марина Сергеевна Булинкина. Майор Лавров. Капитан Заварзин. ФСБ. Что же, донесли? Не понял. А что здесь непонятного? Я это говорила, и от слов своих не отказываюсь. Каких слов? Крым – это не Россия. Мы преступно аннексировали чужую территорию. Так что вот, можете меня арестовывать и вести, как ваши эти. За стенки. Да куда хотите. Я готова. Извините. Одну минуту. Толя. Павел Канн прав. Она совсем куку. Я бы не связывался. Ну, все-таки лучше, чем бабка. Сдох пошел. Вернулись? Да что встали? Видите, человек надрывается. Ну-ка, поможем быстро. Даур, Рахмон, Камон. Чего вылупились? Смотили радиаторы и вперед. Самсонов, зайди ко мне. Роман, Филипп, мне полчаса, скажи. О, бурик. Ну, хорош, Самсон. Понятно уже, что ты очень сильный. Я сейчас. Ну, что, один что-то, например. Ой, о. Ого. Вы что, забыли, Федяш? Забыли. Вы зря теряете время. Шпионить вот это вот на вашу людоедскую контору я не собираюсь. Поймите, этот человек взяточник. Ну, его и посадят в нашу тюрьму, в которую даже убийц сажать нельзя. Что вы от него еще хотите? Чтобы он вернул деньги, которые украл. Чтобы их разграбили такие же, которые повыше сидят? Чем я вам могу помочь? У вас есть свои методы. Водичкой и лицо через тряпочку поливать или бутылкой от шампанского насиловать. Господи, Марина Сергеевна, у вас превратное представление о нашей работе. Нам всего лишь нужна ваша помощь. С другой стороны, мы вам можем чем-нибудь помочь. Как? Крым вернете? Это вряд ли. А вот вашу работу вернуть можно. К тому же любой труд оплачивается. А у нас неплохо. Купите ребенку PSP. Вы что, за нами следите? Откуда знаете, что мы копим на PSP? Господи, да все дети хотят PSP. Значит так. Продаваться за ваши серебряники я не собираюсь. Я не стукачка. Все. Марина Сергеевна, возьмите, пожалуйста, на случай, если передумаете. Я не передумаю. Ну, на всякий случай. Кто-то не Самсон? Лучше скажи, за что ты меня так ненавидишь? Ничего я тебя не знаю. Ничего я тебя не знаю. Ты смотришь на меня так, как будто убить хочешь. Ты что, нормально я на тебя смотрю? Ты чего? Да. Ты через губу разговариваешь. Да нет, мы просто колбаса. У тебя какие ко мне претензии? Какие? Да ну не... Вот сейчас мне прям возьми и в глаза скажи. Вот прям, вот давай, говори мне в глаза. Хорошо. Вот смотри, Николай. Да. Вот ты мне сейчас водку наливаешь, да? Да. А сам-то вон. Французский коньячок потягиваешь. Вань. Чего? Ну, че, как маленький-то? Ну, тебе какая разница, что бухать? Ну, у тебя какая цель? Что бы тебя торкнуло? Бухать как у тебя, чего? Ты же не вышел на уровень смакования дорогих напитков. А вы, Николай, вышли. Понял? Ты что, думаешь, я жадный? Думаю, жадный. Жадный? Да. Я жадный. Я не жадный. Я разумный. Разумный. Ага. Тебе французский коньяк ни к чему. Тебе знаешь, вот. Вот тебе. На. Это путевки на двоих в Крым профсоюз выдал. Март месяц, начало сезона. Знаешь, я мог бухину отдать, либо сам поехать. Отдаю тебе. Подожди, там же в марте сейчас колотун. Ты что за человек все-таки такой, а? Андрей Иванович, я на это не подписывался. О, приятного аппетита. Спасибо. Они вместо трехсотого, сто пятидесятый бетон привезли. Сплошной щебень. Так что, похоже, Самсон, ты зря радиаторы таскал. Ничего не надо, не зря. Матрешкин, матрешкин. Я сейчас этого поставщика, сука, в этот щебень и закатаю. Ты когда наряды подписывал, ты смотрел? Слушай, я у всех в бригаде поспрашивал. Никто не хочет в твой долбанный Крым в марте месяце ехать. Там шлашные дожди и снег. Врут. 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 Ну что, все лайкнули? Что я тут не очень поняла, куда это? Сеня, Татьяна Григорьевна, ну все же просто. Ну видите, вот здесь сердечко, видите? Ну жмите на него. Да, жмите. Вот это все. Так, все, давайте начали. Священие. Смертность в крае за последний квартал превысила рождаемость на 18,6%. По сравнению с прошлым годом, показатели упали на 3,8%. При этом, ну что, сколько там? 117 лайк. А что так мало-то? Ну, может только начинаем. Через месяц по пять тысяч будет. Смотри, не будет, я тебя уволю. Вы точно все лайкнули? Так, тихо все. Ол, привет. С ума что ли сошел? Да-да. Ты что там дадакаешь? Дятел что ли? Нет. Ты что там неткаешь? Я тебя спрашиваю. Ну ты что молчишь, бандерлок? Я? Головка от часов заря. Вы что там нюх потеряли? Почему у вас Аникеев под арестом? А? Охренели совсем? Нет. Ну так он же на взятки попался. Ты что там сейчас прохрюкал, свин? Какая взятка? Ты у меня сам, сука, на взятки попадешься. Отпустить немедленно. Петр Олегович, вы же сами сказали, чтобы... Ты что, не всасываешь? Ты с первого раза не понимаешь, что ли? Понимаю. Ну а почему ты меня голову трахаешь? Почему голову трахаешь, я тебя спрашиваю? Я не трахаю. Вот и не надо. И порешай сегодня. Понял. Смотри мне там. Петр Олегович, не отключайтесь. Ну что там еще? Вы просто обещали решить вопрос с Арцебашевым. Это с полярником нашим. Я решил уже все, расслабься. Арцебашев доволен как слон, сам сказал. Как сам сказал? Как ты по телефону сказал? Так он же умер. Кто? Арцебашев. Речь-то о захоронении шла. Как мертвый человек может по телефону говорить? Кретин. Никак. Да потому что это не Арцебашев был, а его родственник. Благодарить пришел. Потому что ему Ваганьковское кладбище сделал. Идиот. Так оно там и было, Ваганьковское. Он просто просил свой прах над Ледовитым океаном распылить. Распыляют удобрения чучела, а прах развеивают. Арцебашев хотел, чтобы его развеяли, а народ, чтобы у героя могила была. Поэтому я решил. Одну треть на Ваганьковское, две трети над океаном. Понял? Гениально. Вот просто и гениально. Все, все, не благодари меня. И с Аникеевым реши. Все, отключаю, все. Я не могу поверить. Люди за миллион баксов выйти не могут. А я что, за 500 рублей вот так вот? Все сделал? Все сделал? Угу. Держи, малыш, свое. Как и обещал. Жрать хочу, слона бы съел. Так. Что? Понятно. А есть что-нибудь? Да вон, мам, курицу свою. Курицу? Я еда, спрашиваю, есть. Чай они хотя бы поставят. Так. А чей холодильник? Это Клавдия Викторовна. А че, замок висит? Она там взятки для врачей хранит. Взятки? А это уже что-то. Ух ты. Вы че? Нас же мама убьет. Так успокоились все. Сейчас за мной приедут и увезут меня отсюда. Мы с вами в очереди никогда не увидимся. Но зато я вам сюда такие деликатесы подгоню, которых вы никогда не провали. Клавдия будет кипятком писать. Клавдия Викторовна будет кипятком писать. А так можно? Так. Хоть что-то. Ну скажи мне, я жадный имя. Нет. Я рациональный. Рациональный. Мурловный. Ну это разве крабы? Вот в Сингапуре я поел крабу. Ну а ты че сидишь как неродной? Давай ешь. Мама говорила, что у меня мои кроли легкие. Мама так говорит, что ты у нее икру не просила. У нее денег нет. Вы же нищие. Давай, хватай. Мы ей не расскажем. Ешь. Ну, вкусно? Ага. И никакой аллергии. Скажи мне, ты сидишь или стоишь? Отсадись. Короче, мне долмазюк путевку в Крыму подогнал. Он говорит, их. Ага. Ну когда час в марте. Ну почему там холодно-то? Ты че? Нет, там сюда только денег туда вбухали. Я серьезно говорю. Там сейчас есть эти бассейны с подогревом. Все это есть, конечно. Да, это с морской водой. Ну. Давай лучше купальник себе какую-нибудь присмотри. Да. Давай, возьми два. Буду вечером выбирать. Я спить тебе куплю. Так. Ну ты что хочешь, девочка? Я в Москву хочу свалить. Это хорошо. Это цель. Поможем. Желобу уже айфон справили. Вы меня, ребятки, держитесь. И все у вас будет хорошо. Потому что я кто? Афричаточник. Слышь ты. Во-первых, суда еще не было. А во-вторых. Посмотри, пацан. Я тебе могу игрушку купить, а твоя мама нет. Почему? Да потому что она лохушка. Не в обеду я ей буду сказано. Как и многие. Она овца. И все ее стригут. А я помогаю людям. И люди мне за это благодарны. Мама хорошая. Да отличная мама твоя. Никто же не говорит. Ты просто с нее прим... Ты что, пацан? Слышишь? Номер скорый, быстро. 911. Это в Америке у нас. Нашу скорую. 0-3. Девочка, ну сделай что-нибудь. Тетя Марин, тут ежи плохо. Воды надо. Может, и мы. Что случилось? Лешенька! Леша, что случилось? Леша! Леша! Так, дыши. Дыши, сынок, дыши. У него жилья не срочно. Все, вот он не упал просто. Не занимает? А, аптечка в тумбочке по телевизорам. Слава, пусть ты... Давай, давай, дыши. 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 Сынок, дыши. Сынок, дыши. Субтитры делал DimaTorzok Мама, надо угодить для Аркадия, у меня сегодня PSP привезет С какой ты стати? Я ему копилку отдал за PSP Знаете, мне кажется, даже для такого подонка, как вы, это уже слишком В чем дело? Куплю я ему это PSP Просто мне срочно понадобились эти копейки А знаете что? Нам не нужно ваше PSP, мы себе сами купим, да, Алексей? Нет, не купим, ты же веток не берешь, потому что ты овца и тебя все старикут Что? А я буду брать, чтобы когда ты со старостью, помогать тебе буду Что такое? Ты гнида! Еще раз к моему ребенку подойдешь, и я бомжа за бутылку найму, и он тебя во сне горло перережет, понял? Что у вас за духи? Кристиан Диор, Жадор, верно? Я тебе предупредил А вот это за мной, я покидаю вас, ваш сын безопасности будет бедным и честным Добрый день Добрый день, господа, как я рад вас видеть В суд? Пора Пройдемте, я вам заберу свои вещи Здрасте Здрасте Чалу-какао, счастливо прозябать, как говорится Добрый день, господа, счастливо прозябать, как говорится Блин Вот эту рыбку и гадика Пожалуйста Ну привет Артист Пародист Здрасте Че стоим? Присаживайся Не бойся Ты знаешь, Аркаша Я ведь повел сам Чуть тебя не отпустил Представляешь, повезло Третьяков перезвонил специально по твою душу Я как идиот рапортую Все нормально Отпускаем Аникеева Как же он орал Ну извините Ну ты молодец Очень по коже А давай-ка еще разок Скажи чего-нибудь Ну давай, ладно, хватит ломаться-то Давай Ну? Ну чего ты несешь, Бандерлок? Сниму тебе нахрен Каракатица-то неспортивная Че ты ржешь? Толстожопик хренов Свой хрен, небось, только в зеркале рассмотреть может Хватит, хватит, хватит Простите Один в один Настенька Ты талантливая, Аркаша Спасибо Ну ты денежку-то отдай Тебе же нормальные условия предлагают А, так вы тоже в этот кластер вкладываетесь Я? Я ни во что не вкладываюсь Мне просто очень нужен этот проект Он хороший Резонансный Ты же знаешь, я тут на соплях висю А если не отдам? Ну ты, парень-то, умный Ты же сейчас один Против всех Хэппи-энда не будет Давай, ты Поезжай к себе Подумай хорошенько Фокаччо можешь взять На вынос А ничего-то я вам и не отдам И фокаччо мне больше не нужно Благодарю Это я вам, кстати, дарил Клоун Рэкетир Пошел ты Здрасте Самсонов, не входи пока Давай Давай Короче, нет Такое дело, короче С работой облом С Крымом, понятно, тоже А никто и не сомневался Мама, это ПСП Мама, это ПСП Мама, это ПСП Ура, ура Кто-то скотина В чем дело Ирка В чем дело Ирка Что вам надо Ирка Где коньяк Вот не угадал Да вот вам ваш коньяк Нате, возьмите ваш коньяк этот Французский, еще лучше Кто же отбит, Ирка Где ПСП Нет, никакого ПСП не будет Обманули дурака на четыре кулака Понял? Пойдем, не расстраивайся, мы купим Дай сюда, идиот Это мой айфон Мечтай Взрысни отсюда Взрысни отсюда Взрысни отсюда Фух Что за ешкин кот? Ну что, Аркашенька Наступила ночь Просыпается мафия Что за шутки дебильные Нормальные шутки Дебильные же Нормальные Где деньги? Денег нет, но вы держитесь Это ты держись А ну-ка, Виталик, и пообщайтесь-ка с ним Мы это, Павел Юрьевич, посовещались И решили, мы с Аркадием Борисовичем общаться не станем Что? Он нашей сестре Квартиру дал И бабушку на лечение в Израиль отправил Ну-ка, она все равно умерла Ну, он же отправил Все, неожиданный поворот, Пашенька Добро возвращается как правителю Спасибо, парни, спасибо А теперь Сломайте-ка, Павла Юрьевича руку Сломать ему руку Тоже не можем Мы на вас больше не работаем Мы работаем на него Ну, вот тогда и присоните Аркадия Борисовича Иначе уволю к чертовой матери Хотите, увольняйте Лучше все равно не надеюсь Это шапито какой-то Это ты, мэра, палец сломал? Ну и что? Предложение есть Деловое Лучше все равно не надеюсь I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now Алло Это Марина Былинкина Я передумала Я согласна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok You know how You know how Sway me smooth, sway me now Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прохладно Прохладно Подрит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Разрешите Деша, рассчитайся Спасибо Ну ладно Держи Аркадий Борисович Мы из адвокатской конторы Мишкин и сыновья Добрый день Я очень вас жду, господа Прошу вас Прошу обратить внимание На условия моего проживания В эту комнату, пожалуйста Скажите, я парень Да, все хорошо Дайте мне У себя? Да К нему нельзя Здравствуйте, Илья Олегович Закрываем мы это дело или нет? Простите, а вы кто? Господин Мишкин на данный момент Уже находится в суде Занимается вашим делом Так Это что? Познакомься Андрей Осич выбил в прокуратуре Постановление о назначении Срочного судебного слушания Как это? Сегодня вечером Это невозможно Мы уже приняли решение По этому делу Пересмотр возможен только через два месяца А прокуратура Думает иначе Да А в чем причина? В деле много грубых процессуальных нарушений Вот Ознакомьтесь Это ни в какие ворота не лезет Мы требуем заменить домашний арест На подписку о невыезде Это очень важно Как говорится Своими ножками в суд пришел Своими и уйдешь Вы думаете это реально? Даже Если допустить Что мой клиент Брал Взятку То он брал и За Правомерное Решение А у вас указано Неправомерное А это Другая статья Илья Олегович Так что нет никаких причин Держать его под арестом Сегодня Вы выйдете отсюда А потом Аркадий Борисович Мы развалим ваше дело до суда Вот так До свидания Ангелы мои Спасители мои Это вам Советская привычка До свидания До свидания Что это у тебя за влог такой офигенный 23 подписчика Мы только две недели на Ютьюбе Ну маловато как-то Ну надо же чего-то начинать Подписка не вези Подписка не вези Что молодежь Прогуливаем Уполняем ряды маргиналу Ну вообще-то у нас вторая смена Очень плохой офис Девочка дай сахар пожалуйста Меня вообще-то Юля зовут Спасибо девочка А кто это Ты что мне Из телефона фотки попер что ли В смысле Это вообще мой телефон был Вы мне его дали Вы у меня потом его и отжали Ладно не ноль Это Юля Нравится Ну ничего такая Ну это же не ваша жена Я вашу жену видел У мужчин и мальчик Было это не только жены Так а что Любовница получается А как вы с ней познакомились Это она со мной познакомилась Нарезалова как у меня круги Как акула Очень плохая сосиска Вот мне бы так Ну что малыш Какие твои годы Будет и у тебя такая Ну а пока это Мелкую моторику развивай Эй вы что Я таким не занимаюсь Ага уже минут 30 Слышь Ешь Молчи Воду бак Все прогреется Столько денег В бухля Печку поставить не могут Еще бы камин установили Товарищ майор Слышите что то звенит Вроде слышу А что это? Бубенцы мои Шутник блин Принты меньше смотри О пошла жара в хату Слава богу Сейчас еще чайку Ах Дево Ты что голову в Москве оставил? Сейчас Я тебе сто раз говорил Нельзя вместе врубать Обогреватель и чай Ну что там? Нормально Сохраниться успел? Да нечего еще сохранять Вот все У америкосов украли Только мозги забыли Так капитан Заварзин Не патриотично себя ведете? Товарищ майор А делать все через жопу Патриотично Отставить разговоры я сказал Что ты мучаешь? Сейчас две минуты У нас ведь второй этаж, да? Ага Тепло пошло Включаю Огонь Начали Эдик Я не обижаюсь Я просто не хочу тебя видеть Леш Танечка А ты чем запоры пробиваешь? Да ладно Обижайся Твои горы Это нормально Руш Ты не слышишь Что я по телефону разговариваю? Али Тернослив Я уже ела Так Ты можешь отсечь весь этот мусор? Нам только мэр нужен Ну качества все равно не будет Надо жучок вставить Ну вообще эти дома-то для военных строят Бывает, что и очередникам перепадает Тут тоже Прошу Ну что? Проходите Ремонт под ключ Как видите Просторный коридор Там кухня Смотри, беды Беды Унитаз как унитаз Проходите, проходите Все уже подключено Все, так сказать, функционирует Все же вот льется Нагревается Открывается Вот, все Это доводчики А вы балкон обратите внимание С панорамным остеклением Там еще два, кстати, в гостиной Пойдемте, я вам покажу В принципе, можно заезжать и жить Если что, с мебелью Тоже поможем Ордер выписан на Самсонова Ивана Васильевича Вот, ну Что скажете, друзья? Ну, мы согласны Че согласны? Че согласны, нет Согласна Надо предлагать человека пытать За эту квартиру Она согласна Ну, зачем так грубо-то, Иван Я имел в виду совершенно другое Просто добыть информацию Да? А как? Скажи, не скажу Скажи, не скажу Вань Че, Вань? Мне что ты потом предлагаешь Молотом по коленкам хреначишь Ну, короче, что решаете-то Все, пошли отсюда Подожди Пошли Он сделает все Дин Ну, ладно Вы между собой тут разберитесь Пока там Договаривайтесь Можно я заберу пока Я никого пытать не буду Ясно? Я тебе не фашист У меня он дед Три года партизанил Че ты истеришь-то, а, Самсонов Кто тебя заставляет пытать-то Мы так его припугнем И все Он же хлипкий Сразу расклеивается Это нужно установить в комнате Аникеева Это просто Он на липучке Лепите где-нибудь на уровне головы В неприметное место И все Как я это сделаю? Он все время в комнате Но он же выходит В туалет Душ принять На кухню Мне что, его кураулить, что ли? Я вообще этим никогда не занималась Что я здесь делаю? Хорошо Хорошо, давайте я попробую Это образец Ваш Вот Это презерватив Там внутри такой же жучок Марина Сергеевна Упаковка маскирующая Не вызывает подозрений Есть у каждого У меня нет Сочувствую Или завидую В зависимости от причин Иди, Бабкин Ты иди уже Да ладно, что-то знаю Пожестче сразу Чего ты стучишься? Так, иди Да Здорово Привет, Сарсончик Чего хотел? Такое дело Нам квартиру дадут Здорово, поздравляю С ним ездили, смотрели Только нужно, чтобы ты это Замус Своему Деньги отдал, Аркаша Какие деньги? Ну, твои Ну, народные А Так же народными к народу Шутишь? Не, правда, Аркаша Ну, скажи, где деньги Ну, понимаешь, они просто Меня наняли, чтобы я Это из себя информацию вытащил А серпенко, что ли, нанял? Тебя? Ну, а если я и не скажу, то что? Ты мне ухо отрежешь? Ну, допустим Самсон Ты посмотри на себя Ты же добрый, хороший человек Чего? Он тебе палец сломал Что, забыл, что ли? Ну, ты тогда был на взводе На эмоциях Я тебя обманул И ты был прав Но теперь все изменилось, Самсон Я тебя полюбил Ты мой друг Ну, хочешь, я тебя тоже в жопу поцелую Ты не надо мне никуда поцеловать Надо Сказать, где деньги Знаешь, где деньги? Денег нет, Самсон Я их на бирже проиграл И потратил Ну, ты что, Аркаш, не понимаешь, что ли? Ты что, очканав? Блин, мне тебя мучить придется Твою что, мать Где ты слов таких понабрался? Мучить Детские такие Ну, давай, мучай, Самсон Вот он я перед тобой мучий Давай Ладно А нельзя никак отменить это заседание Ну, как я его отменю? Дескать, прокуратура постановила Лютик, Лютик, Лютик Фу Что ты там делаешь? Лютик, стой Дилия Олегович, пожалуйста Ну, раздражает, честное слово Вы можете мне послушать хотя бы две минуты? Да, конечно Стоп, подождите, сейчас, секундочку Лютик, ах ты Ох ты Лютик Ну, где же ты это находишь-то, Лютик, а? Илья Олегович О, боже ты мой Я не могу с тобой здесь гулять целый день Боже, что он съел? Что это за вонь? Простите Это собака дочери Я с ней гуляю пока Да подожди ты со своей собакой Ты мне Аникеева оставь лучше под домашним арестом Павел Юрьевич, я бы оставил Но этот Мишкин нас просто раскатал Там столько процессуальных нарушений, что Мы же все на скорую руку делали Если там как следует покопаться, то Да не волнуйся ты насчет этого Мишкина Работаем мы с ним Ты главное Меру пресечения не меняй Сказал Ну, ты его напугал? Конечно, напугал Ну, и как? Да ну, я ему что только не говорил Я вообще ему сказал, там, я тебе ухо отрежу Я тебе там ложкой голос выковырю Сидит, лыбится Ну, а что-то вот с этой вот интернадцей Я ей пугал, что ли, его? Нормально, я его пугал, нет Сурово Вот она квартирка, вот Самсонов, понимаешь? А ты ничего сделать не можешь Какой-то детский лепет несешь Что ты вообще предлагаешь, чтобы ему ухо по-настоящему отрезало, что ли? Такая умная Умная, скажи, что сделать, я сделаю Что? В общем, вот, месяц уже встречаемся Кувыркаемся каждый день по три раза Надоел уже А как вы с ней познакомились? Да это она со мной познакомилась Кругиво, как меня нарезало, как акула Да ладно, будет у вас еще Какие ваши годы? А ну-ка, дай посмотри Тихо, тихо, тихо Внимание, Самсончик вот с этой тёлкой мутит Да, лови О, кому стираешь, Самсон, нафиг ты и сдался Это ты, нафиг сдался А я сдался Ее Лёля зовут Да, вот кого Лёля зовут Вот это вот Лёля А вот это Ляля Пошёл ты Там завидно просто О, ну раз ты такой крутой Может это, может познакомишь нас Давай к Димону на вписон сегодня приводи ее Да, натуре, приводи ее Она у меня не такая По впискам не ходит А, конечно Как она ходить-то будет? Она же рука Короче, Самсончик Либо ты приводишь ее сегодня к Димону на вписон Либо у тебя новая кликуха Она нюга Попадос Занял ванну на 20 минут Ладья Викторовна, не занимайте Я из вас вернусь Вот их встреча Что вы здесь делаете, женщина? А я измениться зашла За что это? За вчера она говорила вам лишним А, да Вам должно быть стыдно Мне стыдно Я пойду Стойте Стойте, какая-то вы фальшивая сейчас Да что? Что вы делаете в моей комнате? А? Что-то мое взяли? Нет Ну покажите руки Нет Что у вас за спиной? Ничего я не брала Покажите Вот Правую руку Мне что, выкручиваете ее? Ну? Вот Ах, вот оно в чем дело Да нет Это не то, что вы подумали А что тут думать? Все понятно Вы одинокая женщина Вам захотелось секса с альфа-самцом Это нормально Понимаете Я бы рад вам помочь Но Я привык к женщинам более высокого класса К сожалению, вы не в моем вкусе Да и презервативы, если честно, я не люблю Понижаю чувствительность Так что Извините Не живет Это, кстати, ко мне Мишкин пришел Я прошу прощения Дела Поищите где-нибудь в другом месте Да Добрый день, Аркадий Борисович Здравствуйте Вы кто? Я Данила Головкин Ваш Аввокат В смысле? А Мишкин где? Я не знаю Вам Полагается Бесплатный Государственный адвокат Полагается Так вот Этой я Секунду Ну-ка, иди сюда, Мишкин Андрей Васильевич Аникея беспокоит Послушайте Здесь какое-то недоразумение Ко мне прислали Бесплатного адвоката В чем дело? Работайте с ним Я вынужден вернуться в Москву Что это значит? Вернуться в Москву По семейным обстоятельствам По семейным обстоятельствам Не звоните мне больше Хорошая городишка Твою мать А мне что, уйти? Проходите Благодарю Это сувенир Из Синезерской Это монахи Они пытались защитить монасты И их жестоко убили Это намек Я понял Я слабый, но не тупой Дин Смотри, что нарыл О, жуткая штука Удочку Первый раз вижу, чтобы людей удочкой пытали Тут еще один Спокойно можно пытать Здесь леска, крючок Если вообще зацепить за губу, как рыба Разорвет нафиг Ну это ужасно больно Самсон, я не пойму, ты квартиру не хочешь? Я удочку хочу, и чего? Что, нельзя и то, и другое что хотеть? Нельзя А если не будет этой квартиры? С таким настроением, конечно, не будет Прекрати Будет квартира Ты обалдела что-то Ну чего мы это покажем, а не Киева Он сразу штаб не наложен Ага Так, мы не шутим Понял? Давай еще инструмент пострашнее О Смотри И дешево, и сердито Заодно ветками дворе постригу Ас-с-с-с А свидетели у обвинения Надежны Про процессуальных нарушений Я не нашел Так что шансы На подписку Не в выезде У вас Отсутствуют Скажите, а вы всегда так разговариваете? Да? Я за А зайка? Так вы же профнепригодный Это взгляд-то От дилетанта Г-главное в нашем деле Это умение Работать Документами И с Связи И вообще я Могу уйти Послушайте, сядьте Сядьте А мне за вас гроши платят Так ладно Что делать будем, Головкин? Как будем строить нашу защиту? Предлагаю Чисто сердечное признание Дадут Всего Восемь лет Ты что, смеешься надо мной? Какие восемь лет? Ну это же Гораздо лучше, чем Да Двенадцать Согласитесь Кто судья? Председатель Горсуда Берг? Илюша? Илья Олегович Так это же мой сосед Это же мой сосед Одну секундочку Сейчас мы тебя отмоем Будешь у нас чистенький И вкусно-вкусно пахнуть Да И больше мы этому садисту Не дадим с тобой гулять Софочка Ну я Всего лишь на секундочку Отвернулся А ты всегда На секундочку отворачиваешься А если он отравился? Он вообще-то у него Желудок слабый Да не отравился Он, это зверь У него иммунитет Это ты, зверь Судья Берг Слышу Алло, Илюша Здравствуй Здравствуйте Это Аникеев Я узнал Что вы хотели А что ты такой неласковый? Не по-соседски как-то? А мне с вами вообще Общаться нельзя Подсудимый Всего доброго Постой, постой Не клади трубку Послушай, у меня для тебя Есть деловое предложение А что если ты меня выпустишь Под подписку о невыезде И ты мне больше Ничем не обязан? А, интересно Я тебе и так Ничем не обязан Да ты что А кто твоей маме Квартирку сделал По программе Доступное жилье? М? Кто? А моя мама и так Имела право На эту квартиру Потому что она Пенсионерка Да здесь полгорода Имели право В очереди Да она не стояла Ну, значит Это вы Не доглядели Как же так-то? Человека в очереди не было А вы ему квартиру дали Это не порядок Ах ты говно неблагодарное Послушай, Илюшенька А что вот Если вот эта информация На суде всплывет? А? А я тогда тебе Еще пару лет впаяю За махинацией с недвижимостью Вот А Лютик Лютик Шок Шок Простите Я просто очень нервничаю Вы К 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 Чередняков По блату раздавали Слушайте, Даниил Я 15 лет стою Очень хорошо Я прошу вас Уходите, пожалуйста Мне очень нужно подумать Уходите До свидания Я с вами свяжусь На, Нина Да ладно Даня Данька Головкин Господи Вань Это Данька Головкин Помнишь его? Конечно помню Школьного твоего Романова Вань Иди Сейчас я приду Слушай Ну сто лет не виделись Да? А девятнадцать Да? Угу Слушай, ну ты прям такой стал Расцвел А ты тоже А не изменилась Ты такая же Красавица Красавица Спасибо, спасибо Заикаешься меньше Ой, извини Я не хотел Больному А ты что здесь делаешь? А я А я Да, да Адвокат У этого Аня Адвокат Здорово Здорово Не, ну идешь Я здесь Давай, не дуй сейчас Ну давай Пока Ну да, Аня Давай Лёля Лёля, это проще парина репа Смотри Приезжайший к нам в парк Там девочка гуляет Толстенькая С собачкой Каждый день С трех до четырех Собачка маленькая Добрая Аркашенька, ну это же бред Не буду воровать собаку И все И у судьбе Да это не воровство Послушай Это Это абсолютно безопасно Ты же помнишь Оградки там невысокие Охраны никакой нет Ну все От кого можно охранять Живут в этом поселке Лёля Нет, ну я же сказала Нет, Аркаша Ах ты овца Лёвечка Ты может быть забыла Кто тебе квартирку справил По программе Доступное жилье Забыла? Ты в себе вообще? Я на эту квартиру Честно насосала Милый мой Пупсик Ну войди в моё положение Ну мне Ну мне Ну мне хана Послушай Ну все вокруг твари конченые Ну ты, любимая моя Помоги мне Ты слышишь? Нет, котик Ну нет, нет Я всё понимаю Я не буду воровать собаку Ну Я всё для тебя сделаю Малыш А хочешь, я сейчас тебе приеду Мы потрахаемся там Да хочу Ну не сейчас Только Ну ладно Ну ты чё, как там надумаешь Звони Давай, целую Целую Сам На, твою Надеюсь Вы не обиделись на меня За отказ Вы здесь собираетесь Кофе пить или у себя А вам какая разница? Просто не хочу Находиться с вами В одном помещении Да вы что Тогда, конечно, здесь Тогда всего хорошего Маринечка, здравствуй Эдик, я... Пожалуйста, не гони меня Эдик... Пожалуйста, я прошу тебя Я знаю, что я виноват Но я не могу вас просто так оставить С Лёшей Эдик, я прошу тебя Я вот... Смотри, это электрогитара Для... Для Лёши Вот, пожалуйста А тебе, между прочим, я взял Эдик, я прошу тебя Чилийское вино И вот Вот ягоды Ты знаешь, мы можем Прекрасно сейчас Эдик, я... Пожалуйста, я... Уходи, пожалуйста Я прошу... Ну послушай, Марин Это что такое? Это не то, что ты подумал Что значит это? Не то, что я подумал Я как раз... Это... Это то, что я подумал Это что, для меня? Подожди, но для меня это... Мы никогда с этим... Никогда и... Все, уходи Что значит уходи? Я... Я требую объяснений, Марина Каких объяснений? Я... Как? Я что, жена тебе, что ли? Это что? Я знаю, что я виноват Но это... То, что я... Ой... Эдуард Валентинович, здравствуйте 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 Ничего, мы здесь с Мариной... Ничего Боже мой Так вы... Это... Подождите, а... А Алла Евгеньевна как же... Что значит Алла Евгеньевна как? Послушайте, оставьте в покое мою Аллу Евгеньевну И не надо лезть его в нашу личную жизнь Послушайте, а вот этот... Вот этот ваш... Это... Это ваш бастард Нет Закройте свой грязный рот Да, пожалуйста Так, нет, подождите Я не понял А зачем же вы тогда приперлись ко мне с этим... По резервативам Затем Затем, что Марина... Как приперлась Да подожди, Марина Это что это? Это... Это для него? Марина Как же так, Марина Как же так? Подождите вы Послушайте, мы требуем объяснений Мы требуем... То есть... Я требую Вы вообще... Эдик Я хотела тебе изменить Так... С ним Чтобы отомстить Прекрасно Ну, он оказался слишком мерзкий Я передумала Я оказался мерзким? Так... Марина, послушайте Это я вам вообще-то отказал Я не желаю больше этого всего слышать И видеть Я ничего не хочу Не слышать, не видеть Все Я ухожу Эдик, подожди Ребенок ни при чем Передай, пожалуйста, это Алексею Подожди, Эдик Нет, нет, передай, пожалуйста, Алексею А вино С фруктами... О, кстати, это вот как раз Сейчас вам это... Это вам сейчас необходимо Эдик, подожди Я прошу тебя Я прошу тебя Я не... Я все так поняла Эдик Меня отошли Меня отошли Меня отошли Меня отошли Эдик, подожди Отдайте сюда Ворюга Сюда еще не было Ворюга И, между прочим, я такой шмурдяк не пью Сам и вы Ворюга Ну, и что это такое? Чего? При тебе же все покупала Да и не про это Я не понял, какого рождения Ущербный нарисовался? Какой? Какой-то Такой мне Даня, что ли? Он же адвокат, а не Кеева Не знаю, там Даня, Данюша Как у вас там? Ой, привет Нет, это такая стала Какая красивая Ой, Даня, ты совсем перестал Заикаться Что, придурок, что ли, Самсонов? Он мой одноклассник Одноклассник, ага Я вообще не понимаю, как с ним могла Чего могла? Чего-то вот Он мне как подружка был Подружка, знаем таких подружек Я тебе серьезно говорю Еще раз здесь появится И мне только заикаться будет Он мне ссать под себя будет в постельной Вот Чего? Ну, вот с таким настроением И надо идти к Кееву-то Паяльник проверь Чего пригорелился Кружок, а че милые ручки Не называйте меня так В чем дело, боец? Да из-за этого Ваша Люля Теперь меня весь класс Называет Ананюгой Не понял А Люля здесь при чем? Да при всем Ну что, есть что-нибудь? Не Надо все-таки было с бабкой работать Анатолий Иванович, может пиццу закажем? Куда сюда? Сушки ешь? Ненавижу эти прикрытия У меня от них запор Лапшички рубани Вот желудочную посадить Спасибо Открой Все, я не могу У меня не получается Да это легко Схватил собачку и побежал Толстая девочка тебя не догонит А Люля пойдет с тобой на вечеринку Я с ней договорюсь Славит Я не буду крыть собаку Послушай, мы ее вернем Это плевое дело Это розыгрыш Не больше Нет Ну Нет так нет Слушай, эти Детские клички Они такие прилипчивые Помню, когда мы здесь жили Вот по этой кухне бегали И твой отец, кстати Как-то сказал Эй, очканавт Вот так на всю жизнь Очканавт А вот в твоей ситуации Я совсем не позавидую Вот представь Человеку 40 лет Жена, красавица Дети, бизнес Все хорошо А его по старинке Все зовут Ананюгой А, привет, Ананюга Как дела? А услышали? Ананюга новую тачку купил Да ладно Да А, вон, смотрите Ананюгин Порш поехал У Ананюги сегодня день рождения Надо поздравить Да, давайте поздравим Ананюг Хэппи бёздэй, Ананюга Хэппи бёздэй Ладно Давайте ваш адрес А вот это молодец Ладно ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да? Я тебя предупреждал. О чём предупреждал? Я же везут. Да в чём дело? Ну, себе позволяешь, ты. Самсонова, вы что творите? Ну, хватит. Я прошу вас, шутка затянула. Кок, 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 самсон, кок, самсон, ну, не надо, я прошу тебя, ну, не надо, самсон, самсон. Ну, вы что, вы чокнулись оба? Хватит, я прошу вас, хватит. Бабки где? Я тебе ещё раз говорю, у меня нет никаких денег, слышишь? У меня нет, я клянусь тебе, я клянусь. Клянусь, включай паяльник. Да нет, у меня никаких денег. Ну, вы слышите меня? Спрашиваю. Последний раз, где бабки? Самсонов, ну, ну, вы очнитесь, вы придите в себя. Я понимаю, что вам ещё не хочется квартиру, ну, вы же нормальные люди. Вы о детях своих подумайте. Послушайте, вас за это непременно посадят, вас посадят за это, а ваши дети пойдут по кривой дорожке. Соседи! Проводите соседей! Пожалуйста, убивают, убивают соседей! Господи, не слышно ничего. Соседа рёт, будто его пытает кто. Да. Угу. Понял. Я хочу у вас чай. Да вы попробуйте с сушками, очень вкусно. Всё, я пошла. Сева! Присядьте. Да, спасибо, Михаил Михайлович. Всё, давай, есть. Ну вот, само всё разрешилось. А Никеев едет в суд, его не будет часа два. Вы спокойно всё сделаете. Угу. А дальше? Я не мотахаре, я к этому не приспособлена. Да, кстати, чуть не забыл. Это вам. Что это? Это ваш аванс. Вот и ведомости расписаться надо. Вы что, меня покупаете, что ли? Да никто никого не покупает. Это заложено в бюджет операции. Прошу. Хорошо. Значит, вот куда идут. Деньги, налогоплательщиков. А науку, конечно, пусть умирает. Марина Сергеевна. Дверь откройте. Надо было бабку брать. Успокоился? Успокоился. Успокоился. Где бабки? Самсон, ты дебил. Я тебе говорю, у меня нет никаких денег. Вас разводят. Ну всё. Стой, стой, подожди. Нет, 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 не надо, не надо. Мне больно. Я сжимаю. Я сейчас сжимаю. А у меня палец трещит. А у меня тогда не знаю. Боюсь. А, Господи. Ты что сел-то? Ну всё, ну. Да что всё-то? Да что всё-то? Ты даже ему там не зажал ничего. Да что ты орёшь-то? Ты не сделал ему ничего. Ты что, дебил, что ли, Вань? Он только начал бояться, а то остановился. Блин, ну что мне палец ему откусить, что ли? Мы договорились его просто напугать. Что? Вань, ты что, дебил? Вот зачем ты сейчас это при нём сказал? Теперь он уже всё понял. Жди сразу, говорит, что план тупой. Так. Фух. Я всё понял. Шутка затянулась. Развяжите меня, пожалуйста. Развяжите. Слышите? Правда, я не могу. Самсон, развяжи меня. Я устал. На чём стоять? Не, ну. Самсон, развяжи меня. Не слушай её. Развяжи меня. Послушай ты, очканавт, если он тряпка, то я нет. Тебе будет сейчас так больно. Тебе так больно никогда не было. Я медицинский работник, и я знаю все нервные окончания. Да, всё, мне уже очень страшно. Я уже очень страшно. Я обоссался от страха. Так, быстро развязали меня. Самсон, у меня сегодня ещё в суд идти. Развязал меня быстро. Отвали. Если ты думаешь, что это шутки, то ты ошибаешься. Вот это скальпель. И этим скальпелем я тебе сейчас отрежу ухо. А, а, моя ухо. Ухо отрезает мне ухо. Больно, больно мне ухо отрезает. Вы два лузера. Скажи своей жене, ты дура. Ну-ка, развязала меня. Быстро. Убери скальпель. Ну, ладно. А, 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 что это? Тёплая? Это кровь? Это кровь? А, 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 а. Анатолий Иванович, тут какая-то доставка крутая. Пишут, доставим за 10 минут. Если опоздаем, пицца бесплатно. Может, закажем? Я выйду на угол. Встречу. Нельзя. Не по инструкции. А как же тогда в Омске? Тоже не по инструкции. Тогда был мой дыре. И мы были пьяные. Мы с тобой тогда договорились. Первый, последний раз. Тьфу ты, чёрт. Мы же и... Открой там придурок. Открой! Ага. Здравия желаю. Как вы тут? А я вот вам чаю с сушки принёс. О, спасибо. Да. Нормально у вас тут. Просторно. Прикольно, маскировочка. На дворников похожи. Лейтенант, а вы не знаете, что мы на задании? Что к нам без предварительного звонка нельзя являться? Да всё нормально, не парьтесь. Я по делу. Я-то что подумал? В группу к вам хочу. Нет, это невозможно. Это почему? Потому что мы из разных управлений? Ну, например. А, понятно. Это потому что я карлик? Нет, это потому что ты негр. Да пошли вы, козлы московские. Стоять! Всё чисто. Теперь иди. Остановилась там кровь уже. Да остановилась давно. Да там нет вообще ничего. Да как там нету ничего? Кровище сколько там? Граммов триста, наверное, вылилось. Не задуши меня. Ольгыш, держи. Ты сейчас горяченького щека хлопни, тебя сразу полегчает. И на бутер налегай. А не с вареньем тебе сейчас глюкоза как раз хорошо. Это дай... Ну что, садись. Как вы могли вообще? Живого человека ножом резать, дай очки его ей. Извини, извини, пожалуйста. Ты тоже провоцируешь, мог сказать, где деньги-то. Так, всё, прекращай. Блин, ну ты всё сказал, чеки, где-то у него деньги. Это что, абрикос? Абрикос? Я ненавижу абрикосы. А есть у вас малина? Нет. Малина, нет? Слушай, я тебе вишню вот жем есть. Будешь? Да. Ну тащите вишню свою. А вы ему ещё жопу мёдом намажьте, а то он у нас недостаточно счастливый. Ну что, признался? Ах ты, Самсон. Я хочу, чтобы он ушёл. Всё, Аркаш, подожди. Почему ты такое делал? Какое? Там у нас как-то всё немножко не так пошло, и ни на кому реально уху чуть не отрезало. Ну и что, он должен был страдать, а вы должны были получить информацию. Не, ну, просто не так легко от живого человека-то пытать. А что здесь сложно? А-а-а-а! Да ты... Убежок, руку, пришок! Сука! Да мы его только что испокоили! Развяжите меня, кретины! Ага! Хлебала, заверни бубликом! Я с тобой в одном доме не рос, понял? Я тебе в секунду челюсть на бок свяжу. Тогда тебя мои охранники покалечат, дурак. А я ментам скажу, чтобы меня донял человека пытать. Ну и не видать тебе квартиры тогда. Да, ну и застой себе в жопу, понял? Квартиру свою. Понял. Эта мазь при ожогах, она с обезболивающим. Да ни хрена она не обезболивает. А че это вы здесь? Да ничего, сынок. Все нормально. А че это ты в квартиру-то принес? Дядя Аркаша попросил. О, видишь, Аркаша, собаку принеси тебе. Слушайте, а мне нужно одному остаться. Оставьте, мне нужно сосредоточиться. Хорошо, давай, пойдем. Сосредоточиться. Давай собаку. А Лёля? Все будет. Да будет твоя Лёля, я сказал. Иди, иди. Обещали. Иди, иди. Людик. Тиклётик. Пам! Тиклётик. Тиклётик. Что, гнида, испугался? Я сейчас выду отсюда. Я тебя в асфальт закатаю. Опарыш. Что, Аркашенька, ты до сих пор не понял? Ты отсюда не выйдешь. Да что ты говоришь? Смотри сюда. Вот так вот. Посиди-ка потихонечку. Полина, доченька, я тебя прошу, я умоляю, ну не плачь ты. Сердце не разрывай мне. Найдем мы Лютика. Нет. Это ты виновата. Я тебе давно говорила. Лютику надо встарить чип. Все, все, все. Найдем. Найдем Лютику. Алло. Алло, Илюша. Илюша, это я. А ваш Лютик сейчас у меня. А? Лютик. Это ты, что ли? Да как ты посмел, а? Это собака маленькой девочки. А ты мне выбора не оставил, Илюша. Это только между тобой и мной. Семьи это не касается. Это не по правилам. Это где же ты такие правила вычитал? В крестном отце, что ли? А знаешь, что я сейчас Лютику дам? Лютик, Лютик, Лютик. Я ему дам курицу. Только не курицу, я прошу тебя. А потом копченую колбаску. Ты садист. А потом, когда Лютик продрыщится, его пронесет, я его вымою. Хозяйственным мылом вымою. Ты монстр, Аркаша. Чего ты хочешь? Ты знаешь, что я хочу. Я не могу выпустить тебя под подписку о невыезде. Илюша. Софочка, сядь, пожалуйста. Илюша. Софа, сядь! Иди сядь! Послушай, Илюша, мне терять нечего. Если я не выйду под подписку, Лютику отрежут голову секатором. Здесь есть один бомж во дворе. Игорек. Ну, папа! Полиночка, Лютику отрезали голову. Не плачь, доча. Не плачь! Все, хорошо. Я тебя выпущу. Только собаку не трогай. Вот так. Вот так. Никогда не сдавайся. Никогда. Сегодня я выйду отсюда. Под подписку. Под подписку, под подписку, под подписочку мою. Под подписку, под подписку, под подписочку. Так, давай повторим. Я твоя челка, мы все время занимаемся сексом. И у тебя в трусах ракета. Ракета лишняя. Не, очень хорошо. Про ракету вставляем точно. И этот, как его? Я все время у тебя спрашиваю. Можно то, можно это. И через 10 минут я говорю, что поехала все выдавать к сексу. И сваливаю. Да не ссы, все будет хорошо. О, ребзя, Самсон пришел. Знакомься, Дим, это моя девушка Лёля. Всегда мечтала познакомиться с друзьями моего бойфренда. Я не могу просто. Хочу его постоянно. А что, выпить есть что? Только пиво. Ох, дети, а. Ну, пиво так пиво. Забыла. Милый, можно я выпью капельку пива? Да. Да. Спасибо, малыш. Привет. Привет, привет. Всем привет. Ну, что встали-то? А что, бухаем, что ли, или как? Суд учел новые обстоятельства дела, а именно то, что фактическое место проживания подсудимого не совпадало с адресом его регистрации. Кроме этого, учтено то, что конфликты с соседями непосредственно угрожают здоровью и психическому состоянию подсудимого. На основании изложенного и руководствуясь статьями 389.20, 389.33 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд постановил апелляционную жалобу Аникеева Аркадия Борисовича удовлетворить постановление Синеозерского городского суда в части меры пресечения в отношении подсудимого Аникеева Аркадия Борисовича изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Требую тишины. Уважайте суд. Ну вот, все возможно. Это, говоря, на данный момент невозможно. Ваша честь, обвинение обращается с ходатайством о приобщении к делу нового материала. Какого еще материала? Это еще что такое? Понятия не имею. КОНЕЦ 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 Да, 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 конечно. Спасибо. Извините. Развивите меня, пожалуйста. Давайте я вас забежу. Буду вам очень признать, она тут затек совсем. Где же она? Надо развязываться. Да, 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 оставься, сзади лучше. Где бы вас подцепить? О, спасибо. Ноги, ноги, ноги. Сейчас, сейчас. Ноги. Ой. А то. Ой. У вас упало оттуда. Да. Смотри, с Аркашей уже сориентировались, да? А? Ну. Я понял. Извините. Смотри. А ты у нас кто? О, заработала. Ну вот, а ты говоришь, бабка. Ладно, звони свою пиццу. Заказывай. Короче, верить на слово нельзя никому. Поняли? Нужен штамп в паспорте. Или счет. Потому что, потому что они все, вот все кидалы. Я вот так два года убила. Любила так сильно. А у меня вот, кроме квартиры и брюликов, у меня вообще ничего не осталось. Его посадили. Нет, не сиди чуть-чуть. А у нее, может, сиськи уже скоро обвиснут. И что делать? А что ты смотришь? У тебя тоже обвиснут. И у тебя тоже. У тебя даже раньше, чем у нее обвиснут. Малыш, может, тебе хватит уже? Что? Кто ты такой? Я твой бойфренд? Слышь, ты, задрот. Что с такой девушкой, как я, никогда в жизни не будет. Понял меня? Потому что ты низкоранговый самец. Понял? Просто бывший мой попросил, чтобы я подыграла ему. Ну, этому. Ой, сейчас что-то я выпила. Мне сейчас так грустно стало. Кошмар. Рубай музло свое. Аранюга. Прошу внимания. Открылись новые обстоятельства по другому делу. Махинации с недвижимостью по программе «Доступное жилье». Как выяснилось, гражданин Аникеев подозревается в совершении преступлений, попадающих под действие части 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Махинации с недвижимостью в особо крупных размерах при использовании служебного положения. По совокупности открывшегося я вынужден отменить свое решение. Мера пресечения остается прежней. Увести. Как? Ты... Ах ты гадина! А как же... А как же адвокатская тайна? В жопу от тайны. Моя мама 15 лет по этой программе в очереди стояла. Царство... А как же Лютик? Как же Лютик? Как же Лютик? Заседание суда объявляю закрытым. Давай, давай, бегом! Выходи! Так, разупьтесь. Это полный недороген. Оставьте меня в покое. Это какая-то ошибка. Отойдите. Аркадий Борисович! Аркадий Борисович! Отойдите. Без комментариев. Без комментариев. Спасибо. Отойдите в машину. Ага. Ой, здравствуйте, Аркадий Борисович! Ну что, выпустили вас? Архаша, если с моей собакой хоть что-то случилось, я тебя похороню, сгнаю в тюряне. Илья Олегович, ничего с твоей шефкой не случилось. В коммуналке она у него. Поехали! Сейчас! Сейчас! Спасибо, господин Сильев. Не за что. Ты такой смешной, Тузя! Тузя, голос! Ну, Тузик! Гав-гав-гав! Тузик, давай, встаем! Тузик, мне надо раскрутить свой влог. Тузика все любит, да? Кто такой сладкий? Кто такой сладкий? Тузик! На голову еще посади себе. Конечно. А у меня гитара. Смотри, отчасти не уписайся. Мам! Вы так и берете чужой беспрос, да? Помолчите, пожалуйста. Не видите человеку плохо. Ешь. Три комнаты. Кухня, ремонт. Блин, нет, ну, что мы могли сделать-то? Что мы? Мы. Ну, тебе надо было как-то, я не знаю, как не мужик прям. Такая интересная. Ну, выйди тогда за какой-нибудь бандюг, который там паяльник в задницу засовывает. все, успокойся уже. Успокойся. На часы-то смотрим. Я что-то буду открывать? Папа, вот это он Лютика украл. Собака где? Отдай Лютика. Отец, где? Так, Славик, это кто? Что случилось? Это ваш сын. Он украл нашу собаку с целью шантажа. Собаку? Папа-то дядя Аркаша попросил, я не специально, правда, я не... Ты что, дебил, что ли, а? Папу! Лютик, Лютик, Лютик! Между прочим, я председатель суда. Отдай собаку! И вот это вот, статья 115-я, рукоприкладство в семье. А вот это вот статья, 163-я, часть 5-я. Так что скажите спасибо, что собака нашлась. А то бы ты мигом загремел в колонию для несовершеннолетних. А вообще-то я еще не решил. Может, я этого так и не оставлю. Доча, пошли. Че, Вань? Ты что, решил из моего сына уголовника сделать? Не понял. Че ты не понял? А че ты не понял? Ты че не понял? Я тебя утрою, гнида! Подожди, Самсон, послушай! Просто послушай! Иди сюда! Горжу! Горжу! Борис! Не надо! Взять! Всю страну-то дождали уже! Тварь! А ну, шагай! 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 Аж! Шагай! 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 Ай! Мужчина, вы меня слышите? Смотрите на меня. Не нужно, не нужно двигаться. Спокойно. Спокойно. Сейчас. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Не надо самсом. Самсом, дай, пожалуйста. Не надо самсом. Не надо мне бочеволя. Я не скажу. Я не скажу, где деньги. Нет. Постой, Паша. Постой. Убери паяльник. Не надо. Я только не туда. О, как горячо. Ой, как горячо. Ой, только не туда. А-а-а-а. Паша, Паша. Позволочь. Нету. Нету денег. Паша, 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 Паша. Куда едем? Не в Брестоль. Пятьсот. Поехали. Ну что, где? Да тут рядом, за углом, чебуречка. Совсем кошмар? Да нет. Если с ногами залезть, то ничего, нормально. Я слышал, у америкосов прямо в тачках биотуалеты. Что, прямо тут? Это же отвратно. Да, лучше в позе орла, в чебуречной. Что у нас там? Без изменений. Врубай. Слушайте. Не надо паяльник. Не надо паяльник. И так всю ночь. То его в тюрьме насилуют, то со скалы в море кидают. А где деньги не сказал? Говорит, не скажу и все. Уже раз пять умер, ничего не сказал. Вот партизан. Ну ничего, дозреет. Через пару дней в Москве будем. А ты куда? В чебуречную. Подожди. Я только что вернулся, слишком много хождений. Товарищ майор, я сейчас обделаюсь. Ждем 15 минут. Сел. Не надо, ребята. Не надо паяльник. Кровь. Кровь у меня клещет. Ухо мое. Ухо. Между нами тает лёд. Пусть тебя на снега не найдёт. Ну я знаю. Ну? А я тебя узнал. Ты зажигалки стриптист танцевала, да? Ну это ж ты. Ну и? А меня не помнишь? А? Артурик. Ну? Я к вам часто приходил. Волосы, волосы у меня ещё были короткие такие. Извините, нет. А что, в Москву перебралась, да? Куда вы меня везёте? Да нормально всё. Не переживай. Поедем сейчас в сауну, посидим, покайфуем. Станцуешь для меня, а? Послушайте, Артурик. Я, во-первых, уже давно не танцую. А во-вторых, даже когда танцевала, в сауну не ездила. А ещё я приехала к очень серьёзному человеку. И он меня ждёт. Чего же этот серьёзный человек тебя не встретил? Не боись. Тебе понравится. Машину останови, баран. Ты чё такая терзкая? Я не понял. В Москву переехала, крутая стала, да? Со своими уже не хочешь? Не хочу. Придётся. Узнаюсь, и не Озёрск. Ладно, Артурик, чёрт с тобой. Послушай, только я, правда, опаздываю. Поэтому, если хочешь, давай лучше где-нибудь здесь, а? Чё, серьёзно, что ли? Серьёзно. Зачем нам в сауну ехать? Давай вон, по чёртов мост. Вот это дело. Ты ко мне по-человечески, и я к тебе по-человечески. Отлично. Обратно бесплатно отвезу. О, супер. Чай? Да. Больно! Почему меня все бьют в этом доме? Постарел. Это кто? Это молодёжь. Ничего, кроме своего Баскова, не знают. Это же Лещенко. Звезда. Он меня, между прочим, кадрил после концерта. Целовались с ним. В Москву звал замуж. А в Париж у вас, Ален Дело, не звал замуж? А я выскочила за своего Гришка-алкаша. А теперь меня с ним рядом и похоронить не хотят. Да потому что там за взятки всё. Да какие там взятки? 150 тысяч рублей максимум. А тебе этого мало? У меня пенсия 12 тысяч, чтобы ты сдох, Аркадий. Так и сдохну скоро, всем вам на радость. И по делам тебе икру мою сожрал. Коньяк выпил у нищей старухи. Я же вам сказал, верну всё. Какая вы жадная женщина. В гроб к тобой икру не положу. Да лучше в гроб, чем тебе. Доброе утро. Я даже не позавтракал. Меня здесь бьют, между прочим. Вот она. Заберите её. Аркадий Борисович. Ладно. Говно, человек. Клавдия Викторовна, здесь же ребёнок. И мы все завтракаем. Ну и вы все говно. Чтобы вы подавились. Ах так? Телевизор, между прочим, наш. Куда? В сети очень быстро набирает популярность ролик, в котором житель Синеозёрска Иван Самсонов выбрасывает в окно мэра нашего города. Самсон, как его называет Аркадий Аникеев, обвиняет проворовавшегося мэра в том, что это он развалил страну, и из-за таких, как он, люди не могут жить по-человечески. Ролик набрал уже несколько миллионов просмотров. А теперь, к другим новостям. Прошу, присаживайтесь. Аккуратно. Позвольте, поудобнее вам сделать. Так лучше? Ну, по-моему, здорово. Сейчас сколько кобыл в аппараде? Извините, пожалуйста, я сейчас работаю с клиентом. Самсонов! Ты так покурить вышли? Пошли, у нас очередь подходит. Слушай, нет, смотри, какой аппарат, а. Тест-драйв можно сделать. Молодой человек, а что как на тест-драйв записаться? Тест-драйв у нас для постоянных клиентов Синекар. Что, я тоже могу быть постоянным клиентом? Постоянный клиент гастроном, ну, пошли. Юля, я перезвоню. Вас убью уже. Какой же ты, а? Какой же ты? Так сделай вот побыстрее, да? Тихо, Миша. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Слушай, я обалдю я тебя, ну. Дай нас за ним сиденье. Да. Давай. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Ух, давай. Эй! Стой! Слушай! Подожди, открой! Слушай, ты знаешь, что я? Я тебя поймаю, ты слышишь, что я? Я тебе говорю! Слышишь меня? Меня все в городе знают! Я тебя поймаю! Подожди, слушай, до города доеду с тобой, я тебе сказал! Давай осторожно, блин! Сука! Аникеев доставлен! Пускай подождет. Аникеев! Сядьте здесь, вас вызовут! Ты что здесь делаешь, дефективный? Я ваш от... После вчерашнего? Как ты бессовестный, лексический инвалид! Был не прав, простите! Я хочу закончить начатое... Чтоб мне еще десятку припаяли! Свали отсюда, скотина! Я не могу! А что такое? Отлично! Вон, пошел отсюда! Хорошо! Я люблю женщину, живущую в вашей квартире! Клавдию Викторовну, что ли? Марину? Юлю? Ты педофил, или нет? Нет! Ах ты развратник! Она же замужем! Я влюблен в нее с первого класса! Прошу оставить это в тайне! В тайне? Я тебя, сука, не просил кое-что в тайне оставить? Короче, я сегодня же расскажу все Самсону, что ты катишь яйца к его жене. Он тебя найдет! Ты посмотри на меня, что он с тобой сделает! Я... Хорошо, вас... Пошел вон отсюда! Пожалуйста! Гаденыш! Пошел вон отсюда! А, Никеев! Проходите! А вам сюда ни к чему! А почему, собственно? Ни-ни-ни-ничего не подписывайте! Доброе утро, Аркадий Борисович! Проходи, присядь, перекуси! Да ведь не завтраком поделим! Я перекушу! Давай, Аркадий Борисович! Давай, Аркашенька, давай! Запрещеночка твоя любимая! Самсонов! Да, здесь! Мужики, дай мне пройти! Здрасте! 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 Паспорт, трудовая, ИНН. Юля, я перезвоню! Че она хочет? Могу предложить вам две вакансии. Первая, грузчик, пятерочки. Грузчик не надо, ну, ему нельзя, у него спина. Дорожим. Ну, тогда вторая, промоутер. Ну, промоутер, нормально. А че делать надо? Зазывать клиентов в детское кафе в ростовом костюме вафельного рожка. Да, блин, нафигни, я вафли не буду. А сколько платят? Нин. Будни семьсот, выходные полторы. Давайте. Нин, я не буду тебе говорю. Ну, согласна, оформляйте. Сейчас выпишу направление. Где я вас смогла видеть? Вы кулеры менять не устраивались? Че? Ну, значит, обозналась. Все? Идет же Сюф. Вот, теперь все. Че ты хотел? Да как ты, Аркашенька, у нас с тобой не по-человечески все пошло. Да ты что? Ты серьезно. Я же с этой подставой до последнего тянул, не хотел. Я представляю такой разговор Иуды с Христом. Ну, ладно, сейчас. Ты у нас тоже не Иисус Христос. Иуда. Ладно. У меня к тебе новое предложение. Я тебе оставляю пять лямов и плюс условка. Я тебе сказал. Я знаю, Аркаш, подожди, я знаю, что ты сказал. Но я же вижу, как тебе плохо. Ты уже сейчас вот плохо выглядишь. А на зоне будет намного хуже, поверь мне. У тебя нравится секс со злыми и некрасивыми мужчинами? Нет. Ну? Ну тебя бы я трахал. Хватит. Чего ты хорокоришься все время? Ну, выйдешь ты из зоны через 10 лет и что? Зубов нет, почки отбиты. Это же... И что? Куда тебе деньги? Куда? Это хорошо, если выйдешь. А так сейчас свобода. Телки, машины, море. Все, что хочешь. Ты сам знаешь, пять лямов это вообще ни о чем. Ну, знаешь, Аркашенька, это ты будешь бабушкам вон там на лавочке рассказывать. Да тебе этих пяти лямов вот так на всю оставшуюся жизнь хватит. Ну, решайся. Ну, пожалуйста. Ну, сколько ты вот так протянешь? Ну, над тобой вся страна ржет, как ты из окон летаешь. В смысле? А ты что, не в курсе, что ли? Да ты что? Ты весь интернет, он порвал. По всем федеральным каналам сейчас показывает. Сосед твой дебилушка, народный герой. Сосед твой дебилушка, народный герой. Давай, иди сюда! Давай, договариваться, родной мой. Свободен! Так. Сколько? Убери! Сколько там просмотров? Да там что-то миллиона четыре, что ли. Тебе, Паша. Знаешь, кто это? Это твоя смерть. Будущий мэр Синеозерска. Ну что, родной мой, за тебя не чалканься. Я что, клоун, что ли? Не клоун, а вафельный рожок. Не буду я вафлем, я себе другую работу найду. Другую найдешь, с этой уволишься. Нет, ты не понимаешь, что это вообще унизительно. Унизительно? А быть безработным, это не унизительно. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, а вы случайно не самсон? Чего? Иван Васильевич я. Меняет профессию. Пошли. Это он, ребят, я самсон. Ребят, идите сюда. Давайте быстрее. Фотография нападет. А можно с вами фотографии, пожалуйста, да? Чего? Фотография. Саша, давайте. А что происходит, я не пойму? Давайте пусть идем, ребят. Можно? Можно? А? А? Что, что, не пользуйся? Стриснули отсюда. Ну что? Юль, я перезвоню. Перезвоню, Юль. Что выучилось? Стриснули отсюда. Стриснули отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Связи. Русский. Русский, православный, народный. Нет, 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 наш. Ваш. Простой, работящий. Свой. Да это что такое. Не словом, а делом. Дело, 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 дело. Все болтают, а я работаю. Все говорят, а я делаю. Все говорят, а я делаю. Что он там делает? Да крыша, наверное, едет. Видели, как он вчера из окна навернулся? Так, так. Все говорят, а я делаю прекрасно. А что это такое у нас? Это Ян Самсонов во что-то влез. Куда я не лез? Иван, добрый день. Иван, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что произошло? Вы могли бы объяснить? Это была спланированная акция. Чего? Как вы прокомментируете свой поступок, Иван? Опасаетесь, что вы месяц, сторона администрации города. Этим вы хотите сказать, что вы против Путина или нет? Ваня, Ваня, скорее сюда, ничего им не говори. Да, Аркаш, идем. Снимай. Иван, вы будете продолжать в том же духе? Ты, может, ты еще ко мне домой зайдешь, а? Иди сюда! Делаю, 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 делаю. Ну, и что мы себе позволяем? Тут вообще-то нельзя парковаться. Не знаю. Погодите, ну, мы тогда эвакуируем вашу машину на штрафстоянку. Отлично, так и сделаете. Может, поможете девушке с чемоданами? Кстати, вы ее проверьте, на ней должно быть большое количество штрафов за превышение. Так точно. Спасибо за помощь. Вся Россия обсуждает забавные случаи, произошедшие в Синеозерске. Рассерженный сосед выкинул в окно мэра, находящегося под домашним арестом. Ролик уже набрал более четырех миллионов просмотров. Юль, ты что сделала-то, а? А что? Папа у нас, тебе звезда. Звезда? Ты зачем это выложил-то? У тебя мозги есть. У меня нечная, а? Друзья мои, не ссорьтесь, пожалуйста. На самом деле, вчера был судьбоносный день. Вы думаете, перед вами стоит простой Ванька Самсонов? Нет, друзья мои. Перед вами, господа, Иван Васильевич Самсонов. Будущий мэр Синеозерска. Ваня, куда ты пошел? Ваня! Ваня, Ваня, да пойми ты, наконец, это успех, Ваня. Это, это настоящее успех, это триумфон. Пошел ты нахрен, Аркаша, а? Все, пошел, вали, вали отсюда, я тебе сказал. Ваня. Оставь нас спокоен. Ваня, послушай, это реальный шанс, самый настоящий, самый лучший шанс в своей жизни. Пойми это, Ваня. Слушай, ты мне весь мозг уже вытархал, понял? Я как тебя повстречал, у меня вся жизнь псу под хвост, блин. Работы нет, денег нет. На меня пальцами будут тыкать, я что, мартышка, что ли? Я, знаешь, я что-то без тебя вообще все хорошо жил, прекрасно жил. В пятницу водочка, в субботу пивасик, все нормально. Аванс, получка, во! Выговорись, Ваня, выговорись, тебе станет легче, Ванечка. Ударь, ударь, если нужно, ударь, отведи душу, ударь меня, Ваня. Послушай, Аркаша, вот там вот, вот там твоя комната, а здесь наша, между нами стена, понял? Что я больше тебя не видел? Ваня, ну какой же ты дурак, ну вот сейчас все в твоих руках, Ваня. Ты сейчас можешь изменить свою жизнь, жизнь своей семьи к лучшему, как ты не понимаешь этого? А что, шанс правда хороший? Нет. Да вы сами посудите, на сегодняшний день это самый, самый известный человек в Синеозерске. Вы, вы почитайте, это народный герой, Ваня, почитай, почитай про себя комментарии. Забудай ничего. Ну, почитай, пожалуйста, почитайте ему, вот. Если все пойдет хорошо, через два месяца вы будете женой мэра. А тебе это зачем? Он станет мэром и меня вытащит. Я скажу ему как. Избил невинного человека, жирный мутант. Да что ж. Ну где ты нашел? Ненавижу тупой бюджет. Да пошел ты, шест, куда? Послушай, подожди, вот. Гордость России. Да. Наконец-то кто-то вступился за народ. А я бы ему отдалась. Инга из Костромы и пишет. Ну, ерунда какая-то вообще. И вот пишет, по делам этому гондону очкасу. Это про меня уже. Ну, это правильно, да. Ну, про тебя просто сплошные комментарии позитивные пишут. А что от нас потребуется? Нет. Я вам все объясню. Я получил урок и благодарен Ивану Васильевичу за честное мнение о моей работе. То есть вы признаете, что брали взятки? Нет, взяток я не брал. Но я мало думал о людях. Был недостаточно эффективен. Ведь только попав в беду, ты по-настоящему понимаешь, как же тяжело живется народу. А что вы скажете, Иван? Да урод он что? Ну, не урод. Ну, недостаточно эффективен. Это правда. Иван Васильевич, а как вы считаете, выбрасывать человека в окно – это нормально? А что с ними делать? Что, смотришь, что ли, на них? Да они совсем уже неприжечь, что будет сказано. Нюху потеряли, а борзили. Они просто нюху потеряли. Они обборзили уже в конец. А что вы предлагаете конкретно теперь всех чиновников в окно выкидывать? Да не бесшало бы и всех. Но только это не поможет. Правильно, это не поможет. Уже нужно самим. Что самим? Что? Самим. Идти во власть. Да. А что это значит? Это значит, что Иван Васильевич от слов переходит к делу. Он выдвигает свою кандидатуру на пост мэра города. Вы подтверждаете эту информацию, Иван Васильевич? Да, да. Я выдвигаю свою кандидатуру. А вы считаете, простой строитель может управлять городом? А как же Лужков? А как же Собянин? У Самсонова есть главное – порядочность. Это очень редкое качество сегодня. Ну а если Иван Васильевич понадобится, я с удовольствием поделюсь своим административным опытом. Не понадобится. Иван Васильевич не любит болтать попусту. Нина. Все говорят, а он делает. Запишите телефон его предвыборного штаба. И если кому-нибудь чего-нибудь нужно, Ваня придет и поможет. Какой у тебя телефон там? Восемь. Девятьсот тридцать один. Самой свежей новостью к этому часу является то, что герой дня Иван Самсонов только что объявил, что собирается принять участие в выборах мэра города Синеозерск. Напомним, Иван Самсонов стал известен благодаря скандальному видео, на котором он выбрасывает в окно бывшего мэра города. Это вирусное видео. Мне сын утром ссылку скинул. А у меня дочь. Оно в топе Ютьюба. В жопе Ютьюба! За дорогой следите! Умники! По данным наших опросов, стихотворная форма работает лучше всего. Угу. Благодарю. Вот, пожалуйста. Мы сделали фокус-группу. Это, знаете, легко, доступно и хорошо запоминается. Пенсионер, болит твоя коленка, проголосуй за Павла Осипенко. Да. Гениально. Павлу Юрьевичу нравится. Я рада. Только все это нужно перепридумать. Перепридумать. А мы считаем, что ничего перепридумывать не надо. Вы позволите? Хорошо. Все это, я вам сейчас говорю, не как участник фокус-группы, а как руководитель предвыборного штаба Павла Юрьевича. Всем желающим принять участие в нашем СМС-голосовании и ответить на вопрос, получится ли у простого рабочего Ивана Самсонова выиграть выборы мэра Синеозерска, звонить по следующим телефонам. Доброе утро, Павла Юрьевич. Какой ужас, какой ужас, правда. Вы не в курсе, Аркадий Борисович, не расшибся, а? Что ему будет, вашему вонючему Аркадию, сука, Борисовичу? И на работе надо работать. Прошу прощения за опоздание. Сидите, сидите. Что, познакомились уже? Прошу любить и жаловать. Илона Леонидовна, политтехнолог из Москвы, будет руководить нашим предвыборным штабом. Ну, приступим. Чего у нас там? Павел Юрьевич. Да. Лас-форс-мажор. Что случилось? Новый конкурент. Иван Самсонов. Ну и что? Ну он дебил, у него ни ума, ни денег, ни образования, ничего. Павел Юрьевич, ну при всем уважении. У вас было много эфиров на центральном телевизии? Ну пока не было еще. А его весь день показывают. Он самый известный человек в Синеозерске. Он самый известный клоун в Синеозерске. Вообще я больше не хочу об этом ничего слышать. Понятно? Губернатор на связи. Соедините. Привет. Виктор Степанович, приветствую. Ты ролик видел? С Анякеевым-то? Ну конечно. И что тут такое радостное, придурок? Я не радостный, Виктор Степанович. Совсем. Ты предпринимаешь что-нибудь? Конечно, предпринимаю. А как же? Что-то голос какой-то не очень уверенный. Почему не уверенный? Голос уверенный. Мы тут вот все предпринимаем, так сказать. Что конкретно? Ну, ну как, обсуждание. Слышь ты, дядя, ты не обсуждай. Ты действуй. Этого Самсонова надо ликвидировать. В смысле, Виктор Степанович? Как прям вот и прям так, да? Политически, чучело. А, ну я так и думал, политически, конечно. Вот ты попробуй мне только выборы, прошли. Действуй, макака цирковая. Слышали? Понятно? Нам необходимо ликвидировать этого Самсонова. Естественно, политически. Все, давайте, работаем, работаем. Че мы сидим? Три, пятнадцать. Ну, чего, есть? Есть. Хорошее фото. А текст? Много дела, поэтому сегодня только десять километров. Хороший текст. Выкладывай. Так, все, давайте, снимайте с меня это говно. И коньяку дай. Замерз как собака. Хотела обратить ваше внимание, что произошла накладка. И меня никто не встретил на вокзале. Это не накладка. Вас они должны были встречать. Как так? А вот так это. Потому что у нас бюджет урезан. И вообще, вы теперь работаете не на своего дружка, а не Киева, а на меня. А, извините, а ничего, что меня в такси чуть не изнасиловали? Ой, а с вашим прошлым-то вам не привыкать. Ну, сейчас, подождите. Ничего я ждать не буду. Я жду только одного. Результатов от вас. От вас, от столичных гуру. Работайте! Хорошо. А какой у вас адрес? Шахтерская 6. Спасибо. Ваш запрос принят. До свидания. О, нормальный. Ну, выруби, достал уже меня. Все, пап, прости, просто пять миллионов просмотров. Аркаш! Вот. Ужасно. Отвратительно. Очень плохой костюм. Ты что? Отличный костюм. Ну-ка, скажи. Все говорят, а я делаю. Скажи. Все говорят, а я делаю. Не верю. Фальшивка какая-то. Похож на какого-то зажравшегося ворюгу. Чего? Кто ворюга-то? Вань. Кто из нас ворюга? Че, Вань? Это мой свадебный костюм вообще-то. Да не обижайся этой, Вань. Ну, фактура у тебя такая. Так, снимай это говно. Сейчас найду через подходящее. Слушай, тебе по шее надавать, что ли, а? Алло, да? Да, здравствуйте. Штаб-кандидат Самсонова. Я вас слушаю. Это говно. Ну, какое же говно, вы чего? Так, говно. Говно, говно. Ну, вы чего уж это? Модный приговор здесь устроили. Очень плохие вещи, очень плохие. Не знаю, не нравится мне этот свитер. Цвет у него какой-то какашечный. Да вовсе не какашечный, Ваня. Карамельно-сливочный цвет. Да. Очень тебе к лицу. Очень. Надень куртку. Надень. Ну, мне что-то дверь открывать. Да, да, сейчас. Сейчас. Вот, вот. Отлично, отлично, Вань. Вот это твой образ. Вот теперь, теперь скажи слоган свой. Скажи. Ну, все говорят, а я делаю. Вот, вот. Прекрасно, Нина. Ну, работает же. Работает, работает. Молодец. Пап, там пивзавод пиво передал для народного кандидата. Попросили с бутылкой сфотографироваться. О, давай. Фото и пока, батя, трезвый. Хороший подгон, а? Не надо. Сам сам надо. Чего? Руки? Руки прочь от пива. Ты что, на базу? Я тебя прошу, я тебя прошу, не спорь. Ты вообще, ты с нами или против нас, Ваня? Да, блин, с вами я с вами. Так вот, послушай меня, Ваня. Нам нужно чуть-чуть потерпеть немножко. Поработать. И в конце нас всех будет ждать вкусная морковка. Ты это понимаешь? Понимаешь? Понимаю я. Все. Нина, проконтролируйте меня, пожалуйста. Да что я контролирую? Не надо меня контролировать. Я проконтролирую, Аркаш, можно на минутку? Да, иду. А так, послушайте, будут разные провокации. Не поддавайтесь. Все контакты только через меня. Слышите? Все, я сейчас. А свитер это я все равно не одену, понятно? Карамельно-слимочный, блин. В чем дело? Я гляжу, ты, Аркашенька, довольный такой, светишься, будто кило полония сожрал. Типун вам на язык, Клавдия Викторовна. Мы же не в Лондоне. Ну, а насчет настроения вы абсолютно правы. Оно у меня действительно очень хорошее. В конце тоннеля забрежил свет. И я не вскрою, очень этому рад. Ну, так я сейчас, Аркашенька, свет этот тебе потушу. Что вы имеете в виду, ягодка моя? Вот, гляди. Кандидат твой во всей красе. Вот, полюбуйтесь, люди добрые, кто в нашем доме творится. Э, 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 пенсионер, это что, а? Совсем лука попутала, а? А, кладбище пора. Своли с дороги, дядя Варь, спать идет. А? Что это за ужас такой? Да, это балетик твой засратый. Ой, что ты, бейся, хоть штаны бы подтянул, ну, взрослый же человек, а? И что, когда это было? Ой, это, Аркашенька, бывает очень часто. Глаза заливаем, колобродим, песни орем. Вот, прошлый месяц в шкаф мой нассали, с туалетом спутали. Это кошмар, я не спорю, но зачем на видео снимать? А участковому хотела показать. Так, давайте-ка мы с вами поступим следующим образом. Вы отдайте это видео мне, а мы, как одержим победу, обеспечим вам достойную старость, повысим пенсию, так сказать, вставим тазоведренный сустав, стеклопакет новый поставим. Ты мне еще сиськи силиконовые пообещай. Нет, уж лучше я это в Black News залью, и мне 15 тысяч на карту переведут. У меня вот в смартфоне и приложение имеется. Какая вы все-таки прогрессивная бабушка. Что вы хотите за это видео? Телевизор. Хорошо, будет вам телевизор. Погоди, погоди. А, какой мне не надо. Значит, диагональ не меньше 40, цифровое шумоподавление 100 Гц, и чтобы поддерживал 3D и смарт-ТВ. И очки в комплекте. 3D, я так понимаю. 3D. 3D. Да нет. Да слышно. Господин Самсонов? Ну? Добрый день. Здравствуйте. 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 Меня зовут Илона. Я возглавляю предвыборный штаб Павла Юрьевича Осипенко. Разрешите войти? Зачем? У нас для вас есть очень интересное предложение. А все предложения Конякееву. Нам провокации не надо. Да, а мы вообще сейчас уходим. Нет, что вы, никаких провокаций. Просто пять минут вашего времени и все. Ого. Каркаш. Какие люди? Ничего себе. Запомните эту женщину. С ней вообще нельзя разговаривать. Это наш самый главный враг. Я так понял. Умный и коварный. Каркаш, а ты что, меня боишься? Ну, конечно. Иди дай поцелуя. Ну, а что вы стоите? Идите, идите, делайте добрые дела. Идите, идите. Давайте. Всего доброго. Ну, пойдем поговорим. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Прошу. Да. Не пять звезд, конечно. Да ерунда. Мне даже нравится. Экзотика. Как тебе твой новый кандидат? Унылое гомно. Разбираешься в людях. А то. Кстати, если хочешь, можешь попасть к нам в команду. Шансы у нас огромные. И денег я тебе заплачу, разумеется, когда выберусь отсюда. В десять раз больше. Аркаш, ты же понимаешь, дело не в деньгах. А в чем? У меня репутация, я не проигрываю. Илончик, а кто тебе сказал проигрывать? У нас не кандидата бомба. У твоего самого самого шансов нет. Извини. Да. Прошу. Здрасьте. Здрасьте. Ну что, Аркаш, как там мой вопрос? Решается ваш вопрос, Клавдия Викторовна. Прошу вас, вы не видите у меня встречи. Ты что орешь? Времени у тебя до вечера. Орет он. Пенсионеры? Да, бывает. Вот так как, Илончик? А никак, Аркаш. Эх ты, подруга называется. Ты забыла, кто тебе спилона снял? Кто тебе из этого вертепа вытащил? Кто тебе денег дал на образование, а? Ты забыла? Только не надо мне сейчас на совесть давить. Я тебя отработала еще тогда, на тех выборах. Так что, ничего личного. Извини. Ни хрена у вас не получится, поняла? Вот видишь, Сева, а ты говоришь, головой ударился. С головой у него, к сожалению, все в порядке. Да. Похоже, он тут надолго. Жена со мной разведется. Да. Добрый день. Здрасте. Скажите, а что у вас там было за вопрос с Аникеевым? Все говорят, а я делаю. Че говорят, а я делаю. Че как дурак-то? Мам, я снимаю. Че, не кушну? Давай, снимаешь? Давай. Че говорят, а я делаю. Вот. Вот. Че говорят, а я делаю. Ой. Все говорят, а я делаю. Ну, это не Матильда. Ну, как, вот же пятно. Ну, пятно у нее в другом месте. И потом, это же кот. Ой. Хороший. Я покажу. Смотри. Может, Матильда-то там, а? Снимаешь? Снимаю. Давай. Молодец. Давай сильнее, сильнее, сильнее. Ну, еще. Нет, да это, давай это, правее, правее. О, молодец. Все говорят, а я делаю. Вот. Да. Мужики, вы че вы стоите? Давай помажем. Не надо. Мы сами. Вань, давай. Давай. Снимаешь? Да. Вот. Вот и все. Делов-то. Все говорят, а я делаю. Сняла? Ага. Юль, что у нас там дальше-то? На Московской перевернули ящики с мусором. Он лежит и воняет. Ну, нахрен, нет, не буду я в говне копаться. Хорошо, хорошо, завтра сделаем. А, кстати, звонили из итальянского ресторана Франческо. Папа не дарит тебе романтический ужин на двоих. С депозитом на семь косарей. Семь тысяч? Ага. Семь, Юра, нет, а че? Давай сходим, обожараться можно. Ты ж сказал, что тебя не надо контролировать. Че вот это, я ж не бухать. Ты ж любишь этих гадов. Я не хочу гадов. Я хочу морковку. Дальше. Еще звонили из российского общества слепых. Звонили? А как они кнопки на телефоне находят? Они не могут посмотреть ролик, и поэтому просят себя, народного героя, рассказать, как все было. Так, короче, мы к слепым, а ты домой уроки дарить. Ну что ты так долго? Это ж, аж, 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 я отдал с вас, аж, 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 аж 47 тысяч. Теперь я снова ваш адвокат. Посмотри. Что ты творишь? Вот эта аппаратура. В конце концов. Клавдия Викторовна, к вам посетители. Па-бам! Смарт-ТВ подключи. А, опоздал ты, Аркаша. Другие люди нашлись. Клавдия Викторовна. Видишь, какого красавца привезли. Как же так? Мы же с вами договаривались. А, как-то так. Кто первый встал, того и тапки. Ладно, доча. Я свое слово держу. На, перекачивай. Стойте! Стойте, стойте. Секунду. Клавдия Викторовна, вы же хотели место на кладбище рядом с вашим Гришей. Так, подождите. Секунду. Хотели? Ну? Я вам его сделаю. Клавдия Викторовна, не слушайте. Секунду не перебивайте. Плюс ко всему этому. Я оставлю вам вот этот телевизор, который для вас принес. Даниил, пожалуйста, заноси. Подождите, Клавдия Викторовна, а мы же выполнили свои обязательства. Выполнили. Давайте телефончик. Давайте. Прости, доча. Телевизор мне осталось смотреть недолго, а с Гришкой лежать в вечность. Именно так. Ну что же, очень приятно было с вами иметь дело. Это всегда так мило, когда люди держат свое слово. Всего хорошего. Ну? Он все равно вас обманет. Никто вас не обманет. Минуточку. Даниил, пойдем. Смотри, значит, ничего сложного. Там на кладбище центральный вход, да? Входишь сразу налево, к администратору. Там, значит, слышишь, лисицын такой сидит, мордатый. Он тебе сразу грубо так скажет, мест нет уходить. А ты ему, куда же я пойду, понимаешь? А сам конверт ему пододвигай. И главное, в глаза ему так смотри. Проникновенно, понял? Куда? А я мне мерзость. Пошел вон. Ты больше не мой адвокат. И Нину свою ты больше не увидишь. Я согласен. Согласен. Тогда смотри. В конверте должно быть 150 тысяч. Это огромный сон. Пользуйтесь, мой слабый. Конечно, пользуйся. Это шантаж. Давай, 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 Данечка. Иди. Действуй. Злодействуй. Ты там смотри лишним что-нибудь не скажи. А то это твои дебильные шуточки. Он что, не понимает, что буду шутить над глухими? Ну, ты там сон. Ну, что, пошли здесь срежем через салон. Я прошу прощения. Пойдем. Ну, что ты? Ну, пойдем. Иван Васильевич, постойте. Что надо? Я прошу прощения, просто утром вышло какое-то страшное недоразумение. Я не сразу вас узнал. Смотреть надо внимательнее. Я еще раз прошу прощения, чтобы загладить нашу вину перед вами. Мы готовы предоставить вам этот автомобиль на эксклюзивный тест-драйв. Это что? Это значит, вы можете ее забрать до 10 часов вечера. Просто у нас салон в 10 закрывается. Можем пойти оформить документы. Ездим на отечественных автомобилей. Пошли. Нет, нет, нет. Подожди, ну ты что? Блин, ну такой аппарат. Ну давай, что там? Мы с тобой вдвоем. Ну что, ветер похорю. Слушай, Самсон, тебе сколько лет? Это глупые детские мечты. А сейчас у нас есть взрослая цель. Морковка. Так что давай, соберись. Пошли. Спасибо. До свидания в следующий раз. Может, все-таки попробуй... Ну, так мы упадываем уже. Вань. Игорь, погоди, слушай. Я с гонишей в водички цепанул? Ну что, водой поди тебя там напоят? Ну что, я из-под крана лагать что-то буду? Я с газиками цепанул. Я быстро туда-обратно. Пиво выпьешь, убью. Ну я что, дурак что-ли? Пиво выпьешь, убью. Нинок, кидай кости. Самсон, ты спятил? Ты так водички пошел попить? Ну ты посмотри, какой аппарат. Поехали, прокатимся. А слепые? Да подожду твои слепые, слепые. Ну, Самсон, я тебя контролировать должна. Вот, хорошо, здесь я проконтролирую. Не, ну иди сюда, ну что ты? Прыгай. Круто. Да? Ага. Пристегни, взлетаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok – Ага. – Климат разный видишь? – Да. – Так чувствуешь? – Да. Ну, бы афета продует. – Ага. – Ещё не наш. – Ха-ха. – Видала? Мериную сделали, как стоячего, а? А ты не хотела, нет. А? – А знаешь, сидушка сзади? Круче, чем наш диван. – Ты чё, Дурень? – А чё ты? Чё, ну какой ты? – Вон, держись за рот. – Да нормально. – Это что? Клавдия Викторовна, а вот и он, ваш документ. Затомитесь, пожалуйста. Это сертификат. Место на кладбище рядом с Григорием Сопрыкиным. Вот, пожалуйста, все честно. Водяные знаки, печать, подпись, как обещал. Надо же! А я десять лет билась! Это Даниилу спасибо. Он так хотел вам помочь. Хотел ведь, Даня? Хотел. Спаси, спасибо, Данечка. Спасибо. Клавдия Викторовна, давайте ваш телефон. Всем стоять? В чем дело? Клавдия Викторовна, город высоко ценит заслуги вас и вашего покойного супруга. Такие люди, как вы, должны быть похоронены в особенном месте. Поэтому, внимание, данным документом даю право и благословляю на перезахоронение раба Божьего Григория Сопрыкина. Высыпальница собора святого благоверного князя Александра Невского Синьозерской епархии. С последующим захоронением там же рабы Божьей Клавдии Сопрыкиной, владыка Синьозерский епархан. Господи! Этого не может быть. Может, может. Этого? Клавдия Викторовна, прошу. Перезахоронение, Клавдия Викторовна. Это же перезахоронение. Подождите, вы же не хотите, чтобы прах вашего Георгия, так сказать. Хочу! Вы не хотите. Хочет. Не хотите. Это же богоугодное место. Мой алкаши мечтать об этом не мог. Ну, доча, спасибо. Ну что, я так... Спасибо тебе. Нам же ничего это не стоит. Клавдия Викторовна, а теперь телефончик все-таки можно? А, телефончик. Сейчас, сейчас, сейчас. Стойте, Клавдия Викторовна, одну секунду. Не давайте ей телефон. Да нет, проследи. Одну секунду. Одну секунду. Что опять-то? Сейчас я вернусь. Так, проследите. Клавдия Викторовна, ну, смотрите, мы уже обо всем договорились. Уже склеп сделали, уже телевизор, все сделали. Что тянуть-то дальше? Давайте телефон. Дорогая моя милая. А вот, а вот, Клавдия Викторовна, пожалуйста, с вами хотят поговорить. Добрый вечер, Клава. Лев Валерьяныч. Клава. А вы меня что, помните? Ну, конечно, я вас помню очень хорошо. Я помню, как вы заводили зал, горячо аплодировали. Я тебя вспоминаю. Клава, я желаю вам всего самого доброго. Я желаю, чтобы ваше сердце долго-долго не оставало к моему творчеству. Спасибо тебе. Ты скажи спасибо, Аркаша. Ну, бывает. Лев Валерьяныч. Лев Валерьяныч, дорогой. Дорогой. Отлично. Спасибо. Тебе спасибо, Аркаша. Я тот день горда никогда не забуду. А с головой-то что ли? Нет пустяки, дело житейское. Бандитская пуля. Ну, Аркаша, выкарабкивайся. Летом обязательно навещу тебя. В баньку по рюмочке погуляем одним словом. Все красиво сделаем, как обычно, Лев Валерьяныч. Спасибо, дорогой. Будь здоров. Пока, обнимаю вас. Лев Валерьяныч. Ох. Лев Валерьяныч. Павдия Викторович. Всю жизнь работала. Всю жизнь на химкомбинате. Все легкие выжжены. Гришка тоже так умер в сорок девять. Так без него и мыкаюсь. И никто никогда ничего. А стоило мне пьяного мужика на телефон снять. Сразу, пожалуйста. Клавдия Викторовна то, Клавдия Викторовна сё. Вот он. Телефон. Сами решайте, что с этим делать. Без меня. Не расстраивайтесь, Клавдия Викторовна. Всё будет хорошо. Знаешь, и, конечно, стопроцентный дерьмо, он даже мне сейчас как-то тошно. И меня. Даже не понимаю, как мы доходим до такой жизни. Тут ведь как? Начинаешь идти по головам, а потом другой дороги уже не знаешь. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Так, телефон. Живо! Телефон! Красавец, да? Справился с хрупкой девушкой. Женщину пожилую до слез довел. Ну и что? Цель оправдывает средства. На выход! Ах, ты дрянь! Ты успела переслать! Ты дрянь! Чтоб ты сдохлый, елона! Ах! Возьмите свой телефон. Слушай, Нинка, это же та самая франческая, где у нас депозит на сертичке. Самсонов? Нин, ну пошли сходим, ну че ты? А не Киев запретил. Ну ладно, че ты брось, а не Киев запретил, нужно аккуратненько. Едем пиццу возьму, пошли. Самсонов! Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в нашем ресторане. Мы постараемся сделать все, чтобы ваш отдых был приятный и незабываемый. И в качестве аперитива мы предлагаем вам шампанское розовое младшандом. Нормуль. Давай розовое. Также я рекомендую вам попробовать нашу знаменитую башню из морепродуктов. Это три вида. Устриц, краб, гребешки, лангустины, вонголи. Ну вот, отлично. Давай башню. А затем ревиоли. Вы знаете, к нам специально приходят, чтобы их попробовать. А че такое ревиоли? Ну это маленькие пельмешки. Ну так бы и сказал, пельмеши. Пельмеши будем. Понимаешь? А с рикоттей или сибасом? Тащи все. Все попробуем еще. Понял, Дима. Приятного вечера. Спасибо. Вань, может не надо тоже за рулема? Ну хорош, Нина, это шипучка. Барбариска, давай. Давай. За нашу новую жизнь. П Sicуще. 1-1. Тащи все. Волшк, некий ся. 2-1. 4-1. 3-1. 4-3. 5-8. 5-9. 6-9. 6-9. 5-9. 6-9. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он живет в каких-то нечеловеческих условиях У него даже постельного белья нет Может, вы могли бы куда-то его перевезти в другое место? У него в городе своих квартир штук 12 Нет Ничего подобного я делать не буду Ну, как-то не по-людски получается Вы же с ним вроде как однокурсники Насколько я знаю, если бы не он до сих пор Сувенирку из Китая возили Я что-то не понял Мне сейчас что, бывшая шлюха здесь мораль что-то читать будет? Или как? Ну, какая же я шлюха Я стриптиз танцевал Ой, это большая разница Так отсосать или сплясать перед этим Иди работай давай А если я узнаю, что ты ему хотя бы подушку привезла Вылетишь отсюда к чертовой матери, ясно? Ясно Иди Всего доброго До свидания Нет Нет, Самсон Ты ноль Какую роль? Во-первых, есть стекло Во-вторых Дворами четыреста метров В-третьих Пицца остается Так Хорошо Мы поездим Но только Очень Очень Осторожно Аркадий Борисович Ну, я же Выполнил свою часть Здесь сделки Теперь же я Санова ваш адвокат Адвокат Прекрасно Я подумал Смотрите Если Поменять Пункт Статьи То можно получить На целый год Меньше Не восемь А семь Семь Принимай подарки Пошла вон отсюда Пока я тебя не придушил Выдыхай, Бобер Здрасте Я удалила записи С твоим Самсоновым Вот как? Почему? Решила примкнуть К вашему народному восстанию Но учте Мне проигрывать нельзя Ты моя Твою ж ты мать Еще и она Мы тут надолго Звони жене Мы их раздали Мы их уничтожим Значит Во-первых Надо собрать подписи Это легко Мы раскачаем его Ютуб канал Тогда нам дадут бабки Мы создадим образ Народного героя За которым пойдут все Самсон Ты едешь очень быстро У меня эти Вертолеты Блин, нет Нужно сдать парад До 10 часов Я между прочим Народный кандидат Народный кандидат Я не опаздываю Понятно? Если сейчас поеду Медленнее Все поймут Что за рулем Пьяный Резонно Гони самцов Будет жить Мы с тобой поедем тоже На фоне Эй-эй-эй-эй-эй-эй Две левойит Левой пашни С⁰фа У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Вpolit reservoir ia 呢 Не влипли, Самсон Тихо-тихо-тихо �� Matthieu Вижу, вижу Ухо Сейчас оторвемся Ну что, дружок, да я этот город знаю, как свои пять пальцев у нас. Да, как мы, Крым наш? Все, он же, вообще слепых, за ним в салон. Сейчас развернемся. Самый салон. Я тебя так люблю. Нет. А я знаешь, как могу? Смотри. Адракцион пупочек! А что с Осипенко? Мы ему только три дня дали. Вруби какой-нибудь фон. Токийская биржа подойдет? Ты что, прикалываешься? Аэропорт. Да. Да, я слушаю. Алло, Павел Юрьевич, Федор Григорьевич беспокоит. Я понял. В общем, у меня приятные новости для вас. Синеозерск наверху понравился больше других мест. Поэтому мы готовы дать вам отсрочку и начать готовить документы. Да. Собирайте средства. Спасибо. Спасибо большое. Я понял. Спасибо. Ну тогда все, на связи. Ну, с женой так просто не получится. Ладно, утром позвоню ей. Поехали спать. Поехали спать. Так, смотри на меня. Да. На меня смотри. Дыши. Дыши, говорю. Дыши. Что пил? Все. Что? Шипочку. Какую шипочку? Дыши, дыши. 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 Гражданин, сделайте продолжительный выдох. Не надо звонить. Надо дышать. Дышать. В трубку дышать. Давай, давай. Отпустите, пожалуйста. Отпустите. 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 Отдак. Отдак. Все, хватит. Три с половиной промилле. Отпустите. У меня семь кредитов. И все. О, невменьку. Так, посмотрите на меня. Серега, давай оформляй. Счастливчик. Жить будете. Коза-сэ, коза-сэ, коза-сэ. Отпустите. Давайте без фамильярдности. Тихо. Тихо. Нет. Нет. Ну, если надо, вы скажите. Мы дадим. Если что-то. Нет. Нет. Ань. Нет. Что, нет. Это… Нет. Все ровно. Пицца, вот. Пицца, нормально. О-о-о-о. Дайте, суку. А-а-а, ты чё? Дим, смотри. Ты чё? Вот это кто-то дал. Мы находимся у Синеозерского отделения Всероссийского общества слепых. Буквально несколько минут назад на глазах очевидцев произошла страшная авария. На огромной скорости, судя по всему, иномарка врезалась в здание Всероссийского общества слепых. Начался пожар. Здесь огромное количество пожарных машин. Полицейские… Ну что я тебе скажу, Аркаш? Это полный полярный лист. Угу, да. Песец. Вот я дура. Надо было работать на Осипенко. Но триумф длился недолго. Вчера вечером пьяный народный кандидат на автомобили премиум-класса врезался в здание общества слепых. Ведётся расследование. Также сегодня трое неизвестных ограбили банкомат на улице Гарибадзе. Ну он-то понятно. От него я ничего больше не ждал. Но вы, Нина, я же просил вас проконтролировать, а вы вместе с ним вот это… Пыталась. Пыталась? С бутылкой вина в руки. Мам, ну подмени меня, пожалуйста, устала мыть посуду. Юль, мне вообще сейчас не до посуды. Мой давай, а. Всё хорошо. Машина застрахована, это максимум год условно. Родной мой, ты дебил, что ли? У нас выборы, ты понимаешь? Так, короче, надо придумать какую-то альтернативную версию событий. А что тут придумывать? Всё, приехали, это финиш. Пьяный за рулём. За рулём БМВ. Врезался на минуточку в общество слепых, в инвалидов. Я даже не знаю, как это интерпретировать в положительном смысле. Мне отступать некуда. Позади тюрьма. Вернее, впереди. Так, скажи журналистам, пресс-конференция выйдет сегодня вечером. Слушайте, да забудьте вы уже про свои выборы, а. Это ещё почему? Потому что я знаю Самсонова. Он, как всё вспомним, со стыда помрёт. Или будет бухать ещё полгода. Да что ж такое, ну... Только мне начало переть и... Мне кто-то сглазил кто-то, я не понимаю. Здорово. Садись, Ваня. Как ты? Чё ты такое, чё в башка трещит? Нинка ничего не докосечил, а? А то ты не помнишь. Я не помню. Ну, тогда для тебя это будет сюрпризом. А чё случилось? СМЕХ СМЕХ Нина шутит. Всё было супер. Всё было очень хорошо, Ваня. Да что ты. Да. Ты, Ваня, не сделал ничего плохого абсолютно. Так быть, а чё мне туда это... Рожу поби, да? А рожа у тебя побита, Ваня, потому что... Потому что ты, Ваня, дебоширов угомонил в ресторане. Чё? А угомонил? Хулиганов угомонил. Потому что они напрягали там всех. И к ней не приставали. Хулиганы. Ну, чё за роди-то, ну? Нина, ну расскажите вы ему. Вот как нам рассказывали... Я рассказываю? Да, да, расскажите. Мы танцевали. Ну, это я бомжа. Ну, они лапать у меня начали. Чё? Ну, не, не, не сразу, конечно. Сначала они там дерзили, чё-то оскорбляли. Шлюхой называли? Да. Старой, сморщенной. Чё? Нина, а я чё где был? В туалете. Ну, а когда ты прибежал и... Ну, ты и всё там это... Потом приехала полиция и всех этих хулиганов увезли. Слушай, точнее. Точно, вот. Полиция, полиция. Была, была. Они всё там мигали, эти огоньки, так вот прям фрагментами чётко помню. Полиция, да? А чё мы с машиной это сделали? С машиной всё хорошо, Ваня. Вы её сдали, на ней ни одной царапины не было. Я же глухой был. Так, Ваня, ты же не помнишь ничего. Ты вызвал трезвого водителя. Слушай, слава Богу. Блин. Я же вообще, я просто этих мразей. За рулём пьяных. Я их просто терпеть не могу. Уроды они, Вань, конченые. Да. А я ещё просыпаюсь, думаю, чё? Не помню. Думаю, накосячился или чё. Да что ты, Вань? Ты герой. Да, Нина? Да. Ну, чё тогда, чё мы? Что у нас там? Выборы, с выборами всё. Выборы. Кстати, я хочу тебя познакомить. Это новый начальник твоего предвыборного штаба. Илона. Прошу любить и жаловать. Так. Видишь, Ваня, какие красивые люди. Все хотят быть на стороне будущего победителя. Приветствую. Очень приятно. Очень приятно, Иван. Добро пожаловать в команду. Так, короче, братцы, я сейчас побрюгу. Вон, сполоснусь и всё. И я всё в вашем распоряжении. Take your time, Ваня, как говорят англичане. Вот. Ты видишь, он не помнит ничего. Пусть так и остаётся. Слушайте, он всё равно узнает. Там по телевизору посмотрит. Или кто-нибудь на улице скажет. Позвонит какой-нибудь хороший, добрый человек. Позвонит ему никто. Его нужно куда-то увезти, понимаете? Может, его... К мне... На дачу? Вот, отлично. Тебе на дачу. Увидим. Вот видишь, Аркаш, а? А ты мне ничего не разрешал. Понял, а? Перестраховался. Перестраховался. Да, да. Что есть, то есть. Что? Стыдно тебе, алкашандр. Это алкашандр и слышно, алкашандр. Нормально? Клавдия Викторовна, пойдёмте, я вам сюрприз покажу один. Какой? Фокус. Нормально, алкашандр. Иван Васильевич, а это просто зависть. Элементарная зависть. Какой сюрприз? Клавдия Викторовна, будете лезть не в своё дело, телевизоры отберём. И место на кладбище тоже, ясно? Сейчас. Отберут они. Значит, он не просто врезался в общество слепых. У него была цель. Наказать слепых? Зря смеюсь. Да. Наказать слепых. Наказать слепых за что? За то, что они не слепые. Они притворяются. Чтобы получать льгот. Это легко проверить. Понимаешь, нужна какая-нибудь настолько фантастическая версия, чтобы все были ошеломлены. Дикость какая-то нужна. Слепые готовят государственный переворот. Тепло, тепло. А слепые – это террористы. Вот и аэропорт. Слепые мучают собак поводырей. А, вот! Слепые убили друга Самсонова. Забили палками его. Господи, что я несу. Вот именно. Нет, сдаваться нельзя. Сдаваться нельзя. Так, все, ладно. Нужно хотя бы поговорить с ними. Ну и что, мы можем им предложить? Да все что угодно обещай. Золотые горы. Себя, в конце концовку. Главное, чтоб был результат, поняла? Я тоже тебя, кстати, люблю очень. Жду результатов. Женщина, если вы мелкими буквами не читаете, то наша организация в этом не виновата. Я уже вам сто раз говорила. Я брала двадцать тысяч, вернула тридцать. Кредит закрыт. Будьте добры, верните сто пятьдесят тысяч рублей во избежание неприятных последствий. Здравствуйте. Угрожаете, что ли? Здравствуйте. Что вы сделаете, хотела бы я знать? А мы многое что можем сделать, если не найдем общий язык. Вот, например, мальчик. У него две почки, а может остаться одна. Леш. И вообще, наказания могут быть разными. Вы, женщина, аппетитная. Я сейчас в полицию позвоню. А мы есть. Полиция. Так, пошли вон отсюда. Вон отсюда, пошли. Ручки, ручки. Давай, Леша, уйди. Давайте, убирайтесь, уматывайтесь. Убирайтесь отсюда. Давайте. Ни копейки от меня не получите. Я вас не боюсь, поняли? Мерзавцы. Ну, а вы что смотрите? Развели гадюшни в городе? Ну, конечно, власть во всем виновата. Сами понаберут кредитов на всякую хрень, а мы потом виноваты. Головой надо думать. Я, между прочим, кредит на лечение сына брала. Да какая разница? Хам! Дура. Костик, я тебе сказал, вали. Да ладно, дядя Гриш, че ты? Нормально ж отработали. Нормально. Ты слышал, что она сказала? Я вас не боюсь. Все. А нас должны бояться. Она боится и видел. Нас никто не боится. Мы уже неделю работаем, и нам никто денег не отдал. А все почему? Почему? Потому что ты ссыкло. Че? Ссыкло! Че? Че, че, через плечо я на охоту. Стоит, дадакает, да-да, в жопе вода. И че мне делать? Мы ж договорили. Я пугаю. А ты иллюстрируешь. Так я иллюстрировал. Лицо страшное делал. Страшное лицо на своей жене будешь делать. А тут действовать надо. И че мне надо сделать было? Да хоть что-нибудь. Скарбу сломал бы. Или этот самый пацану в ухо вывернул. Чтоб они поняли, что мы серьезные люди. Так пойдем, давай, вернемся. Я выверну, перевернул. Сломай его, реально. Че ты сразу не сказал конкретно? Пойдем. Нет. Мы сейчас пойдем, пообедаем. Да. Извините. Вы думаете, они серьезны? Что серьезны? Ну, эти, серьезно угрожали? Да откуда я знаю? Ну, что мне делать? Ну, раз уж вы вляпались, отдайте им деньги. Интересно, я их не печатаю. Ну, продайте что-нибудь. Да что продать? Вот, знаете, часов золотых у меня тоже нет. Слушайте, что вы орете на меня и мои часы? У меня тоже денег нет. Пусть хахаль ваш платит сюда власы. Эдуард Валентинович ученый. И он живет на зарплату. Да? А спросите у него тогда, куда он подевал компьютерный класс, который ему город подарил? И откуда у Аллы Евгеньевны совалиная шуба в пол? Спросите. Слушайте, не надо всех мерить по себе. И он мне не хахаль. Постойте. Они же сказали, что вы аппетитная. Это шанс. Слушайте, какой вы мерзкий. Вы аппетитная. Здравствуйте. 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 А где руководство? У тебя. Слав, подавай. Там шихи остались. Все царело. Все царело. Все царело. Да елки и палки. Здравствуйте. 250 штук. Коту под хвостом. Все царело. Все мокрое. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Если вы из газеты, я советую пообщаться с Геннадием Андреевичем. Андрюшка, покажи. Нет, нет, нет. Я не журналистка. А кто же вы? Я руководитель штаба Ивана Самсонова. И я пришла, чтобы принести вам наши самые глубочайшие извинения. Вот это уже наглость. Вы же не слепая. Вы видите, что он натворил. Конечно. Это совсем не то помещение, в котором бы мы хотели находиться. Я все прекрасно понимаю. Мы хотели бы сгладить свою вину. Конечно, вы бы хотели сгладить. Он же теперь провалит выборы. Нет, не поэтому. Это был действительно омерзительный поступок. Нашему кандидату за это очень стыдно. Да кого мы слушаем? У них там этот взяточник с ними, а не Киев. Ну почему же? Аркадий Борисович, он очень опытный политик. И он взяток не брал. Его просто оболгали. Да. Может быть, он нам и новое здание построил. Смотрите. Какое красивое у нас здание. Пятнадцать лет мы унижаемся, просим, молим, ходим куда-то. Я не Киев здесь был. Лично сам сюда приезжал. И что? Вы знаете, странно. На Аркадия Борисовича просто это... Ну не похоже. Всегда, понимаете, он поддерживал неимущих, вообще инвалидов поддерживал. Ну я не знаю, кого он там поддерживал. Может быть, он глухонемых поддерживал. Да, глухонемые как короли живут. Правильно! А вот Павел Юрьевич Осипенко сегодня пообещал нам в кратчайшие же сроки построить новое здание. Поэтому мы будем поддерживать его. Да? Слепые тебя ненавидят. За что? За то, что я зрячий? Куда ты делал их деньги на новое здание? Я их еще два года назад им выделил. А Осипенко им сказал, что ты на эти деньги себе охотничий домик построил? Что за бред? Я сам приказ подписывал. Тогда почему они до сих пор сидят в старом здании? Ну, значит, Осипенко сам эти бабки спер. Я что, один такой, что ли? Аркашка, скотина! Выходи из шортира! Ты что там, канат проглотил? Не видите, занята здесь! Фу, ты что там, в туалете сидишь? Я сижу! Так понятно. Чтоб ты сдох! Сколько можно захочется? Бедная моя. Я представляю, как ты натерпелась от этих подонков. Да что я? Вот Лешка испугалась. Ну ничего. Это ужасно, конечно. Ничего. Мы все решим. Мы все решим. Теперь давай все по порядку. Скажи мне, сколько ты им должна? Сто пятьдесят. Сколько? Ну, я брала двадцать. А в итоге они накрутили как-то со своими бандитскими процентами. Оказалось сто пятьдесят. Сказали, что надо читать какой-то мелкий шрифт. Ну, Мариночка, конечно, они правы. Мелкий шрифт тоже надо читать. Ты мне поможешь? Ну, конечно. Только я думаю, как. Потому что все мои доходы узурпировала Алла Евгеньевна. Когда я снимаю деньги с карточки, она получает смс-ку. Но ты же ректор, у тебя есть же какие-то возможности. Да какие возможности? У меня университет. У меня же нет спецназа. У меня чеченцев всего двое. Эти интеллигентные ребята учатся на филфаке. Хорошо, что мне делать. Надо пешать. Беги в шпаковку к маме. Берешь Алешу и уезжаешь в эту деревню. На шесть-семь месяцев и все все забудут. Я думала, что у меня есть мужчина, который сможет меня защитить. Марина, я делаю все возможное. И заметь, я даже сейчас не вспоминаю эту ужасную историю с презервативом. Потому что ты в беде. Ладно, мне пора. Марина! Марина! Послушай, ты несправедлива! Мы рассчитывали, что заместитель выбьет деньги из мэра. Но произошло непредвиденное обстоятельство. Так, какое? Мэр придумал, что сосед мэра теперь будет баллотироваться в мэры. Чтобы составить конкуренцию заместителю мэра, который подставил этого мэра. Так. Ну, продолжайте. И заместителю пришлось переключиться с мэра на того соседа. Ну и процесс приостановился. Да арестовывать его надо, товарищ генерал. Не уберу его. Так, получи там арестовывальщик нашелся. Флакон нашли? Этот синий пузырек. Какой пузырек? Ну, какой-какой? Ну, с ядом. Которым этого нефтяника отравили. Тупят все. Чего? А, это же на Урале. Это не у вас. Подожди, а что у вас? У нас фальшивый кластер. Операция «Золотой Ярд». А-а-а! Точно. Перепутал. Такое в стране творится. Зашиваемся. Так. Продолжаем операцию. Есть. Подожди. А где этот карлик? Который из архива? Это же у вас? Так точно, товарищ генерал. Но… Вот. Вот. Я все помню. Почему не было на совещании? Чтобы в следующий раз был. Все, давайте. У меня перерывный обед. Вся жизнь в кабинете. Взгинь. Конец связи. Дурдом. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. ЗВОНОК. ЗВОНОК. Это… Это Марина Сергеевна Былинкина. Я… Мне срочно нужна ваша помощь. Дань, я думал, у тебя дача-дача. А у тебя прям дом. Ну, ладно, тоже уж дом. Так. Скворечник для холостого дятла нормуль. Я когда здесь была, все по-другому было. А ты что здесь была, что ли? Ну, когда в школе училась. Так я… А ремонт сделал… А сам… А, ну, видно, что сам. Что, стыки везде неровные. Где? Где, Дань? Да вон, везде. Смотри, у тебя вон щели. У тебя слон сюда влезет. Я ж строитель, я разбираюсь. А мне, Дань, нравится. Молодец. Очень уютно. Спасибо. Где толчок-то у тебя? На улице, небось? А… А почему на улице? Что здесь? Два, один… Вот, а второй… Наверху. А у тебя что, две жопы, что ли? А что такое у меня? Синя. А что такое у меня? Синя. Ну, я вижу, что синяк. Ну, это ж не просто синяк. Это от руля синяк. Я что, к рулю где-то приложился, что ли? Ну, да. Где? В машине, наверное. В какой машине? Ты что, быку разбил, что ли? Нет, ты думай, ты не включай. Ты чего молчишь-то? Ты бандитов поймал. Каких бандитов? Ну, которая… Банкомат на Гарибальде ограбили. Им чего он гонит-то? Да не, он все правильно говорит. Вот эти троито, которые ко мне приставали, они, оказывается, до этого банкомат на Гарибальде ограбили. Вот. А менты-то их узнали. Ну, везде же камеры понатыканы. Ну, и я что? Ну, они ментов вырубили, прыгнули в машину и уехали. Ты за ними поехал на бэхи. Через дворы прям напрямую на таран и сразу в лоб и… Вот и… А синяк… Ты что, не помнишь, что ли, ничего? Опа! Не, ну, я… Я так вспоминаю… Я что, получается, бэху-то разбил, что ли? Да, а машина-то застрахована, то ли ты не расстраивайся. Да. Слушай, давайте, может это, по-по-по полчинечку накатим, а? Конечно. Порабили. Чё ты, зря Дань покупал, что ли? Наливай. Лидия Алексеевна, добрый день. Привет. Куда? А я в Акип, мне буквально на пять минут. А ну, стоять. В смысле? Я вообще-то здесь работаю. Ага, работаешь. Ты что, меня за дуру, что ли, держишь? Так. А ну-ка, давай отсюда. Давай-давай-давай-давай. Лидия Алексеевна. Да ты теперь враг. Тут номер один. Давай-давай. Все. Подождите. Вы не поняли. Я сейчас работаю на Аркадия Борисовича. Ему очень нужна ваша помощь. Пять минут, не больше. Давай. Только быстро. Виктор Степанович, я вообще не понимаю, что вы так переживаете. Самсонов все, он себя закопал. Крест на нем. А если Аникеев что-нибудь придумает? Он же не такой придурок, как ты. Да что он придумает? А вот со слепыми договориться и все. Не договориться. Слепые его ненавидят. Они же думают, что это он их мариновал-то с новым зданием-то. А на самом деле? А на самом деле мне там нужно было по-быстренькому перехватить постройки. Приказ Аникеева об уделении средств остался? Ну, наверное, конечно. Ну, в архиве где-то. Так у того, если они его увидят? Как же они его увидят, если они слепые? Ты все в шуточки, что ли, шутишь? Вези свою жопу в мэрию и в шредер все это. Я понял. Все, везу жопу. Дебил! Так. Все, отошли. Я стою. Хорошо. Ты готов? Давай. На счет три. Раз, два, три. Виктор Степанович! Не надо. Я сам. Отлично. Ну, ты успел? Успел. Хорошая фотография. А текст? Трус не играет в хоккей. Хороший текст. Выкладываем. Выкладывай. Все. Сейчас. Тут я потянул. Все. Ребята, давайте. Давайте быстро. На скамейку вам запошли. Все. Давай, давай, давай. Алло, Илона, в чем дело? Почему не звонишь? Я весь извелся. Ты нашла? Как не нашла? Подожди. Послушай, в черном шкафу посмотри. Там справа от двери. Там тоже может быть. Да, хорошо. Хорошо я звонил. Да что ж такое. Хорошо. И снова здравствуйте. Ушла. А где мама? Ушла по делам. А ты знаешь, что твоя мама должна нам денег? Ничего она вам не должна. Мам сказала, вы вымогатели. Ах так. Давай, Костик. Оставим ей послание. Ты что, издеваешься, что ли? Смотри, как надо ирисплировать. Давай. Круши. Ломай. Давай вот это, да. Да. Во. Папката. А он тебе еще ухо открутит. А послушайте, ребята. Можно вас на минуту? Зачем? Есть интересный разговор. Можно вас, пожалуйста? Да? Да. Все хорошо, малыш. Ребят, слушайте. Я, конечно, понимаю, работа у вас такая. Но это уже перебор. Детей бежать нехорошо. Здесь, Гриша, я же его знаю. Это мэр, которого из окна выкинули. Совершенно верно. Молодой человек. Мэр. В общем, предложение у меня к вам такое. Вы сейчас отсюда оба уходите и никогда больше сюда не возвращаетесь. Ясно? Как любопытно. И почему мы должны вам подчиняться? А иначе я позвоню ребятам. Они приедут и сделают вам так больно. Дядя Гриш, может, реально это? Пойдем отсюда. Да, дядя Гриш, идите. Пока вам позвоночник в трусы не обвалили. Позвоночник в трусы? В трусы. Звони. Кому? Ну, ребятам своим этим. Ах, ребятам. А вот это зря, ребятушки. Это очень зря. Пару слов о ребятах. Значит, Виталий и Валерий Смирницкий. Неоднократные чемпионы России по самбо и рукопашному бою. Секундочку. Братаны. Очень зря, ребята. Алло. Да, Аркадий Борисович. Алло, Виталик. Да. Валерий с тобой сейчас? Да. Послушайте, вы можете сейчас приехать сюда и объяснить здесь двум пассажирам, кто они такие по жизни. Извините, Аркадий Борисович, мы никак не можем. В смысле? Аркадий Борисович, мы вас больше не охраняем. Тут вопрос служебной этики. Простите. Какая нахрен этика? Живо сюда быстро оба. Вас кто в костюмы одел? Бандерлогия. Мы вам очень благодарны, поэтому не обращаем внимания на ваши эмоциональные выпады. До свидания. А, да. Да, все. Все, я вас жду. Через пять минут будут. Видишь, Костик, что значит головой думать? Ну да. Серьезных людей из окна не выкидываешь. Ай, ухо больное. Может, зря не поехали. Неудобно. Ехать тоже неудобно. Дилемма. Ну и кто тут не прав? Я не прав. Я не прав. Не прав. Сейчас будем делать тебе массаж простатой. Стой, подожди. Подожди, что ты делаешь? Не надо. Подожди, ну что вы делаете? Ребята, ну прекратите, вы же нормальные люди. Стой, подожди. Послушай, я оплачу весь долг этой женщины. Клянусь, весь долг платит. У меня просто сейчас нету. Послушай, послушай, я выбираю. Сейчас мы не кормимся. Спроцессор, не стой, подожди. Сейчас разъедини. Подожди, подожди, не надо. Не надо, подожди. Вот у меня на левой руке золотые часы. Золотые часы, возьмите. Они 10 тысяч долларов стоят. Ну, хорошие часы. Да, хорошие часы, хорошие. Забирайте их. Вещь. Точно золотые? Ну, конечно, золотые. Я же мэр, в конце концов. Ладно, отпусти его. Отпусти, пусти. Жаль. Легко отделался. Так что, Константин, сик, транзит, Глория Мунди. Че? Ничего. Был начальник, стал говно. Вот так проходит мирская слава. Пошли. Приехал. Лидия Алексеевна, сейчас, видите, копии делаю. Да он поднимается уже. Ну, задержите его. Да как я его задержу? Не знаю, как угодно. Павел Юрьевич. Мне некогда. Павел Юрьевич, это срочно. Что случится? Я должна вам сказать. Говорите, что вы не хотите сказать. Дума, говорите. Я люблю вас. Это как? Сильно. Я понимаю, я не пара вам. Вы красавец. Спасибо. А я старая. У меня барикос. У меня крапивница. Лидия Александровна, давайте успокойтесь, пожалуйста. Как маленько себя ведет. Вы красавец. Спасибо. Вы сексапильный. Спасибо. Я хочу вас. Подождите, у вас же муж. А он мерзкий. Вы знаете, я когда... Никогда и о вас думаю. Все, тихо, тихо. Я прошу вас, пожалуйста. Видео. Я прошу вас, успокойтесь, пожалуйста. Слышите? Все будет хорошо. Все будет хорошо, Лидия Александровна. Давайте мы успокоимся. Может быть, лекарства какие-то? Корвалолчик, валидолчик. Что там? Валерианочка. Что? Лекарства вам нужны. Я... Я же вам прочувствую. Простите меня. Хорошо. Простите и забудьте. Вы мне обещаете? Обещаю. Это все-таки моя женская честь. Вы обещаете? Я обещаю. Спасибо. Спасибо. О, и что, Магел. Вань, давай капусточки тебе положу еще. Порвал. Развижник. Это в меня не уверило. Ну, извини, Вань. Ну, была не права. Значит, сидит во мне вот это состояние. Лидия. Я вообще с детства чувствовал, знаешь, что вообще какой-то особенный, что ли. Ну, ты считай, Вань, как мы избраны. Да, его. А не мой папа что-то смешное сказал, что ли? Нет. А что ты сидишь, улыбишься, в телефон свой тычешь, а? А здесь он город от преступников очищает, а ты это... Юля, телефон отложи. Ты че цыкаешь-то? Ты че так цыкаешь, с матерью как разговариваешь? Ты че? Ты вообще почему здесь? Че они в школе? Братан, он в школе. Ну, а у меня учительница по математике заболела. А у нас в математике других предметов нет, да? А я все выучила. Я хорошо учусь. Выучила? Да. Молодец. Можешь, вон, посуду собери, помой. Я вашу посуду с утра вот так перемыла. Юля, рот закрыла, встала и пошла мыть посуду. Че? Подожди, Нин. Телефончик дай сюда. Это... Телефончик дай сюда. Пожалуйста. Пока еще на мои деньги куплен. Встала и мыть посуду. Шагом марш. Видал? Ращу, ращу их. Душу вкладываю. Капсянку горовую. Да. Виктор Степанович, приказ у меня сейчас его шредера. Ну, чтоб слепые не видели. И что вот я теперь должен? Тебе спасибо что-нибудь говорить? Я вот из-за тебя чуть ногу не сломал. Щучела. Сам ты чучела. Я не хочу к бабе Любе. Думаешь, я хочу? Нам нельзя здесь оставаться. Давай, девайся. Слушайте, да не нужно вам никуда ехать. И еще раз повторяю. Я решил вашу проблему. Видите? Нет часов. И долга вашего тоже нет. А я вам не верю. Вы не такой человек, который делает что-то без личной выгоды. Это правда. Но в этот раз так вышло. Правильно, Мариночка. Не верь ему. Он с этими бандитами договорился. Они вместе тебя до нитки оберут, а деньги эти поделят. Господи, да что вы такое несете, Клавдия Викторовна? Вы вообще в свою комнату спрятались, когда они над мальчиком издеваться начали. Да никуда я не пряталась. Я контролировала ситуацию. Я сама слышала, как ты сказал, есть интересные разговоры, и в комнату к себе позвал. А может быть вы слышали, Клавдия Викторовна, как они мне бутылку чуть не засунули в то самое место, которое я при ребенке даже называть не стану. В ухо. В ухо, малыш. В самое в ухо. А вот в личное я не лезу. Беги, Марина, пока не поздно. Да пошли вы все к черту. А ключи можешь мне оставить. Я за комнаткой пригляжу. Может сдам кому. А денежки пополам. А? Вот видишь, Костик, никого в этом мире ссать не надо, и все будет. Знаешь, что это за часы? Швейцария. Они вечные. Так что делать, Гриш, может это их загоним и бабки поделим? Костик, ты дурак? Куда загоним? Это статусная вещь. Она будет работать на наш имидж. Люди увидят такие часы и сразу поймут, что я не китайский болванчик, а серьезный мужчина. И будут общаться со мной по-другому. А что с долгом ее будем делать? Будем работать с ней. Что-то мне не нравится. Причувствия у меня какой-то плохой. Да потому что ты ссыкло, Костик. Ничего я не ссыкло, просто предчувствие. Добрый день. Ссыкло! Здрасте. Мужчина, колядку за собой закрываем, не мая, месья. Молодые люди, вы сотрудники фирмы Быстронал. Если вы закашем, то завтра приходите. Мы хотели вас попросить реструктурировать долг гражданки Былинкиной и отнестись к ней как-то гуманнее. Вы кто такие? Родственники. Я ее дядя из Армаверы. А это троюродный брат Всеволод. Мы очень переживаем. Ну, раз вы родственники, гоните сто пятьдесят тысяч рублей. Насколько нам известно, Марина Сергеевна полностью погасила долг. Родственнички, а ну пошли вон отсюда, пока я вам позвоночник трусы не обвалил. Мы не можем уйти и оставить в беде родного человека. Кроме нас, у нее никого нет. Отдайте, пожалуйста, договор. Договор? Отдать? Сейчас. Костик, ломай этого пупсика! Хватит, хватит! Наши друзья уже все поняли. Я не слышу, поняли? Поняли, поняли, поняли. Где часы, которые у мэра забрали? До свидания. Ну, я же вам объяснил, что он занят. А я еще раз говорю, у меня есть важная информация по поводу вашего здания. Его строительство задерживал не Аникеев, а Осипенко. А вот приказ, приказ о строительстве вашего нового здания, подписанный Аникеевым полтора года назад. Адресат. И что? А это значит, что деньги были выделены? Простите. Были выделены, но, к сожалению, не дошли до адресата. А вот другой документ. Пожалуйста, посмотрите. Вот. Я слепой. Да, конечно, простите. Я зачитаю. Никто не против? Так вот, договор на покупку строительного оборудования в СМУ номер два. Позапрошлом году практически на ту же сумму. СМУ номер два, между прочим, это компания троёрного брата Осипенко. Калугин и ВС. Вы понимаете, что Осипенко ваши деньги просто крутят? Андрюша, посмотри, пожалуйста. Пожалуйста. Он что, не слепой? Он слабовидящий. Ну, помогите нам. И мы с вами вместе построим такое замечательное здание. Вы никогда не выиграете. Ваш кандидат придурок. А я испорчу отношения с будущим мэром. Пускай он сволочь, скотина и тварь, но сейчас-то он-то всё сделает. А чего вы взяли? Выберите его, кинет вас. Да все вы одинаковые. Разговор окончен. Идите. Похоже на правду. Нет. Он же у нас полагается героем награда. Чего? А. Ну, чего, чего, чего. Конечно, полагается. Давай. Данчалка, есть тебе какое-нибудь тут романтическое местечко? В комнате для утих. Ванюш, ну ты слабенький ещё. Ну, может, не надо, а? А чего ты мне перечисли опять, а? Всё, всё, не перечисли. Пойдём, слабенький. Пойдём. Вместе покажу, какой я слабенький. Коза-сэ, 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 коза-сэ. Заня, мы надолго. Давай. Коза-сэ, коза-сэ, коза-сэ. Коза-сэ, коза-сэ. Коза-сэ. Зыкальюсов, сейчас. Сейчас узлончик прищущий. Работает. Здравствуйте. Здравствуйте. В эфире вечерние новости. Все больные скажут? И сразу об Иване Самсонове, который стал... Нет, ты что, обалдёшься? Это же чужой. Ну, ты меня хочешь? Или слышать новости? Нет, почему? Или я тут все на взводе, а ты исправил день радио, а? Нет. Представляешь, в духовке забыли. Юль, выйди. Папа, ты алкаш. Да тебя просто здесь все разводят целый день. Ты просто бухой вписался в здание слепых, ты не понимаешь? Тебя по телеку целый день гоняют. Вы выяснили это все? Можем ехать домой? Заикало здесь сидеть уже, правда. И вашу посуду я тоже мыть больше не буду. Спасибо вам большое. Вы не пожалеете. Если Самсонов победит, первое, за что мы возьмёмся, это будет ваше здание. Только не нужно этого сейчас, не нужно. Я своё мнение не менял. Это меня коллектив вынудил. Спасибо. Допустим, мы согласны вам помочь. И что мы можем сделать? Сказать, ладно, мы не сердимся? Нет. Нет, это не поможет. Ну что тогда, что? Что тогда, что тогда? А это что у вас тут рассыпано? Шалфей был. Фасовали мы его. Отсырел весь. И сырьё на мешках сгорело нафиг. По вашей милости. Сырьё, говорите? А что? Это отлично. Ну что ж, что отличного? Это был наш заработок. Ну что ж. Пробуем. Раз других вариантов у нас нет. Андрюш, и что она делает? Я не знаю. Товарищ майор, собака среагировала на остаточный запах конопли. А дышь, чем это пахнет? Я не знаю. Гена? Каннабис. Здесь навскидку килограмм пять сгорело. Значит, об особо крупных. Там что? Да, ботва какая-то. Для прикрытия. Матрюшки-матрюшки. Здравия желаю. Привет. Что в коробках? В коробках из-под шалфея обнаружена травяная смесь. Поеду и запаху похоже на коноплю. Экспертиза покажет. Здравствуйте. Кошмар какой-то. Во что я ввязался? Вот черт, а. Все запасы свои вываливали. У вас тут достать можно? А я откуда знаю? В 45 прием. Можно. Марина Сергеевна, мы отреагировали сразу, как смогли. Вы находитесь под нашей защитой. Вам не о чем беспокоиться. Я вам звоню, а вы не сбрасывайте. Поймите, произошла небольшая накладка. Вы уж нас извините. Мы провели с этими людьми разъяснительную беседу. Все, они вас больше не потревожат. Марина Сергеевна, не надо никуда ехать. Никакой бабе любит. Все, вы успокоились? Да. Что это? Это же часы, а не Киева. Нет. Как часы в силу Алексеевича. Да. Мои наградные. Из ремонта только что забрал. Давайте я вам замоку. Не надо. Сама. Аккуратнее. Все, ты задурил? Извини, не успел убрать. Молодец. И что ты хочешь делать? Ничего себе. Расскажу все, как было. Пусть знает. Находясь в ресторане, господин Самсонов совершенно случайно услышал разговор двух нетрезвых людей. Из разговора он понял, что незрячих граждан используют для фасовки марихуаны. Выдавай ее за шалфей. Преступники намеревались отправить партию наркотиков из здания ВОЗ. Действовать нужно было быстро. Поэтому наш кандидат принял решение самостоятельно уничтожить эту партию наркотиков и принять внимание общественности к этому вопиющему факту. Они же тебя заклюют потом. А может вообще посадят? Ну, посадят, значит посадят. Значит по делу. Прекрасно. А на жену с детьми тебе плевать, да? А как это прокомментирует наша полиция? Пять килограммов уничтоженной марихуаны для нашего города это успех. Ведется розыск преступников. Мам, ну хватит ссориться, пожалуйста. Извини. Пап. Чего ты топкаешь? Все это там было. Сидит, сидит здесь. А у вас что, нет претензий к Самсонову? Он же разрушил ваше здание. Нас ввели в заблуждение и опозорили. Поэтому господину Самсонову мы только благодарны. Простите, а что по запаху? Было непонятно, что это не шалфей? А? Дело в том, что далеко не каждый знает, как пахнет марихуаном. Не судите по себе, молодой человек. А стыки Дани у тебя все равно неровные, понял? Благодарю вас за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Чего у тебя оружие такое кислое-то? Ничего. Не нравится мне твоя работа. У тебя так Гриша. Да они просто нас в раствор застали. Называется эффект неожиданности. Да идиотим раз плохо. Он меня схватил, это как специалист. Это ты специалист. Теплого по ноге пускать. А чего сразу начинаешь, дядя Гриша, а? А чего ты на них голыми руками попер? Где твоя телескопическая дубинка? Где, где? В ящике она. А что она там делает? Лежит она. Она должна быть наготове всегда. О, другое дело. А что мы с долгом этой бабой будем делать? Сами будем возвращать, что ли? Ничего мы возвращать не будем. Короче, так. Бабу эту надо закошмарить по-жесткому. Она нам теперь не только деньги должна, но и часы. А как мы закошмарим? Бутылку кинем ей в окно. Зажигательный смесил. Родственники эти ее. Они же уехали. А если припроться, ты их этой телескопической дубинкой приложишь фрешбану. Да. Вот так. Страх. Все, потому что это наша поляна. Наша поляна. Потому что мы здесь решаем. Мы решаем. Да. Извините, пожалуйста. Вы коллектор. А что мы хотели, мужчины? Мы от Аркадия Борисовича. Хорошая вещь. Телескопическая дубинка. Вкусно. Вань, ну поговори со мной. Ну, пожалуйста. Вань. Вань. Я сказал, все. Я свою кандидатуру с этих выборов снимаю. Ну, почему? Объясни мне, почему? Ты что, не понимаешь, а? Нет. Блин, я... Я задавить кого-то мог. Ну, там, ДТП. Убил бы кого-нибудь. Ну, так не убил же, Ваня. Вот если бы убил, вот тогда была бы жопа. Хотя наша Илонка и тогда бы что-нибудь придумала. Правда? Правда. Ваня. Ваня, я тебе... Пошел нахрен от меня, а? Я тебе башку сверну. А не кейф? К себе. А мы разберемся. Ваня, не тупи. Это уже не я говорю. Это уже здравый смысл тебя вопит, пытаясь пробиться через твою тупую, убогую совесть. Ракаш. Тут не надо меня лечить, хорошо? Я свое решение принял. Все. А что такое? Что, стыдно стало, да? А никакой у Ванны стыдно бы не было. Он бы сейчас до потолка прыгал, узнав, что его отмазали. Я себе он кто-то. Можно? Вон. После пыха деньги забрал, крутил два года. Это ж когда мэром станет, ничего не построит. Ой, да, конечно. По-свински поступили, но у вас хотя бы совесть есть. В общем, так. Я с журналистом говорить ничего не буду. Если захочешь, сам расскажешь. Хорошо. Хорошо. Ну че, внучек, в большие люди выбиться захотел? Шиш. Здесь родился, здесь сгниешь. Слушай, бабушка, ты можешь хоть раз что-нибудь хорошее мне сказать? Могу. Пижаму тебе – бомба. В ней и сдохнешь. Да? Все, короче, лучше успокоиться. Ничего не сделает вы Самсонов. Я его убедила. Уверена в этом? Я профессионал. Я знаю человеческую психологию. Ладно. Я, чтобы убедиться, щелочку за ним посмотрела. Слушай, я поеду в гостиницу, что-то так устала. Еще и травы нет. Все, поехала. Спасибо, мам. До свидания, Даня. Пока, Даня. Пока, Даня. Даня, ты еще раз извини за то, что у тебя настроение испортили. Приемник сломали. И стыки у тебя ровные. Рунда. Я… Нет, я так рад, что мы опять с тобой встретились. Серьезно. Серьезно. Я постоянно о тебе вспоминал. Ты имей в виду, я… Ты всегда можешь на меня положиться. Да. Фавка, вкусно. Да-да-да-давай я. Пока. Погнал? Пока, Даня. Немного, я знаешь, что подумал? Ну… В общем… Отзову мне пора браться. Серьезно. Надо пить поменьше. Книжки будут читать. Вообще надо расти. Для всех смыслах. Давно пора. Сорок лет все-таки. Ну что ты, я серьезно тебе говорю. Посмотришь, ты еще удивишься. Я не сомневаюсь. Удом-то нет, блин. Никакой поддержки. Знаете? Когда она не заберет. Разбивай! Зав trustees. Люди увидят мне NASA! Да, Виктор, Стефан, слушаю вас. Я тебя предупреждал, идиотина? Я тебя чё слил? Гритим! Говнюк! Я даже рожу вот сейчас твою представляю, похожую на жопу! Слышишь меня, нет? Слушаю, Виктор Степанович, слушаю вас. Слушай, не делай мне одолжения здесь! Я не делаю. Теперь торчишь, как ржавый лун в говне! Любая обезьяна эти выборы выиграет! Ты что, хуже обезьяны? Нет, я лучше обезьяны. Так, ты чего там сейчас ерничаешь, что ли, со мной? Ты со мной ерничаешь, что ли? Нет, я не ерничаю, Виктор Степанович. Вот и не надо со мной ерничать сейчас! Кибунь красношопый! Чучело, кретина, кусок! Вообще-то вы связался, а! Ему даже что-нибудь просрать, доверить, ты и это просрёшь! Ты слушаешь меня? Слушаю. Что слушаешь? Ты чего там, по громкой связи со мной говоришь? А ну-ка, взял быстро трубку в руки! Трубку в руки взял! Я слушаю возле уха. Баран, ***, берёзовый! Шопа твоя верблюжья! Ты что, понимаешь, да? Да. Жертвы коллекторов? Что-то хотели? Да, сказать спасибо и попросить прощения. За что? Я вас обидела. Была неправа. Вот такая вы нехорошая. Правда, спасибо. Я просто не знаю, как вас отблагодарить. Ладно, всякое бывает. Ну. Ну что вы? Так, с Богом, успокойся. Всё уже позади. Господи, присядьте. Просто. Всё хорошо, моя. Я просто испугалась. Всё уже хорошо. Всё уже позади. Верно? Всё закончилось. Вот и чудесно. Я-то была не хотят. А быть такой. Это нормально. Мужчина должен помогать женщине. Верно? Да. Вот. А женщина должна помогать мужчине. Что, чего? Ну что, вы же сами сказали, что хотите помочь, но не знаете как. А я... Вот и мразь. Подождите, вы же сами сказали только что. Вот вы сдурели! Да вы сами сказали. Короче. На новаторов одна бабка есть. Она у нас на похороны мужа полотенник брала. Так что, можно её присынуть, а хату на нас переписать. А? Да как-то стромно. Всё ясно с тобой. Секлот и Костик. Не ссыклое. Секло. Не ссыклое. Секло-секло. Не ссыклое, дядь Гриш. А ну давай пойдём. Вот. А, пойдём. Давай. Удаю старого доброго. Боица Костника. Ря. Э, уважаемые. Это же вы коллекторы. Деньги, которые просят. Этот ректор точно за что-то поставит, да? Да, поставит, поставит. Э, да я чисто по мелочи ему колено прострелю и всё. Аркашка, тебе же звонят. Я что ли должна твоих шлюх пускать? Сам его шлюха? Ага, если бы. Лёвичка, ну зачем ты пришла? Так я соскучилась, кот. Ты думаешь, я не соскучился? Я уже на стенку лезу. Но я должен выполнить большой объём работы. Так что давай, дуй домой. Что, я зря что ли? Надевала костюм зайки из Верополиса. Это запрещённый приём. Что вы себе позволяете? Руки к стенке. Есть. Ноги! Что это у нас? Слова. А разрешение на него есть? Проверен. Ты где харафор, Каша? Что? Слова. Ты где харафор, Каша? Ты где харафор, Каша? Ты где харафор, Каша? Слова. Слова. Что это у тебя? Что это у тебя? Что это у тебя? Сансонов, что с тобой? Что? Ну, Орек, ты же мне сам сказал, чтобы дикция была нормальная. Я говорю, прочитал Маковели. Я говорю, прочитал Маковели. Государь этот. Слушай, ну твари они там все, конечно. Ну, книжка ничего так интересная. Что ещё-то прочитать? Сходи надо. Ещё секунду, мне бы секс приснился. Иди. Иди позже заходи, иди. Потом. Аркаш, ну ты чё? Ну ты сам говорил, времени нет. Искусство военное сунь зи. Сунь чё? Зи. Тебе чё там снится-то? Привет, Аркаш. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте, Марина Сергеевна. Что вам опять надо? Наша организация приносит свои извинения за возникшие недоразумения и с радостью сообщает, что ваш долг полностью аннулирован. Поздравляем. И чтобы не прощаться вот на такой ноте, Константин. Небольшой комплимент от нашего заведения. И ещё. Эдуард Валентинович просил передать, что он жить без вас не может. Ну и всё такое. В общем, просил позвонить. Затягивать. Да, пожалуйста. Марина Сергеевна. Читайте, пожалуйста, вот всё, что там написано мелким шрифтом. Потому что не все микрофинансовые структуры такие же лояльные, как наши. Чё? Чё улыбишься? Ветош. Если б не ты, я б сейчас не унижался бы. Ну, там без верятов было. Ну, я… Сильно ищет способ. Слабый причину. Чё здесь… Так проходит жизнь. Виски. Пожалуйста. Спасибо. Девушка, принесите-ка мне капучино без корицы. Хорошо. А впрочем, давайте с корицей. Угу. На меня дошла информация, что у многих из вас появились сомнения. Ну, так вот, хочу сказать вам. Процесс запущен. Все договорённости соблюдены. Кластер будет построен. От вас я по-прежнему жду участия. Всё. Всё. Паш. Да? Скажи лучше, Губер с нами? Естественно. А я знаю, что он припарковал вопрос. Ждёт результатов выборов. Ой, богу, смешно. Какие результаты выборов могут быть? Не знаю. Самсонов прёт. Спокойно. Вот у нас здесь присутствует председатель избиркома, сейчас мы у неё всё узнаем. Ваш капучино. Милая, я же просил с корицей. А, простите, сейчас. Елена Петровна, дорогая, скажите, пожалуйста, насколько мне известно, кандидат Самсонов в подписи подался огромным количеством нарушений. Ведь да? Ведь нет. Как? Подписи собраны предостаточно. И все оформлены верно. Подождите. Так мы же с вами предполагали, что у кандидата Самсонова будет обнаружено множество грубейших нарушений. Предполагали? Предполагали. Ты же позавчера здесь сидела, вот коньячок французский пила и вместе со мной. Предполагала? Предполагала. Ну? А вчера мне позвонили из центра избиркома и сказали, что выборы в Синеозёрске должны пройти исключительно честно и прозрачно. И предупредили очень строго, чтобы я там лишнего ничего такого не предполагала. Это... Это очень интересно. А почему? А потому что к выборам особое внимание из центра. Самсонов звезда. И народ интересуется его судьбой. Никогда Самсонов не победит. Никогда. Ну, в Трампа тоже никто не верил. Короче, Паш, пока не будет гарантии твоей победы на выборах, лично я пас. И я тоже. Понятно. Пожалуйста, с корицей. Что ты можешь с ним маячить, а? Ну, сколько можно ты каждые три минуты? Туда-сюда! Туда-сюда! Дай поговорить в конце концов! Простите. Ну, ты и злодей. Прям Джокер. Хит-Леджер был лучший. Упокой, Господи, его грешную душу. А Джаред вообще никакой. Юленька, что там с кофе? Минуточку. Вкусно. Еще бы. Из Валенсии приехали, именик ставили. Все производство с нами организовали. Сколько сможешь мне отгружать? Две стенок в месяц. По три рубля штука. Скиночку сделаешь? Двадцать процентов. Юля, смотри. Борзей. Вася, не борзей. Десять процентов. Давай. Спасибо. Ваш кофе, пожалуйста. Не-не-не. Спасибо, солнышко. Слушай, откуда ты красавицы таких набираешь, а? По объявлению. Иди, Юляш, иди. Не лезь. А что такое? Конкуренцию, что ли, боишься? Ты совсем, что ли? Девочка сирота, у нее трагедия. Мать под электричку попала в лепешку. Отец с горя с двадцатого этажа сигнал тоже в лепешку. С бабкой живет, а болеет все время. Сирота. Ну, как даже лучше. Сиротой вообще никаких проблем. Вася, ты дурак? Встал, вышел отсюда. Ну, все, все, ну, понял. Ну, что ты? Понял. Больше не буду. Ну, давай. Давай. О, значит пятнадцать, да? Иди, пятнадцать. Ну, встанем. Ну, как, Юляш, не обижают тебя здесь? Да нет. Спасибо, Венеев Игоревич. Ну, беги, беги. Хотя нет, подожди-ка. Ну, вот. Купи себе платье, тирамису или там, что вам девочка моя. Ну, или бабушке что-нибудь. Спасибо. Вы меня прям балуете. Да ладно, идите. Спасибо. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Садитесь. Я вижу, сегодня все в сборе. Толик, лейтенант. Появились новые сложности. Так, что там? Тот кандидат из народа. Самсонов который. Ну, который мэра в окно выбросил. Вы помните? Так, я все помню. Ну, вот. Он теперь набирает популярность. Ну, и? Ну, и Осипенко теперь может проиграть выборы. И что? И в свете этих событий местные элиты боятся вкладываться в наш выдуманный кластер. Они ему сегодня об этом сообщили. Так. И что? И у него гипертонический кризис дома лежит. Хорошо, что на совещании оказался главврач местной клиники и оказал ему первую помощь. Да я не про Писенко, Осипенко. Ваше предложение? Да закрывать их надо уже, товарищ генерал. Вам лишь бы закрывать. Так, полковник. Успокойся, я только начал разбираться. Зина, дай вилку. Товарищ генерал. Мы должны дискредитировать этого народного кандидата, чтобы выиграл второй. Ну, который Осипенко. Тогда остальные взяточники перестанут бояться и вложатся в наш кластер. Подожди. Ты предлагаешь вмешаться в частный ход выборов? Да. Отлично, занимайтесь. Есть. Спасибо, до свидания. А, это, вы тело этого узбека утилизировали? Какого узбека? А, это же не у вас. Это в Ханты-Мансиске. Ой, извините, закрутился. Все, на связи. Давайте, ускоряйтесь. Есть. Так, все, Соколов, иди в архив. Так я что, не в группе? Нет. Ты теперь просто должен приходить на связь с Москвой. Все. Да. Послушай, Лёля, я столько в тебя вложил. Сейчас хочу получить просто маленький сексуальный дивиденд. Ах, вот как ты заговорила. Послушай сюда. Если ты прямо сейчас не приедешь, я перестану давать тебе деньги. Да, не даю. Но я вот выйду отсюда, верну себе все свои деньги и тогда перестану тебе их давать. Послушай, не клади трубку. Не клади... Ах ты, неблагодарная содержанка. Так, Сиземов отказал. Габуленко отказал. Но, в принципе, вообще в городе нет. Мы не можем продолжать компанию без спонсоров? Нам даже уже плакаты напечатать не на что. Ничего, она еще пожалеет. Ты вообще слышал, что я сейчас сказала? Да слышу, я слышу. Ну и что делать будем? А вот что будем делать. Так, Аникеев. Иди сюда. С ума сошел, что ли? Ну, пожалуйста, подожди. Я тебя прошу. Слушай, мы с тобой сто лет назад договорились, что только деловые отношения. Ни о чем не могу думать, пожалуйста. Ай, дура, больно! Не надо вот сейчас на меня смотреть, как побиться бамбуком панда. Лучше придумай, где нам денег взять. Ай, да не даст никто денег. Яиц ни у кого в этом городе нету. Ни у одного из бизнесменов. Кроме Игнатьева. А это кто? Мешкомбинат. Но он все равно не даст. Ни Осипенко, ни мне. Он нас ненавидит. Один раз кричал, что киллера наймёт. Интересно, почему? Да я хотел просто в его бизнес войти. Он упёрся, как сучонок. Понятно. Иголочка, послушай меня. Ну, пожалуйста. Давай потрахай. Ну, пожалуйста. Ну, там отсел минутки полторы. Я тебя очень прошу. Я уже давно уже терплю. Вот ты все-таки не настоящий друг. Ну что, Мариночка, ты посмеялась? Да, это было необычно. Я хотел их еще заставить выучить стихотворение Блока. Мира, восторг беспредельный, сердцу певучему дан. Мне кажется, это был бы уже перебор. Да. Я тоже считаю, что был бы перебор. Послушай, Мариночка, ну что, мы сегодня увидимся вечером с тобой? Эдик. Я тут подумала о нас. Так. Тревожное начало. Послушай. Нет, это ты послушай. Кажется, мы зашли в тупик. У тебя Алла Евгеньевна, у меня это не важно. Просто никаких перспектив. Так. Вот если бы ты дала мне сказать, то ты бы их увидела. Ты о чем? Дорогая Марина Сергеевна, я с удовольствием вам сообщаю о том, что я рассказал о нас Алле Евгеньевне. Что? Ничего. Теперь она все знает. Да, конечно, она в шоке, но так и должно быть. Это, конечно, не будет так быстро, потому что мы соавторы, но процесс пошел. Ну, что ты молчишь? Я ошлублена. Прекрасно. Значит так, я приношу бутылку шампанского, свечи, а ты готовишь мой любимый торт со сгущенкой. Хорошо. До вечера, Марина Сергеевна. До вечера. Я еду к бабе Любе. Да нет на него никакого компромата, обычный мужик. А может какие-то тайные страсти? Тайные страсти? Ты на его рожу посмотри. Рыбалка, машины, футбол. Прям как я. Придется придумывать. Эдик? Не похож. Наркоман. Да куда там явно алкаш? Педофил. Да ну? Не сработает? Сработает, но мужику жизнь испортим. Что за сантименты? Что? Он мне симпатичен, нормальный мужик. Нет, я против педофила. Ну, я тоже. Я их ненавижу. А я прям обожаю. Ладно. Тогда давайте сами. Отвергай, а предлагай. Я не знаю. Избил там инвалида. Меня все ребенок не отпускает. Вот если бы он ребенка ударил. Ну, каким образом? Согласен, бред. Товарищ полковник. Вот документы по вашему запросу. Ну, что тут у вас? Лева, я никакие документы не запрашивал. А ну, живо в архив. Дядь Миш. Лева. Да пожалуйста. Чего уставился? А что, если он не совсем ребенок? В смысле? Не-не-не-не-не. Я не согласен. Даже не думайте. Да вы о чем? Лева, иди в архив и сиди там. И не надо больше никаких документов сюда приносить. Нет. Даже думать забудьте. Убью. Добрый день. День добрый. Вы по какому вопросу? Я… Юля. Как? А что это мы тут делаем? Почему не в школе? Я здесь работаю. Только прошу вас, пожалуйста, родителям не говорите. Мне деньги очень нужны. На что? На аборт. Нет. Только мне это вы… Вы родители, пожалуйста, не говорите. Я не хочу, чтобы они переживали еще что-то. Конечно. Это мои проблемы и я сама их решу. Руку дай. Зачем? Руку дай, говорю. Ты что меня за идиотку принимаешь? Мне какая-то не беременная. А как вы узнали? Никак. Я тебя на пон взяла, а ты сейчас сама призналась. Блин. Ладно, давай выкладывай. В чем дело? А что выкладывай? Все. Что мне задолбало все? Что родителям на меня наплевать. Что друзья у меня дебилы полнейшие. Что город он затостой. Я уехать хочу. Куда? В Москву. Нет, я уже все продумала. Я буду работать официанткой. Буду ходить по кастингам и стану актрисой. Ну да, это понятно. Так ладно, потом разберемся. Зачемник у себя? Да. Мам, почему мама должна ехать к бабе Любе? Я не хочу. Потому что к маме приедет дядя Эдик. И нам нужно поработать. Вот. Послушайте, а зачем вам куда-либо ехать? Оставайтесь дома. Пусть малыш поиграет в своей комнате. Вот. А мы пока с твоей мамой поработаем в комнате дяди Аркадия. Можно? Угу. Угу. Дядя Аркадий шутит. Он не может работать с мамой, потому что у него нет ученой степени. У меня нет? Угу. Да я профессор в этом деле. Не то, что ваш дядя Эдик. Мама, можно я поеду к бабе Любе? Конечно, конечно, можно. Нет, нельзя. Марина, дайте, позвольте мне. Послушайте, я часто себя вел, возможно, недостаточно корректно, а на самом деле я могу быть очень нежным и ласковым. Спасибо. Марина, послушайте, ну дайте мне еще один шанс. Уверяю, вы не будете разочарованы, Марина. Так, не портите мне прекрасное настроение. Леш, вставай. Вставай. Ладно, ну займите тогда хотя бы денег, я себе эскорт найму. Что? Ну, патану закажу. Пять тысяч всего, рублей. Часом не хватит. Пойдем лучше. Марина, а я вас между прочим, я вас между прочим, спас от коллектора. А я вам сказала спасибо. А, стыдами, вы бессердечная Марина, неблагодарная. А насколько сильно, Аркаш, ты хочешь секса? Клавдия Викторовна, вы мне не подходите. Я ж тебе могу пять тысяч дать. Все равно нет. Никогда за деньги этим не занимался и начинать не хочу. Придурок, на проститутку твою. Да ладно. Вот это неожиданно. Так давайте, давайте. Только тебе придется их отработать. Ягодка вы моя. Да я на все готов. Командуйте. Начнем со стирки. Пошли. Ну что, как? Потрясающе. Испанские? Здесь делаем. И лучше, чем там. Но этого не может быть. Не верите? Ну-ка, вот же цех. Там и делаем. Вы знаете, это удивительно. Правда ведь говорят, есть пророки в своем Отечестве? Да бросьте. Так, работаем, стараемся. Если б меня не душили эти твари из мэрии, я б тут развернулся. Илонечка, вы мне понравились. Я вам сделаю скидку на всю продукцию. Пятнадцать процентов. Сколько возьмете и чего? Да. Понимаете, в чем дело? Я как бы немного пошутила. Но я не совсем оптовик. А кто? Секунду. Вот, пожалуйста. Я возглавляю предвыборный штаб Ивана Самсонова. Ну, это народные кандидаты, может быть, слышали. Вон он, в счет от дворей, кровососы! Не, красава моя! Не дал? Подождите. Есть у него одно место слабое. Пунктик. Так, что за пунктик? А вы родителям про меня не расскажете? Не расскажу. Да дочку свою безумно любят. А она его видеть не хочет. И что? И что? Он хотел, чтобы она его дело продолжила, а она балерина. Да еще и викторианка. Ну, бывает. А что? Ну, они уже год три не общаются. Она из дома ушла. Ну, ясно. А он у него хороший, с девочками разговаривать так и не научился. Как вы найти? Секундочку. Понимаете, в чем дело? У него нездоровое влечение к женскому силу. Вот вы посмотрите. Вот это он перенес в класс и всем показывал. Ой. А ты где это взял-то? Ты что, подглядывал за Ингой Евгеньевой, что ли? Вы что думаете, это настоящая фотография? Нет, лицо мое. А это все не мое. Да? А чье? Я не знаю, чье. Он это сделал где-то в компьютере, в фотошопе. Ты знаешь, Слава, ты мне лично очень оскорбил. Он урок сорвал. Ты слышишь, что учителя-то говорят? Так вот это еще на фоне слабой успеваемости. Вот что с ним делать? У него уже два в четверти вырисовывается. Угу. Вы извините, мы исправим. Ты бы брал пример сестры. Сестра умная, серьезная, старательная. Кстати, как ее здоровье? Че, Юля? Да. Нормально, спасибо. То есть операция прошла хорошо? Какая операция? Ну, я так понимаю, что-то серьезное у вас, если девочка уже две недели лежит в областной клинике? Да, вы знаете, это очень серьезная операция. В клинике лежит. Вы передавайте ей привет от нас. Вообще, я надеюсь, она школу закончит со своим классом. А с сыном надо срочно что-то делать. Все-все исправим. До свидания. Да. До свидания. До свидания. Вставай. Отцу сам дома расскажешь. До свидания, Самсон. Посмотри, лейтенант, ничего сложного. Главное его выписать. Надо, чтобы он тебя ударил желательно несколько раз. Потом падаешь, потом убегаешь. Понял? А мы все фиксируем. Так вы же сказали, что я не в группе. Ну, теперь все изменилось. А может, у меня желание пропало? Ну, ладно. Все. Не хочешь, как хочешь. Ладно, договорились. По рукам. Молодец, лейтенант. Вожуха. Держи. Это что за отстой? Почему отстой? Капитан лично выбирал. А у него, между прочим, четверо детей. Да куда ты? Переодевайся. Ну, что ты еле-еле жулькаешь. Целее три. Вот еще. Фу. Клавдия Викторовна, а что нельзя вот это все в стиральной машине выстирать? Ты что, Аркашка? Это же югославские. Их аккуратно, на руках надо. И вообще хватит болтать. Столько дел впереди. Ты вообще хочешь секса или нет? Клавдия Викторовна, вы со всей квартиры белье притащили. Вижу, Аркашка, не хочешь ты секса. А, чёрт. Аккуратней надо. Так и до секса не доживешь. Аккуратней надо. Так и до секса не доживешь. Ну, какой тебе секс, Аркашка? Одеялом сунуть не можешь. Господи, боже мой. И в окно. Нет, не встает. Давай обратно. Вынимай давай. Если приём пробьёшь, секса не будет. Ну, вот. И сьёт, и вяжет, и слова не скажет. Вставай, вставай, Аркаш. А ждут великие дела. Какая вы неуёмная, Клавдия Викторовна. А. Сублимируйте, похвально. Идите спокойно, куда шли. Сколько усилий ради простого сорокосекундного советия. Закрутит свой поганый рот. Всё равно он никогда не уйдёт от своей Аллы Евгеньевны. Уже ушёл. Это он вам так сказал? И вы поверили? Поверила. Он же не вы. Маринка, ну опять ты со своей сгущёнкой. Ну, ну, в прошлый раз так рвануло. Я думала, война началась. А, я таймер поставлю. Ягодка моя. Я закончила. Гоните пять тысяч. Ничего ты ещё не закончил. В смысле? А знакома ли тебе, Аркашка, слово «педикюр»? Я отмечена. Самсонов. Вот, пожалуйста, «Искусство войны», как вы просили Сунь Цзы. Книга новая. Только что получили, пожалуйста, относитесь бережно. Ты что, не волнуйтесь, всё будет пучком. Пучком? Я вообще вам могу ничего не выдавать. Потому что вы злостный должник. Вы когда взяли Носова Незнайкану Луне? Вспомните. В восемьдесят четвёртом году. Тридцать четыре года прошло. Не стыдно? Макеавель-то я вернул. Не знаю, где этот Незнайкан. Ну, ищите. Ищите. Так. Относитесь бережно. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Идёшь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир, тебя я туда посылать не рад. Но как отец, ответь мне. Сев, глянь, похож на ребёнка? Шапку на лоб больше не тяни. Вон он идёт. Всё, давай, лейтенант. Давай, пошёл. Ты что, с ума сошёл? Дай сюда. Ствол на базу. Вернёшься, отдам. С кого? С Богом. Да, да, Нин. В библиотеке буду. А чё случилось? А, понял. Всё, скоро буду. А вот иду уже. Сейчас он через саный мост и дома. Да не волнуйся, так что-то сейчас приду. Да реально на ребёнка похож. Здорово, придура! Не понял? А чё это рожа у тебя такая тупая? Не знаю. Может, книжек мало в детстве читал. Ты чего? А жена у тебя шлюха. И мать тоже шлюха. И дочь. И первая учительница твоя тоже шлюха. Понял, да? Понял? Понял. Да чё ты? Чёрт! Летинок молодец, хорошо работает. Ну, пока никакого эффекта. Сейчас он его врежет. Я позже врезу. Ну, давай, ударь меня! Ну, ты чё думаешь, Самсонов дурак, что ли? Ты чё думаешь, я не понимаю, что ты провокатор от Осипенко? Типа я щас тебе двину, да? И малыша обидел. Кто здесь вот здесь снимает? Кто оператор? А-а-а! Запись идёт? Идёт, идёт. Ну, давай, ударь меня! Ну, чё тебе? С водой? Ну, варёныш ты мелкий, а! Книжку отдай! Давай сюда книгу! На библиотекарскую, отдай! Книгу, дал, давай! Тихо, тихо! Ну! Ну, ты что, лжи! Ударь! Раз! А тут чё? Ну! Слышь, ты гнум! А ну пошу... отсюда! Кто гнум? Я гнум? Ах ты ж тварь! Ну всё, хана тебе! Чё сиди? Страйк! Страйк! Тону! А чё тону? Там мелкая! Помоги! Тону! Ты ж гнум? Я палец! Тону! Помоги! Говнюк! Тону! Не сиди! Ты кх? Говнюк! Ух! Тьфу, ты! Че, пялимся? Че, Ширк уехал? Точнее, убежал. Ну, тут ничего не наковырять. Ой, не надо сейчас только ничего говорить. Странно мне, казалось, что маникюр шили в это лопать. Ой, Маринка, я как заново родилась. Пяточки, как у младенца. Он еще пензочкой прошелся. Так, гоните кэш, рабовладелица. Контрацептив снимешь и отдам. Чего? Какой еще? А вон тут. О, гляди, соседи сверху забавляются. Я как к печке подхожу, он маячит перед глазами. Уже месяц висит, не меньше. Висит. Он же не в квартире, он на улице. Ну и что? Входит в общую площадь. Я же его вижу. Так вы и луну увидите. Ну, не хочешь, как хочешь. Да, плакала ваша проститутка. Сами вы плакали. Это что, Инга Евгеньевна, что ли? Какая ты, Инга Евгеньевна, это калаш. Твоё сын нездоровое влечение к женскому телу. Ты что, ей голову нагляешься? Нет, ну что, нормально, здоровый интерес к женскому телу. А то, что у тебя дочь две недели в школу не ходит, это тоже нормально? Тихо, а я так не знаю. Ты что не сказал, что сестра две недели в школу не ходит, а? Я не стукач, потому что. Ну, между прочим, твоё воспитание. Не стукач, не сдам. Правильно, потому что он пацан. Ну, пацан. Да куда ты пялишься-то? Теперь мы не знаем, что с нашей дочерью происходит. Не, ну ты что делаешь-то, а? Что я делаю? А я тебе сейчас скажу, что я делаю. Если тебе плевать на дочь, то мне нет. Ты что картошку переводишь? Ты её покупал? Спокойно. Когда нет в кармане денег, привяжи ты к швабре веник. Не получается. Ну, на нет и секса нет. Девочки, не спим, выполняем. И раз, и два, и три. За мам, за мам. И хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто из них Игнатьева? Ну, вон, видите, с краю, разминается. А вы из Москвы? Ну, и как она? Да никак, ничего из неё не выйдет. Работает много, а на сцену выходит, превращается в дерево. Страх перед публикой. Вы лучше вон, к Тарабасовой приглядитесь. Приглядитесь, приглядитесь. Ясно. На середину, девочки. Просмотр через два часа. А здесь остановитесь, пожалуйста. Ну, всё, приехали. Спасибо большое, но я бы и сама могла доехать. Да куда ты сама? Вон метель какая. Ну, ладно, давай беги. Бабушке привет. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. Привет, Сусанова. Здорово. Это что, папа твой, что ли? А что, завидно? Да ты чё, он же старый. Старый, не старый, у него свой мясокомбинат. А он мне тачку скоро покупает. Так что, аривидерчи. Да. Я дома. Дядь, я сама с ней спокойно поговорю. То я тебя знаю. Чё ты меня знаешь? Начнёшь сейчас. Я чё не начну? Успокойся. Привет. Доченька. А как у тебя дела в школе? Хорошо. Пятёрка по литературе, пятёрка по русскому. Четыре по алгебре, но зато по вискультуре пятёрка. Угу. Доченька! М-м-м. А ты нам про все пятёрки-то рассказал? Может, ты забыл про какие-нибудь? Какие? Вот эти вот. Вам кто разрешил по моим вещам шариться? Тебя две недели в школе не было. Все думают, ты в больнице. Откуда деньги? Не твоё дело. Это-то моё дело. Я их заработала. Заработала? Да. Ну, расскажи нам тогда, как ты их заработала-то. Наркотиками? Что? Девочка по вызову. Проститутка. Сама ты проститутка. У вас всех ненавижу. Да, оч. Юля. Молодец. С покоем поговорила. Смотри, Жлоб. Жлоб. Алло, иди сюда. Иди, иди, иди. Дело есть. Иди. Видишь, висит. Да, он уже месяц там висит. Да? Так вот его надо снять. Смотри, залезаешь на окно и вот этой шваброй с веником сбиваешь его. А я тебя страхую. Понял? Да, понял. Да? Ну так, бери швабру вперед. Давай. Давай. Славик, ты что, с ума сошел? Ты кого слушаешь? Ты еще разобьешься. Я матери все скажу. Что? Ладно, я сам полезу. Только держи меня. А как держать? Нежно. Главдия Викторовна. Давай швабру. Так, смотри. Давай, держи меня за ногу. Вот так. О. Крепто держи. Главдия Викторовна, что все это за тень? Ничего, ему полезно. Крепче держи, жлоб. Простите, у нас просто сгущенка взорвалась. Да идите вы все в жопу! Сейчас пойду, найду ее. Нет, найдешь ты ее. Найдет он ее. Слушай, это мой город. Моя дочь. Все. Жди нас. Возвращаем его в квартиру. Так точно, приняли. Ты что, Аркаш? Ничего, твой сын убийца. Аркадий Борисович, идемте. Капустина? Привет, Юрка видела? Видела, прибежала туда вся в слезах. А, там мы все и подсапались. А что, куда она могла пойти? Не знаю, ну, к хахали своему, наверное. Чего? Ой, дядя мой, не извините, мне бежать надо. Так, ну-ка, стоять, Капустина. Стоять, кому сказал! Иди сюда! Значит так, еще раз выйдете за пределы квартиры, поедете в СИЗО. Еще раз вам говорю, я не выходил, я выпал из окна. А из СИЗО не выпадешь. Держи метлу. Гарри Поттер. Ой, целый. Спасибо тебе, Аркашенька. Теперь к окну подойти можно. Деньги. Какие деньги? Пять тысяч рублей. Аркаш, откуда у меня такие деньги? Я ж пенсионерка. Я двенадцать тысяч получаю. Еле концы с концами свожу. Меня не колышет. Где мои пять тысяч рублей? А ты не ори на меня! Я тебе русским языком сказала. Я пенсионерка. И денег у меня нет. То есть вы, вы чего, кинули меня? Я вам отомщу. Да вы мне уже отомстили. Говорю же, пенсия двенадцать тысяч. Слыхала, Маринка? Денег ему на проститутку подавай. Вообще-то Клавдия Викторовна он-то свою работу выполнил, а вы его обманули. Ой, тоже мне честная нашлась. Сама мужика из семьи увела. Старую бабку морали учит. Ну, а Эдуард Павлендинович давно был в стадии разрыва отношений. Ага. В аду расскажешь. Да не найдет он никого. Он же бестолковый. Ань, не волнуйся. Да ничего мне делать, а. А ты попробуй ас-ас-ас-ас-ас- Что? А социальными сетям пробить геолокацию. Да я в этом вообще ничего не соображаю. Ты что? Я сейчас приеду. Я же десять раз сказала, я видеть его не хочу. Я тебе сейчас по-дружески кое-что скажу. Знаешь, иногда мы делаем такие ошибки, которые потом невозможно исправить. Когда-нибудь ты захочешь помириться со своим папой, а ты захочешь, но будет уже слишком поздно. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Я сто раз пыталась с ним помириться. Он, когда меня увидит, сразу начинает орать и гадости всякие говорить. И вообще, оставьте меня в покое, чего до меня докопались. Все, все, все. Никто не докармливается. А знаешь что? Что? А ты никогда не думала, что ты так злишься, потому что твой папа прав? Чего? Ну ты реально бездарная. Видела я твою тренировку. Балерина из тебя, извини, никакая. Ну я просто тоже танцем занималась. Понимаю, что тебя даже под танцовку никто не возьмет. Приглашается Галина Игнатьева. Не стоит. Приглашается Галина Игнатьева. Ну правда. Галина Игнатьева. Галина Игнатьева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Галина Игнатьев. Галина Игнатьева. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чё, съела? Кикимура. Следующая, Ольга Зимина. Кто? Что надо? Торт принесла. Сгущенка взорвалась, поэтому с вареньем. Плюнули в него, небось. Да, и слабительное положила. Не нужен мне ваш торт. Я такие десерты своей жизни не ел, которые вы даже по телевизору не видели. Поздравляю. Красавка, доходя. Следующая, Гульнара Тарабасова. Ну вот видишь, когда разозлешься, можешь нормально работать. Ничего. Ничего. Тебе знаешь, спортивной злости не хватает. Без техники, это нормально всё. Поехали-ка. Я очень не думала, что ты этого делаешь. Я это сделал. Грюзди. Я тортик. Я тортик приготовил. Ты, Маринечка, самый сладкий, а? Мой тортик. Прости. Прости, что это? Странно. Странно. В каких краях встретишь? Да. Да, Аллочка. Как не улетела? Почему? Ох, отравилась. Кошмар. Нет-нет, я здесь. Я сейчас... Я выскочил в магазин. Я сейчас буду, да. Я скоро буду, да. Может быть, в аптеке что-то купить? Хорошо. Хорошо, я бегу. Я бегу. Боже. Боже. Марин, ну, ну, солнышко, ну, что ты так смотришь на меня? Ну, ну, прости меня. Я немножко преувеличил. Преувеличил. Ну, я ей всё расскажу. Скоро всё расскажу про нас. Ну-ка, быстро говори, что ты не сердишься на меня. Ну, ну, скажи, что... Ну, не сердюсь. Ну, всё прекрасно. Ты, пожалуйста, выбей шампанского. У тебя поднимется настроение. Я побежал, Марина. Побежал. Да? Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы можете мне помочь очень срочно? Что случилось? Врачи сказали, что бабушке срочно нужна операция в Москве и мне нужны деньги. Я посчитала, там за лечение, проживание, проезд 157 тысяч 600 рублей выходит. Я всё верну вам до копейки. Правда, я отработаю. Подожди, подожди. Приветствую. Главное у себя. Может, я смогу чем помочь? У меня всё-таки связи и... Вениамин Игоревич? Да. Здесь мужчина на проходной. Хочет к вам пройти. Пускать его или нет? Нет. Не надо. Не пускать его, пожалуйста. Не надо. А кто это? Это мой бывший. Какой бывший? Я... Я связалась с ним по дурости. Думала, что нас любовь. Он алкашом оказался, он меня бил. Я вообще от него беременна. Нам уехать с бабушкой надо очень срочно. Пожалуйста, помогите. Что ж ты мне сразу-то не сказала? Боже мне, какая я дура. Ну-ка побудь здесь. Сейчас и приду. И что пришел? А это здесь главный, да? Я главный, я. Ну, держи. Педофил. Папа, папа, не трогайте его, это мой папа. Отстаньте его, не трогайте его. Папа, это твой отец, от который лепешка? Ты же говорила, что он погиб. Я потом все объясню. Мама жива. О, еще одна лепешка. Это кто? Понятно. Эта педофилка, давай. Нашу дочку сексуальному. Сажись, все, понял? Я тебя засажу, понял? Козелка, старый. Папа, что ты такое говоришь? Да никакой он не педофилке. Я наврала вам. Я просто у него работала. Простите меня, пожалуйста. Не хотела, чтобы все так вышло. Пожалуйста, простите меня. А что здесь делать? Я же сказал, что сам все разберусь со всем. Ты много чего говоришь. Все. Давай, пойдем. Это неожиданно, но ваш торт оказался не такой отвратительный. Конечно, не сравнить с тем, к чему я привык. Ну, ну, без рыбья, как говорится. В общем, можно еще кусочек? Наберите. Наберите хоть весь. Что, и шампанское можно выпить? Забирайте. Только забирайте и уходите. Я хочу побыть одна. Понятно. Очень плохие цветы. Вы что делаете? Клавдия Викторовна подберет. Вы знаете, Марина, я сегодня чуть не разбился. А потом мне на лицо упал презерватив. Ужасно. Ну и зачем вы мне это рассказываете? Потому что мне было так больно, обидно. Потом пришли вы с вашим тортиком средней паршивости и подняли мне настроение. И теперь я просто обязан поднять его вам. Вы зря стараетесь. Очень плохое шампанское. Ольга, просите, пожалуйста. Поливайте. Мироздание ко мне несправедливо. Оно просто лживо и гадина. Правда. Я вообще не понимаю, чего вы расстраиваетесь. Вы сегодня самый настоящий мэр. Вы вот пенсионерке помогли, придомовую территорию очистили. Сейчас мать-одиночку утешаете. Иронизируете. Это хорошо, это я люблю. Но если бы вы, Марина, знали, через что я прошел. А потом Клавдия Викторовна приказала мне сделать ей массаж стоп. Что? Да, да. Вы знаете, Клавдия Викторовна, она как хоббит. У нее кожа на ногах такой толщины, как будто она реально может ходить зимой без обла. Мы спрашиваем. Давайте не будем на ногах Клавдии Викторовны. А, то есть вам не нравится, когда при вас обсуждают ноги другой женщины. Хорошо, я думаю. Алина, скажите, а в кого ваш мальчик такой рыжий? В рыжего из Иванушек. В Григорьево Аполлоново, что ли? Да ладно. Они приезжали на гастроли, пригласили в гримерку после концерта, ну и... Погодите. Я любила их в школе. А он знает об этом? Да. И что, и не помогает? Вот, мразота. Я смотрю, вы легковерны. Я вообще в школе тяжелый металл любила. Слушайте, ну, кто даете кому-то, Марина? Сергеевна. Сергеевна. А ты вся в меня. Ну, я имею в виду, такая же упертая. Это я ей спасибо. Если б не она, я б как обычно. Пап, поможешь ей? Ну, ладно. Может, он тоже ворюгой станет, но, по крайней мере, он дочь свою любит. Пишите номер счета. Спасибо. Если б ты мое дело продолжила, мы б с той горы свернули. А ты балет. Пап, не начинай. Так, Агнатила, давайте вы мне сначала деньги переведете, потом объясняете отношения. у вас здорово получается. Ну, перестаньте, перестаньте, я лет двадцать не играла. Ой. Да, я думала, что вечер будет испорчен, а оказалось, что так хорошо давно не сидела. Согласен. Обращайтесь. Да. шампанское закончилось, торт уже не лезет. Что, по домам? А, ну да, пожалуй. До завтра, рано вставать? Да. В этой комнате раньше дядя Миша жил. Вы что? Да, дядя Миша. У него была пневматическая винтовка, и мы все мальчишки дико завидовали ему. Он, когда напивался, стрелял из окна по прохожим из нее. Правда? Да. Это очень интересно. А что с ним стало? Умер от цирроза печени. Да. Да, два дня лежал. Вот здесь прям. Вот. С винтовкой. Пока не нашли его. Дурацкая какая-то концовка вечера получилась. Да не, ну что вы прекратите, это жизнь. Да, с другой стороны, жизнь. Вот. Ну ладно. Ой. У меня рак, есть. Что? Ракия, ну, водка такая болгарская. Хотите? Хочу. Сейчас. Конечно, хочу. Пусть ты же молчали. Мне студенты подарили, правда, она маленькая. Так давайте ее выйдем скорее. Давайте. Только у меня стопочек нет. Ничего страшного, мы из бокалов из наших выпек. Мы люди не горды. Ой, два звонка, это к вам. Я не жду никого. Ну, может, что-то срочно. Ну, Держите. Дайте. Я сейчас. Привет. Привет. Здрасте. Что, куда идти? Чемпатичненько? Сюда? Да, сюда. А нет тараканов? Слушай, Ледочка. Знаешь, я просто с детства их боюсь панические. Я реально ценю, и все такое, но сейчас мне не время. Слушай, не надо, не раздевайся. В смысле? Не надо, не раздевайся, я тебя прошу. Я хочу. Все, все в порядке. Подожди. Леля, Леля, все, 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 в другой раз. Давай, одевайся. Так я не поняла, что ты сейчас обиженку включил? Я не включил. Арикаша, я приехала сразу, как только смогла. Ты молодец, молодец, все в порядке. Просто сейчас... Не обижаешься? Нет, не обижаюсь. Просто я не хочу. То есть между нами как по-прежнему все? Все по-прежнему. Держи свою Шанель. Давай, я тебя провожу. Давай, давай. Пока. Пока, 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 пока. Пока. Марина, послушайте, она ушла. Давайте пить рак ее. А мне что-то уже не хочется. Момент упущен. У нас с ней ничего не было, правда. Ой, да если бы что-то и было, мне все равно. Но ведь между нами что-то промелькнуло. За самоуверенность ваша промелькнула. Нисходящий с экранов народный герой Иван Самсонов в очередной раз совершил подвиг. Он спас из воды тонущего ребенком. Мальчик же здоров, он покинул место происшествия, а Иван Самсонов, как ни в чем не бывало, пошел дальше, как будто это для него обычные будни. Че, пялимся? Все, в цирк уехал. Ну что, довольны? Виноваты, извините. Извините? И Самсонову рейтинг подняли, и мы его племянника чуть не угробили. Ваш племянник повел себя непрофессионально. А я вам говорил, что идея ваше дерьмо? Говорил! Мне его мать теперь весь мозг проест. Если он заболеет, я вас обоих прибью. Не заболеет, мы его спиртом растерли. Растерли? Изнутри тоже растерли? Он к матери домой пьяный явился. Фронтовые сто грамм. Это для тебя сто грамм, а для него как триста. Алло. Люся. Привет, сестренка. Что? Ну, ты ему дай уголь активированный. Одна таблетка на десять килограмм. Ну, получается, да. Три с половиной таблетки. Голова кружится. Это вертолеты. Знаешь что, пусть одну ножку спустит на пол. И это заземление называется. Не достает до пола? Ну, подложи ему что-нибудь под ногу. Тошнит. Я сейчас приеду. Жди, я сейчас приеду. Козлы московские. Я все равно от вас уйду. Ну, куда ты уйдешь-то, а? По-моему, меня наплевать. Ну, ты глупый, что ли? Ну, как нам на тебя наплевать? Все прибежали тебя спасать. И я, и папа. И дядя Даня. Да и дядя Даня. С вами временем пожертвовал. Юль, ну иди сюда. Ну, не обижайся. Ну, иди обниму, Юль. Ну, прости меня. Юль, ну иди сюда. Юль, ну иди сюда. Юль, ну иди сюда. Юль, ну иди сюда.